сегодня у нас только максим делает идиотские вещи конечно я вот нормально все время дима все время просто говнил нас говорил что типа читывает всякую тупую хуйню делаете а не а я вот не делаю а его сотни спокоен вот сижу такой хотел начать серьезные ноты ну ладно раз ты начал со смешнявки продолжай давай будешь смешнявки за все пули анонсы дим такой так стоп потом вот в округе как в кв не вода чувака я кстати насчет кв недавно думал о том вы заметили как юмор сильно поменялся ну то есть да именно в контексте того же самого квена он же просто тупо не смешной то есть он и раньше был не слишком смешной были там пар команд который более но в целом это прям ну вот совсем плохо я заметил мне что он не просто знаешь почему да то что запретили смеет нормально смеяться не забывайте страдать не в этом дело дело в том что и американский юмор такой же хуёвый ну то есть если мы берем за скобки там условно там 2 2 десятка там три десятка стендаперов которые плюс-минус нормально шутит да то есть ты всегда можешь найти стендапера который тебе лично конкретно нравится да там кому-то нравится там шапел кому-то нравится там этот какого которого отменили еще в твиттере луисе кейн луисе кейда кому-то нравится там еще кто тогда то есть ты всегда можешь найти стендапера по вкусу но в целом юмор вот именно в там сериалах в кино в там каких-то мультфильмах и так далее он же абсолютно тупой ну то есть он он не смешной как раньше и у меня складывается вопрос такой то есть я вот для себя пытаюсь решить это я постарел и мне не нравится или это просто какие-то новые тенденции потому что я чаще хохочу с мемов чем я хочу с какой-нибудь шутки в каком-нибудь там вот мультики или сериале вот смотри это то о чем мы с тобой сегодня говорили да что представь себе что когда в условные там 1700-е годы но было там типа допустим в мире 100 тысяч художник крутых там какие-нибудь а например там пятисотом году до нашей эры да допустим вообще художников было тысячи человек его на весь мир до короче художник но потому что 90 процентов 90 процентов ли занимались сельским хозяйством условно но типа у тебя уровень 5 то есть количество художников растет и прочее короче и вот там сейчас условно у тебя там крутых художников на условных там комте арт-стейшне и фигейшне и пиксиве там и вообще во всем мире везде-везде-везде там красками рисуют ну у тебя их там типа 10 миллионов человек допустим хороших художников и вот представь себе что во времена когда ты например смотрел юморные всякие шоу там типа в девяносто третьем году хазанов был вообще заебись и материи задором травился хотя он кризис горнов тебе нравился пажа уж гоблин то в девяносто девятом был просто охуительные понимаешь и вот представь себе что а потом у тебя появились там речь комиксы всякие там пыль с у тебя там всякие найн-гэги леопры рейдиты и прочее тебе ничего что мы запутали в слоях посторонний ну то есть как бы вот не просто посторонний чувак тебе тебе буквально приходит какой-нибудь условный луис си кей и значит таким вот с придыханием с такой типа знаешь с ехидной ухмылкой тебе затирает штуки которые ты уже миллион таких прочитал за последний год в этом плане такой в этом плане меня просто выбешивает дичайшие стендап на тнт который знаешь вот получил популярность назначил на чем на чем еще раз это стандарт но я его смотрю на другом сервисе не волнуйся я просто к потому что типа я даже забыл что такое тнт к вообще да но при этом эти люди очень популярны и как бы были да но ты смотришь их выступления у них все выступления строятся на одном и том же паттерне смотри на трасс следующий ты выходишь и говоришь у меня девушка у меня девушка у меня жена у меня то есть вот такой да юмор строится на отношениях как подкасты да второй паттерн который я просто заметил и это приятно это повторяется из серии в серию то есть они разные выступления в разных залах разное все но у них блять реально одинаковое сука как вот не знаю по сценарию знаешь вот здесь все должны закокотать вот здесь все должны захлопать и так далее сценарий следующий выходит артист на сцену и такой говорит а похлопайте те у кого когда-нибудь были тапки тапки это классно тапки это лучшее просто на свете обувь которую я только носил бог похлопать и все кто есть кнопки все-таки хлопают зрителю за это понимаешь да идею ну такой совсем подогрев подогрев зала прикол в том что это работает ну то есть это же на концерте тебе можно любую поебенье сыграть но из-за того что вас тут типа 5000 человек стоит не все такие типа чувствуют общую вибрацию общую волну как что всем тут круто и ты такой тебе даже не нравится ты пришел на группу руки вверх но там на старте татент а ты такой я не знаю что это или вообще даже чем-то ну заказать короче притаптываешь потому что ну ты тоже в школе же слушал такой я слушал школе арию слушал нет у меня было из наших из говнорей понимаешь там кипело в который уже очень давно нет простите меня то есть я вот вопроса кстати они в курсе хотел сказать интересно тут сейчас недавно был скандал с довольно всратой пропагандистской песни ольги бузовой где якобы присутствовал какой-то там типа чувак какой-то типа якобы юморист и все говорят что ольга кто за вы я блять очень не в курсе о ком ты говоришь иногда чувак ну давай скажем так хорошо я слышал не знаю я после расслышал это имя когда дальше это я был там гендальф миллион лет назад я вас не расслышал это когда я учился блять в колледже ты был там вначале это очень хорошо вот короче это не для тебя для наших зрителей но я хотел рассказать просто своем собственном личном впечатлении насколько вот ты знаешь так учу что я как-то оказался совершенно оторван от всей той стендаперской тусовки что там был какой-то типа якобы комик которого она использовала своем типа в номере и все таки да да это же там типа известный чувак ой как он скатился зашквар такой блять а литерали ху просто просто у этот человек проблем в том что ты не знаешь современных вообще заменитости ты не в курсе и я абсолютно не слежу за снайперская сцена то есть тот момент как я перестал смотреть телевизор 2007 году я не знаю абсолютно для меня кто такие вот были там гарик бульдог харламов там был как его это было 20 лет назад его да там павел воля было 20 лет назад ты знаешь что 2009 год был 23 года назад 23 года ты гонишь на самом деле 13 блять ёбаных лет вышла тоже много ло ну я к тому что ты знаешь на самом деле в итоге как бы я просто понимаю что с одной стороны наверное надо краем глаза следить за всей этой истории чтобы просто ну типа не выпасть я тоже не понимаю зачем ты знаешь как быть как человек который следит все-таки за трендами как бы но я одна довольно однобоко слежу за трагами за трендами в интернете наверное все таки стоит следить хотя бы просто поймите это вообще кто вот пожалуйста чтобы не википедию не лезть понимали до записи буквально до записи вот буквально за за пять минут до того как мы начали до записываться я тебе говорю такой блин а ты знаешь что том холланд сделал предложение зэнда и они типа поженились откину да они же давно встречались я блять вообще не в курсе вот серьезно для меня зэнда и это блять где-то отдельно том они же играли в человеке-пауке вдвоем да и смысл в том что долгое время они разыгрывали эти по карту что они лучшие друзья но просто зачем ты об этом знаешь я понять вот это не могу я у меня есть дилти-плэжер я читаю телеграм-канал своего знакомого саши амата который называется золотой чухахо где он рассказывает про он у него хороший такой тематический канал где он рассказывает про все вместе ну то есть вообще про все ну и в том числе как бы иногда рассказывать про вот такую поебень и ты хочешь не хочешь но в смешной манере узнаешь про вот такие вот вещи понимаешь это такой бля нахуй я это знаю но зато хоть смешно об этом узнал понимаешь это 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 пища для small talk а это вот то что знаешь нужно тебе обсуждать в офисном кулере да экспорту беден x watercooler время где-то еще узнаешь что албанские поп-звезды отрабатывают деньги албанской массива я это от тебя узнал на дткд я до сих пор живу с этой мыслью она мне нужна абсолютно нет а хочешь а хочешь прикол хочешь прикол смотрите элаборирую что одна из этих девушек рита ора который как раз таки организовывают эти фиктивные концерты а знаешь а кто это это девушка тайки вай тити который снимает всю вот эту ебанину подожди атаковать эти разве не стоит девушка встречается томсона да нет с ней они на троих устраивали только тройничок ну вот видишь понимаешь это как это какая широком когда ты говорил понимаешь ватсон моя голова она как чердак если я затащу туда слишком много хлама там не останется место для чего-нибудь полезного у меня примерно то же самое зато я вот иногда понял что я слишком много знаю блять про видеоигры ну то есть там я знаю какая студия что делала в каком блять году там плюс-минус примерно вспоминаю там знаешь когда когда чего выходило и так далее до сих пор помню дату релиза skyrim и нахуй нам не нужна я не знаю 11 11 11 эти 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 могу сказать та же история я могу провести тривия по какой-нибудь серии на несколько подкастов вот но мне ален такая говорит да надо надо бабушке купить подарок с которой уже 10 лет живу его ее бабушку на бабушке купить подарок в смысле надо бабушки сходить купить кое-что что мне рождение завтра да это я тоже не знаю не рождение вообще не знака у кого даже легко запомнить 1 11 рождение рождение тимура легко абсолютно каждый год просто проебываю и он каждый год мне напоминает что ну как же ну ведь легко же запомнить я говорю да но я на самом деле у зима же тоже у нас в этом плане классный потому что он же тоже у нас как бы прямо найти праздники для 5 мая понимаете все такие уже бухи не в говно дим так приходите ко мне не димуров день рождения пожаловаться все-таки тимура в январе поэтому ему прям вот наш новый год тимура в день рождения новый год тимура в день рождения примерно так это работает но опять же я в регулярно забываю об этом регулярно забывая праздник регулярно забывают даты и прочее но я зачем-то блять помню дату выхода skyrim нахуя мне она нужна я не знаю но вот такой таким говном моя башка забита к сожалению может еще помнишь количество процессоров в селе в в этом playstation 3 нет 8 ладно короче я хоть могу сказать что я тут видел в очередной раз когда в в миллионный раз в твиттере обсуждали типа что на чем был построен соответственно xbox 360 и playstation 3 люди реально писали блять а что xbox 360 на power пищи ну а куда мы были ребят новичок амон блин по пятнадцатому кругу обсуждать одно и то же а реально людей это понимаешь вот как бы для них сюрприз просто для тебя лишь что для тебя факт для твоих студентов уже тривия вот и все вот надо просто жить с этой мыслью и и кстати макса вообще реально абсолютно прав это вот очень очень крутой заход это действительно именно так вот на сайте спрашивают народ добрый вечер подскажите пожалуйста стоит ли сейчас покупать iphone 14 про есть учитывать слухи что в следующем году ожидать повышение цен на все iphone 14 про если у вас есть такая возможность лучше всего взять на скорости света прямо сейчас потому что из-за безумных выступлений против к видных ограничений в китае прямо сейчас за рабочие завода foxconn не просто бастуют а прям сильно бастует настолько что apple ближайший квартал недосчитается минимум 6 миллионов айфонов 14 про и с большой долей вероятности 6 миллионов устройств на там мирный рынок ну вот короче смысл в том что с большой долей вероятности есть такой момент что прямо сейчас поставки айфонов могут сильно прям прям сильно просесть и поэтому но вероятности ну-ка бы как она такая большая типа но не факт поэтому если у вас есть возможность то лучше в лучшие воспользоваться да вот так тем временем нарутообразный каталог пластиковых около за 150 рублей друг купил набор стартер по вахе я тоже обменялись фракциями по почте и как же сука дорого быть внутри этого хобби досталось дивана стартер судьба редакция буду отмывать перекрашивать но есть но я не умею рисовать я могу тебе сразу сказать что я тоже не умею рисовать я очень плохо рисую но покрас не требует скиллов рисования покрас покрас требует от вас просто терпения и опыта потому что вам надо знать как идут как ложится краска на каком мазке кисти это просто практика достигается ты запоришь три-четыре миньки но на 5 ты будешь красить замечательно ну и в смысле а можно не запарывать дорогие миньки по я и объясню но даже запоротые миньки правятся абсолютно без проблем потому что это пластик ты купаешь его в кроте у тебя полностью сходит акриловая краска на водяной основе ты можешь перекрасить миниатюрку это не проблема ты такой крот крот это средство для чистки труб значит почему она такая грязь как тиры только только русский а это же какая то ли щелочь или что такая же это тиры дома понимаешь но она же разъезд меня нет нет она не разве она создана для пластиковых труб дим она не разъедает пластик она разъедает краску но не разъедает пластик моделисты издревле кротом сводят краску есть еще специальные жидкости для этого но если на бюджете крот просто искупал в кроте модель перекрасил это не проблема но сейчас краски акриловые хорошие они сходят даже под водичкой без это вот к вопросу о ненужных знаниях нахуя я теперь знаю что такое крот зачем мне это вообще может в жизни когда у тебя вот трубу с трубами будут проблемы ты придешь в магазин и там не будет тирета я не только тирет я покупаю шуманит охуительная штука я только тирет покупаю я уважаю шарики шарики мои трубы мой дом понял он там у нас тест на деда все пишут то что алибасов вывел коктейль по алибасовски блин ну нахуй вы вот это знаете я спаять не могу и вообще слова его госпитализировали современный мир и алибасов это что-то вообще несовместимое это что-то из сороковых прошлого века ты зря кстати он на самом деле тусил до упора потому что даже я в свое время бухал с баре алибасовым и как бы он реально он мог перепутать он года 2010-2012 прям тусил прям вот до усера тусил поэтому мне на самом деле ты зря про него так говоришь давайте дальше маркетинга и за шуманит топ вот так поняли так речо цены начали за мне рижский бальзам занялся на 95 рублей хорошего стрима мужчина посмотрю я вас конечно в записи конец месяца и работы вагон картинка в анонсе телеги огонь но почему справа везде тимур а что там за картинка ах ты мразь это просто нейросетка так загенерил ты чё а почему у меня очки какие-то ладно не буду спрашивать хорошо я смирился с ты лучше спроси почему у тебя волосы такие длинные как бы ну а коричу за кресло я думаю что валитый за кресло ваним и заметьте заметь какой тебе красивые например нарисовали окошко сзади такое знаешь прям вот мне очень нравится что он мое освещение распознал как здание и северное сияние заметь все у меня сзади вообще храмы как бы и там был кремль буквально почему снег везде потому что рима русские ёбла ваши вот эти понимаете поэтому нет ничего не поделать ну ладно александр до выгрызаем что 300 рубля спасибо парни в очередной раз я пересматриваю забег по геймпасу так вот the planet is dying долбоёб если что ралли за 150 рублей макс бросай их пошли играть дарактайд сидеть никуда не ходить гад занес нам 1800 рублей один час до релиза дарактайда а потому вот трон гельта и льву эль джонсону на генные модификации спасибо круто что значит максим сделать генной модификации типа для игрок для для льва лев это сын а я не сложил 2 подумал вы заработали вот столько денег больше блин это обидненько конечно но давайте начинать мы сейчас потихонечку начнем я кстати хотел сказать еще блять чужие хотел вам рассказать ладно забейте потом когда вспомню обязательно расскажу начинаем мы готовы давай давай добрый вечер дамы экспон начинаем завтра каст номер 272 в виртуальной студии сегодня как всегда его бессменный ведущие меня зовут дмитрий замбак со мной сегодня тимур сейфимлюков здравствуйте морщик это я привет и максим зарецкий здравствуй максимка привет привет и мы хотели начать двести семьи второй завтра каста с того что у нас тут есть небольшой реролл короче пацаны имейте ввиду что как мы вам и говорили дело в том что ноябрь и декабрь на рекламном рынке так уж исторически сложилось что это самый жирный месяц когда практически все компании приходят как бы и знаете как говорится до рекламируют то что не не отрекламировалась за год поэтому вас сразу предупреждали просить просим нас простить тем более что сегодня нас преролл сразу два вот но на самом деле довольно интересные у нас сегодня рекламодатели и опять же спасибо большое что нас вообще кто-то поддерживает и что у нас есть возможность вообще как говорится что-то покушать намазать хлебушек на хлебушек чуть-чуть маслица и в общем то перед новым годом это самое то учитывая что как мы вам говорили это все это эти как говорится деньги авансом до весны что потом мы будем сосать бибу и вот и у нас все будет не так хорошо короче пацаны с чего мы сегодня хотели начать и про что вам классного клевого рассказать дело в том что смотрите у нас довольно интересный сервис я бы даже сказал что идеально необычный потому что ни про что такое вообще подобное я если честно никогда в жизни не слышал как бы причем нигде на рынке даже в том числе на западном воде в том что это сервис который называется кува вот и он интересен будет ну с позиции того что у нас ближайшее время новый год ну давайте по порядку короче у нас год ближайшее время и многие ищут вообще обычно себе ну какой-то крутой подарок для самых близких ну почему самый близкий потому что если ты не хочешь скупиться и у тебя там есть как говорится возможности подарить какие-то классные штуки и порадовать соответственно своих там самых близких там соответственно там детей там родителей там брат сестру там типа ли своих самых близких друзей то принципе вы хотите что-то дарить обычно не банальное что-то интересное ну и особенно если у вас люди так скажем как бы хорошая семья у вас все там типа в порядке все все обеспечены как бы и в общем-то у всех все есть что кто хочет то вам обычно хочется что-то подарить такое необычное ну вот не банально и что можно подарить это сертификат от кува кува это сервис подарочных сертификатов соответственно для поездок и отдыха в загородных отелях россии причем это сертификаты они разделены по тематикам то есть соответственно в каждой тематике есть еще и десятки самых интересных отелей и из них соответственно счастливый обладатель вашего подарка сможет выбрать сам в какой то ли съездить и соответственно с кем причем на это у него будет целых два года то есть сертификат действительно два года и причем сертификаты опять же они бывают на двоих или на всю семью и соответственно подарок можно как бы подарить или физически потому что он доставляется в красивой упаковке ручной работы или же соответственно фирменном конверте тоже очень красивенько или соответственно по электронной почте ну если допустим у вас там очень далеко живет ваш родственник ну или надо прям очень быстро что-то прислать как бы нет времени объяснять быстрее дарите подарки вот и опять же в том числе что еще классного из интересного по поводу направлений там они прям действительно разные есть например историка про необычные выходные с различными интересными локациями такими как там типа есть вообще средневековый замок а есть прозрачная сфера с видом на небо есть например как бы побег из города это например большое количество отелей которые находятся в разных областях россии в самых разных местах и обычно это действительно опять же далеко от города чтобы можно было прямо отдохнуть от городской суеты или есть даже сертификаты чисто там про спа как бы ну то есть там можно выбрать какой отель спа отеля поехать и соответственно отдохнуть там в течение например выходных там со всеми процедурами со всеми делами не сразу спа захотелось честно да если честно вот мне тоже очень захотелось в любом случае короче кого это довольно прикольный необычный подарок для ваших близких друзей там или семьи и в том числе не забудьте что у вас есть у наших слушателей промо код промо код завтра латиницей соответственно он у вас на 1000 рублей и он действителен с примерно 30 ноября до 4 января 2022 года в декабре спокойно можете купить подарок да ну то есть под новый год как раз самое то и как бы опять же разные направления куча разных отелей география тоже очень разная как бы там по всей россии и опять же разные как бы соответственно тематики там типа то спа то уехать из города то что-то прям просто необычная локация какая-то есть как говорится из чего выбрать вот такие дела сервиску имейте ввиду ссылки тоже у нас в описании но в любом случае соответственно завтра промо код дает вам 1000 рублей так пацаны девчонки новости завтра каста чего у нас интересного да много чего да во первых иметь ввиду что да ладно много чего крутого во первых смотрите сразу куча новостей первое значит подкаст магнитное поле уже вышел второй эпизод значит ближайшее время выйдет третий третий эпизод выйдет у нас на следующей неделе и там прям реально очень круто потому что к нам пришли просто два супер крутых специалиста ну то есть я так могу сказать что это эти такие люди которых ну то есть не одним наверное предложением работе в мире их не удивишь потому что это люди которые там поработали в таких компаниях как бы да и делали такие крутые штуки что ну как бы то есть их там точно придет джефф безос приглашать куда-нибудь там в amazon не таки и как бы ну и в общем то может туда даже не пойду но у них очень крутая работа очень интересные штуки и они будут рассказывать про улучшные инфраструктуры про вообще как бы технологические стейки про ну короче очень много чего интересного с точки зрения девопса бэкэнда системных архитекторов и так далее короче если вы как говорится заинтересованное лицо или просто в целом как бы интересуетесь этой тематикой то ждите третье магнитное поле он выйдет в ближайшее время там очень круто да если вы пропустили второй выпуск он у нас лежит на нашем ютубе можете прям посмотреть на нашем канале ну и соответственно в ленте завтра каста спокойно выходят эти выпуски можете их послушать я думаю что и треть как раз там же появится так что ждите да потом соответственно мы с димка давно анонсировали мы наконец-то как бы всю фактику собрали мы все 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 сделали для того чтобы записать сказки дедушка зомбака еще новый выпуск у нас из-за огромного количества дел за последнее время немножко не получается это сесть и прям вот сделать но мы очень рассчитываем что получится прям вот ближайшее время выпустить и скорее всего на следующей неделе скорее всего он уже все-таки выйдет есть у нас получится записаться там понедельник вторник вот так что ждите соответственно все подписчики наши на патреоне бусти и в apple podcast ближайшее время вы соответственно сможете услышать сказки дедушка зомбака новая ну какой же пятый получается да да пятый там прям та тема которая тезерил тезерил и если вы слушаете нас опять же на apple podcast на бусте на патреоне то у нас вышел кабинет улора про тиранидов очень большой такой самый длинный пока выпуск он получился таким очень интересным и если вы пропустили вы можете прямо сейчас его послушать в работе пока у нас идет сбор и структурирование фактики выпуск про тау и я думаю через недельку мы сядем его запишем а если вы не знаете что такое кабинет лора это тот подкаст которым мы в общем-то расскажем о разных фэнтезийных и сайфайных вселенных и в общем-то первый сезон у нас полностью посвящен вархаммеру 40-тысячнику про которые у нас в основном разговаривает максимка поскольку я в вархаммере не разбираюсь я ему дурацкие вопросы задаю а он мне на них знаешь такой типа как строгая учительница с линейкой отвечает вот и бьет меня по рукам за кадром не стой планеты не стой планеты дима запомни короче еще довольно классная история смотрите мы хотели анонсировать для всех тех людей которые наши подкасты вот прямо сейчас смотрят соответственно в трансляции и у сумеют послушать прям в ближайшее время как только вот он выйдет дело в том что мы продолжаем свое сотрудничество с магнитом и у нас будет крутой очень ивент 4 декабря в воскресенье но это буквально через несколько дней произойдет но как говорится кто успеет тот крутой смотрите дело в том что магнит совместно с яндексом проводит офигительнейшие соответственно хакатон который называется magnetic code и там довольно большое количество команд которые так скажем приходили из из внутренних ну из различных вузов и в том числе из сотрудников магнит из сотрудников яндекса они решают четыре очень интересных необычных задачи которые как бы подразделяются там на e-commerce на big data на логистику и на повышение эффективности работы сотрудников прям таких четыре сервиса внутренних причем они уходят не в стол это не теоретические задачи это исключительно практические вещи которые во многом пойдут в итоге впрод примерно в том виде в котором их соответственно команды делают дело в том что 1 декабря буквально завтра уже этот самый хакатон на 36 часов начнется и соответственно люди будут 36 часов там фигачить а 4 декабря будет финальный ивент дело в том что он начинается в 1130 по московскому времени на его можно будет смотреть как на нашем youtube канале так и соответственно на сайте magnetic code magnetic defiscode.ru и магнитический код условно magnetic defiscode.ru смотрите там во первых если вы зарегистрируетесь вам придет все уведомления чтобы ничего не пропустили а во вторых там будет большое количество крутых интересных активностей первое там будут техтоки ну то есть соответственно пока жюри советуются пока они будут выбирать там финалистов пока финалисты будут делать соответственно свои печи то есть вы сможете во первых послушать профессионалов и не только профессионалов как они делают печи довольно крутых технологических решений которые они придумали вот за 36 часов как они их презентуют что они там типа делали почему как бы что были за задачи там и так далее ну то есть для людей которые заниматься занимаются кодингом как бы я думаю что это будет довольно интересно особенно таким прям enterprise кодингом для больших компаний во вторых там будут тех токи от топ-менеджеров яндекс и магнита которые будут рассказывать про довольно крутые штуки связанные соответственно с бэкэндом девопсом типа системными архитектурами про пользовательский опыт в приложениях и соответственно в целом в разработке сервисов про и чар соответственно войти там какие компетенции сейчас ценится какие типа чуть меньше какого вообще сейчас больше всего ищут больших компаний и про соответственно организацию процессов внутри команд разработки какие вот вот как это делают больших компаниях сейчас вот ну то есть какие там используются процессы как какие используются там типа фреймворки соответственно для чего и как почему зачем и так далее. Везде можно будет задавать вопросы, соответственно, во многом там будут отвечать на них, ну и, кроме всего прочего, там будут всякие конкурсы с призами, и будут всякие интересные активности, где тоже можно будет поучаствовать. Вот. Имейте в виду, что это там на весь день. Можно будет подключаться, послушать, посмотреть, соответственно, с расписанием на сайте magneticdefiscode.ru и понять, что вам надо, что не надо, но вообще довольно крутой и интересный ивент ожидается. Мы прямо в предвкушении, и, ну и опять же, ваши два любимых ведущих. Да, это я и Тимур, в общем-то, да. И Тимур Сиферлюков будут вести во многом это мероприятие. Мы будем там постоянно, знаете, появляться, поддакивать, там что-то, типа, интересное такое рассказывать, обсуждать. Так что присоединяйтесь вместе с нами, потусите этот день. В воскресенье. Чтобы было нелинейным. Да, 4 декабря. Да, в 11.30 будем вас ждать. Вот. Слушайте, ну и у нас небольшой еще один преролл, соответственно, это соответственно реклама сервиса звук. Если помните, был такой звук, звук.ру давно. Да. Соответственно, он пережил кучу пертурбаций, вот. И теперь он опять звук. Просто. Вот. И дело в том, что у сервиса звук, стримингового, соответственно, у них есть довольно прикольный подкаст, который они только-только недавно запустили. У них всего несколько эпизодов вышел. Называется подкаст бит за бит. Подкаст о музыке в IT и IT в музыке от звука. Так написано у них, кто-то говорил, в названии. Ну, то есть, по сути, это подкаст про то, как вообще работает за кулиси вот этого самого аудиостриминга. Ну, то есть, какие они там используют технологии, какие продуктовые решения. Как работают всякие рекомендации и прочее. Да, да, да. Ну, то есть, как они принимают эти продуктовые решения, как они все это придумывают, как исследуют аудиторию и много-много другое. Вот. И смысл в том, что у них недавно вышел эпизод довольно необычный. Дело в том, что они обсуждают вместе с гостями, ведущие, разницу между радио и так называемыми волнами на сервисе звук. Волны такие, по сути, автоматизированные, созданные с помощью ML плейлисты, которые генерируются специальным образом для человека. И такие, представляете, что-то типа радио персонального, которое работает конкретно для человека. Индивидуальные такие алгоритмические плейлисты, короче говоря. Это даже такое, типа, алгоритмическое радио, условно. И они, по сути, там как бы обсуждают, каким образом вообще то, что по сути своей примерно одно и то же, ну, то есть, что ты радио включаешь, у тебя играет музыка, но у тебя там диджей это делает, что у тебя, соответственно, есть вот такое радио, которое для тебя индивидуально делает такой твой персональный диджей, условно. И вот диджеи, соответственно, вместе с продуктологами и менеджерами самого сервиса рассказывают, в чем разница. И как бы как это все работает с точки зрения времени, с точки зрения продукта и прочее. И, в общем, довольно интересный эпизод. Послушайте, посмотрите и, опять же, попробуйте подкаст бит за бит от сервиса Звук. И ссылку вы найдете обязательно в наших шоу-ноутах. Ну или просто можете его найти в любом там подкаст-сервисе. Там, где вам удобно. Тем более, что название такое, ну, типа, ни с чем не спутается. Бит за бит. Ну вот. И, как бы, слушайте его там. Вы можете его, соответственно, послушать даже в том числе и в сервисе Звук. У него очень простое название теперь, звук.ком. Можете там, соответственно, его найти. Вот. Такие дела. Короче, ну что, начинаем сам подкаст? Да, начинаем мы наш подкаст с такой... Мы, как вы помните, мы отказались от структуры, потому что мы решили, что мы будем обсуждать равнобой то, что нам интересно. И в кое-то веке наш такой рандомный подход вернул нас к классической схеме, потому что подкаст мы начинаем со слуха недели. И слух посвящен игре Beyond Good and Evil 2, которая все еще существует, я напомню. Которая наносила на 14 лет назад. И, кстати, недавно происходила история того, что... А вы знаете, какая самая долго делающаяся игра за всю историю там создания видеоигр? Нет, не дюкну. Ким Форевер, оказывается, Beyond Good and Evil 2. 14 лет назад ее анонсировали. 14 лет назад, представляете? Так, подожди-ка, я думал Fable. Нет. Даже близко нет. Смотри, с Fable вот какая интересная история. Был же Fable Legends, которую отменили, да? Которую делали. Считай, что их не было, короче. Считай, что это другая игра, не тот Fable, который сейчас делают. Ну, поскольку очевидно, что эти игры даже называются по-разному. Слушай, а когда... Это же компания The Storm 10, правильно? Нет. Плейграунд Games, они анонсировали Fable в 2017 году. На самом деле, не так давно. То есть, с момента анонса Fable, вот они прямо его анонсировали, естественно, они перед этим его какое-то время делали. До нынешнего момента уже два года фу... Тихо. Тут проблема в том, Тимурчик, что мы же не знаем, одни и те же ли это игры были, или нет. То есть, то была RPG-ха в открытом мире... В 2017 году у тебя анонсировали Fable от Playground, как типа отдельную игру. А там вышел один God of War. А потом вышел один в God of War, а потом второй вышел, короче. И For the Force Horizon еще вышел в 2. Некорректно так говорить, потому что God of War очевидно разрабатывался условно в 2014 году, а вышел в 2018 спустя 4 года. И если тебя Fable анонсировали в 2017, то значит, она должна была выйти к 2020, ну, плюс-минус. Но поскольку ее отменили и запустили разработку заново, о чем мы узнаем из всех слухов, да, ну ты что? Ну подожди-ка, ты хочешь сказать, что в 2017 году то, что анонсировали, это был Fable Legends или это был просто Fable? Нет, это был Fable, который перезапустили разработку. Короче, к чему вы это все говорите, если это не Бианн Буду Левил 2? А они официально говорили, что они перезапустили разработку, или они... Какая же ты мразь, а? Вы представьте себе, что я такой условный Джон До из там Юты какой-нибудь. Я такой типа О, Магат Филд, типа мой брат делает там мне Fable, да. Когда его там о, в 2017-м, да, так, а сколько времени прошло? 5 лет, да? А где мой Fable? Ну где-то там, где-то делается. Мне нравится, что любую, где-то чего-то. Абсолютно любую, блядь, новость ты сводишь к хуй с осенью у Макрософта. У тебя... Ты зачем ты это делаешь? У тебя какое-то есть злоба, ты натягиваешь сову на глобус. Причем здесь Fable, если мы обсуждаем Beyond Goodnil 2. Потому что Fable тоже долго строит, тоже долго делается. Понимаешь? Хорошо, давай на пальцах, давай на пальцах, смотри. Что больше? 2017 или 2009? 2017. Правильно. Значит, какая игра старея? Математика за 30 сейчас начинается. Смотри, по идее, по идее старея Beyond Goodnil 2. Но по твоей логике, которую ты только что мне озвучил. Что это разные игры? Нет, если ее перезапустили, например, год назад, то не счетово. Да. А все, а все. Давайте мы расскажем новость. Короче, Beyond Goodnil 2 все еще находится на ранней стадии разработки. И находится она там, потому что проект перезапустили, как мы уже сказали, в очередной раз. И он мыторствующий, многострадальный. Изначально из него хотели сделать чуть ли не кооперативный No Man's Sky. Потом Мишель Ансель вообще ушел из Ubisoft, это создатель серии. Вот и сейчас игру делает непонятно кто, выглядит она непонятно как, ее перезапустили в очередной раз, и выйдет ли она вообще когда-нибудь, мы не знаем, но позитивная часть этой новости в том, что Ubisoft все еще над игрой работает. И это позитивная часть, да? Ты так считаешь, что это позитивная часть? Я не уверен, погоди, дай чуть-чуть, оптимизм. Макс, а помнишь ремейк Prince of Persie, который даже уже залили в PlayStation Network? Его уже кто-то поиграть успел и даже трофеи выбить. А потом ее взяли от мини. В контексте Beyond Goodnil это тоже важный момент, который вы почему-то не проговариваете, а его важно обсудить. Дело в том, откуда мы всю эту информацию знаем, потому что про это говорит наш любимый инсайдер Том Хендерсон, который достаточно редко ошибается. Хоть он иногда и ошибается, но он делает это реже, чем все остальные инсайдеры. И вот он написал на своем сайте, что ему в Discord, у него есть Discord, скинули картинки, видео, альфа-тестирование, конкретно Beyond Goodnil 2. И выглядит она не так, как вы сейчас видите в аудиоверсии. Вот сейчас в аудиоверсии показывается то, что сама Ubisoft показывала в 2018 году. Ты говоришь про видео-версию, да? Да, видео-версию. В 2018 году Ubisoft показывала, как выглядит Beyond Goodnil 2. Там можно было летать на кораблях, там были какие-то загадки, там была куча разных планет, там, ну и так далее, и тому подобное. Но то, что скинули сейчас Тому Хендерсону в Discord, оно выглядит раз в 10 хуже, и это говорит о том, что игра не похожа даже вот на то, что сейчас показывается в видео-версии. Не так она выглядит, она выглядит в разы хуже, и выглядит так, как будто ее заново перезапустили, как будто ее делают с нуля. Очень пустые планеты, никакой, типа, растительности, никаких там деталей, ничего, выглядит как просто, ну, техно-демка такая, знаешь, которую, типа, просто решили проверить заново, как все работает. Хочешь, я дам им совет пиздатый? Берешь, короче, и делаешь линейную игру, как, соответственно, Jedi Fallen Order, вот, с полетом по планетам, подходишь к кораблику и летишь, вот. Ты сейчас, зачем первый Бьет Гудундуил описываешь? Вот, и, короче, берешь и делаешь такую игру, но качественно, с прикольными героями, прикольными механиками там, сражений и прочее, а полет на космолетах только, типа, ограниченные в катсцене, типа, ой, сейчас мы летим от станции к станции в это время послушай диалог, пожалуйста, все. Проблема в том, что Ubisoft изначально хотела все-таки сделать игру с огромнейшим открытым миром, это был такой, знаешь, one step beyond над, там, условно, Assassin's Creed Odyssey или там, Вальгаллы, да. Нет, я думаю, скорее всего, они насмотрелись No Man's Sky и сказали, а что если туда еще и нормальный, там, нормальную боевку запилить, нормальные диалоги и нормальный нарратив, да. Не совсем так, ну, ты прав, что действительно они смотрели, скорее всего, на No Man's Sky, но идея, идея была именно в том, чтобы сделать не просто открытый мир, а открытый типа космос, на которых огромное количество планет, на которых ты приземляешься, что-то там, блин, происходит, что-то вы там делаете, но в целом, естественно, с помощью там процедурной генерации, с помощью кучи всего, ты в этом открытый мир наполняешь там огромным количеством деталей и тому подобного. И, в принципе, это звучит для Юбисофта очень, как это, ну, как сказать, это та вещь, к которой им стоит стремиться. Я просто тебе напоминаю, что когда выходил Assassin's Creed, по-моему, один, первая часть, это было во времена, там, условно, 360-го Xbox'а, тогда они решили свою техническую задачу сделать типа как бы открытый мир. То есть, вот первый Assassin's Creed, да? и они тогда решили техническую задачу именно связанную со стримингом. Как у тебя ассеты должны стримиться, как у тебя должны там подгружаться и выгружаться соответственно из памяти модельки персонажей и так далее и тому подобное. И я вот слушал недавно подкаст Кодима, где он честно говорил, что мы во времена, когда вышел Assassin's Creed 1, мы пилили Metal Gear Solid 4. И мы хотели сделать открытый мир, но мы понимали, что у нас не получится как и у Юбисофта. Юбисофт просто, блядь, молодцы, они круто сделали. Так они настолько уважали разработчиков первого Ассасина, что в МГС-4 есть секретный костюм Альтаира. Да-да-да, кстати. И для них это была прям решенная техническая задача. И вот теперь Юбисофт ставит новую грань под названием давайте мы будем делать не открытые миры, а открытый космос, и там будет куча планет и куча всего. Так вот получается, что за 14 лет у них это все на стадии концепта и осталось. И вы правильно сказали, что скорее всего, скорее всего, эти амбиции придется как-то снизить. Их придется... Я говорю, им нужно реально сделать линейную или окололинейную игру, типа вот а-ля такую полуметроид-ванию, которую ты действительно, ну как God of War, как вот Jedi Fallen Order, получаешь способность, возвращаешься, блядь, это же рабочая схема. И Fallen Order взлетел, и God of War взлетел, да куча таких игр как бы в итоге нормально сделать. Не нужен нахуй вам этот, блядь, открытый мир? Зачем? Да, но ты не решаешь амбициозную задачу, а сделать нормальную игру, у тебя есть другие тайтлы у Ubisoft, у тебя есть Assassin's Creed Mirage, пожалуйста. Тебе выходит игра, которая принесет тебе денег, ты знаешь, что она хорошо продастся, ты знаешь, что она сделана. И часть своих ресурсов, отдельная команда, ты отправляешь на изучение возможностей сделать игру, в которой будет еще больше, One Step Beyond, что называется, понимаешь? Дима, а представляешь, какое количество сейчас больших издателей судорожно, судорожно закрывает свои Metaverse проекты? Читоверс? Подожди, есть разница. Metaverse и все остальные проекты, они не характерны для тех компаний, которые его делают. Ну, то есть, условно говоря, это новое направление, в котором ты что-то новое ресерчишь. Ubisoft это игровая компания, которая делает видеоигры. Здесь они просто идут... А кто должен делать, по-твоему, Metaverse проекты, как бы, компании, которые делают социальные сети? Нет, я не спорю, что наверняка и у Ubisoft есть подразделение, которое тоже там с Metaverse что-то пилило и такое, типа, а, все понятно, до свидания. Ты же помнишь, что вот буквально недавно, буквально, мы еще обсудим этот момент, но буквально недавно они тут говорили о том, что у них в одной там мультиплеерной онлайн-игре появится кроссплей со стриминговыми платформами, а потом, оп, уксринг, стадия закрылась. Нам очень хорошо пишут. Да, другая там стриминговая платформа закрылась, и с кем у вас появится кроссплей, простите? Ни с кем, но при этом целая команда над этим работала, и я уверен, что целая команда работает над Metaverse, а потом Metaverse схлопнулись, всем стало внезапно неинтересно этот момент. И перезапустили Бьенгу Дунгер. Да, и они такие, хм, пойдем, да, переделаем, классно будет. Потому что нам человек пишет в комментариях на ютубе, я когда работал в Юбис с 18 по 20, Бьенгу Дунгер 2 был своеобразным внутренним мемом. Такое чтилище. Ты знаешь, куда отправляют людей, которые, которые не выпустили для Радуги в срок, да. Уходишь такое делать, да, уходишь делать, помните, раньше мы рассказывали в подкасте еще давно, что в Юбисофт был специально отдельный этаж, куда отправляли людей, которые, как бы, ни над чем не работают, но увольнять их нельзя по европейским там, типа, законам. И они, как бы, сидят, они как будто бы работают, ты в офис должен приходить, но формально никакой реальной работы у тебя нету. И, как бы, ты так пару-тройку-четверку там месяцев делаешь, а потом тебя в итоге пускают на какой-нибудь очередной Assassin's Creed, вот, или там какую-нибудь очередную Гост-Рекон что-нибудь там, вот. И, мне кажется, возможно, они просто поняли, что что, они просто так-то сидят. Вот, вот они этаж и запрягли, собственно, отсюда перезагрузка. Но, завершая эту тему, я вам могу сказать только одно. Мы все равно видели геймплей, как геймплей, ин-энджин, футаджи Beyond Good and Evil 2 больше, чем у... Больше, чем что? Чем у Фейбла. У нас, у нас просто зум у Макса отрезал, знаете, как вот, знаете, хруст бумажки. Да-да-да-да, мусором пошуршал, да. Да, что-то проперделся такой, короче, или еще что-нибудь, и он такой, типа, как у... Назали как у Фейбла, да, как у Фейбла. Слушайте, в любом случае, короче, ждем новостей хоть каких-нибудь и по Фейблу по Beyond Gundam Devil 2, потому что, если честно, это игры, которые, так скажем, внушают надежды. Если честно, хотелось бы, хотелось бы, мне вас, я к вам вопрос. Я к вам вопрос. Ты проходил Beyond Good and Evil 1? Нет, конечно. А ты играл в него хотя бы? Да. Тебе понравилось? Ты знаешь, она была уже в тот момент, когда я в нее играл на Xbox 360, она уже тогда была устаревшая. Старенькая. Вот. Но при этом есть хорошо сохранившиеся старые игры типа того же самого Dreamfall, не Chapter, а просто Dreamfall. Есть даже Фейбл, например, первый самый Фейбл, который все равно... Он до сих пор довольно милый, как бы, да? А с Beyond Good and Evil что-нибудь так. А Beyond Good and Evil вот это из тех игр, которые в нее очень хорошо сохранились. Просто у меня возникает логичный вопрос. Я понимаю, что она культовая, я понимаю, что многие люди ее очень любят, но она же провальная. Нет, с Beyond Good and Evil есть момент, я вот хотел сказать. Мне эта игра очень нравится и очень близка, потому что тогда, когда я хотел очень стать журналистом и пойти работать на телестудию, она вышла и она была про журналиста. И ты там реально ходил, занимался расследованием вот этим всем. Она на меня очень большое впечатление оставила, хотя я понимаю, что она кривая коса, играть сейчас в нее, конечно, что очень тяжко. Но эта игра, ее Ubisoft тошнит отчасти из-за того, что она оказала огромное влияние на Ubisoft. Я вам объясню, почему. Для Beyond Good and Evil был разработан движок, который назывался Jade Engine. Так. И Jade Engine это движок, на котором сделаны все игры Ubisoft до первого Assassin's Creed'а и многие игры Ubisoft даже после. Но они же придумали Enfield, по-моему, для Assassin's Creed. это развитие Jade Engine'а, но тем не менее, Jade Engine стал вот этой функциональной основой для компании. На этом движке был сделан Принц Перси, вся трилогия. На этом движке были сделаны Марио Кролики, точнее, Марио Кролики, а кролики, которые потом уже там укочевали куда-то. Ну вот это хорошо коррелирует с тем моментом, что вот они сейчас делают условно И вторую часть они видят точно так же, не как игру, которая станет коммерчески успешной, а как игру, которая именно техбазу очень сильно подвинет вперед, как ты сам Тимур верно заметил, отрисовать космос. Бля, пацаны. Это такой внутренний муншот, наверное. Возьмите меня менеджером в Ubisoft, я приду вам, короче, перезапущу еще раз разработку, сделаю игру а-ля God of War и Fallen Order, все это сделаю на движке Snowdrop, соответственно, как у Division'а, красивенько, клевенько, с волюметрическими туманчиками там и прочее, и как бы все это будет классно, клево, круто. Она выйдет в лопнице, тебя спинком погонят нахуй за Ubisoft. Бля, чувак, поверь мне, я сделаю так, что нихуя не в лопнице, я тебе еще рекламную кампанию захуярю такую, что у тебя все будут просто говорить, пищать кипятком, будут тизерить эту игру таким образом, что за каждый скриншот будут люди бороться просто. Типа возьмите меня в Ubisoft. Да, 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 это просто, да, пожалуйста, возьмите меня в Ubisoft. Полшоты когда начнешь лепить, скажи мне? Легко, завтра. Напиши мне, я тебе сделаю. Знаете, знаешь, типа, типа, антропоморфик, типа, антропоморфик, пигмен, холдинг, бластер, октана. Октейн 8К, да, реалистик, да, 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 да. Ну, типа, и потом уи сверху налепливаешь, короче, и заебись. Слушайте, я поиграл на неделе в игру, которая ровно, похоже, таким образом создавалась. Тут наш, наш один слушатель, очень, очень, что называется, наш давний патрон, занес на Yonkway. Эта игра называется Evil West. Это такой типичный AA проект, который выходит непонятно зачем под Новый год of War. Вот, и это, это совершенно потрясающая игра, потому что она длится 8 часов, примерно на 6 часов дольше, чем должна. это такой шутер-слэшер, то есть там есть часть, где надо месить кулаками, и часть, где надо стрелять. Она происходит на Диком Западе с вампирами. Это вот к вопросу о маркетинговых активностях, да, я про нее вообще впервые услышал на стриме у Макса. Да, так вот, дайте я продолжу. Это игра от польских разработчиков уже такой, красно-белый флажок светится, да. Издатель Spiders какой-нибудь? Нет, издатель Focus Home, но это близко. Фокус, да, ну, Spiders Focus, I'm here. Да, значит, короче, это совершенно прекрасная и замечательная игра, ты там сидишь с блокнотиком, ну, это мы слямзили отсюда, это мы слямзили отсюда, это мы подсмотрели тут, это мы подсмотрели здесь, и если говорить про анимации подбора предметов, залезания по цепочкам и там залезания по горам, это они поиграли в God of War, там просто по-фреймово. Она, кстати, очень похожа на God of War и, знаешь, на какой-нибудь Uncharted условный. Да, но проблема в том, что эта игра сделана по лучшим, худшим штампам стартовых игр для Xbox 360. И, например, что-нибудь так? То есть, там есть эта фирменная зелено-красная гамма. Я сейчас вижу оранжевую гамму. Значит, там есть фирменный ядовито-оранжевый огонь. Так. То есть, эта игра, то есть, раньше как у нас было, у нас игры стилизовывались под пиксельное инди, под воксельное инди, потом они открыли вся эстетику первого Quake, и сейчас очень много бумер-шутеров имитируют ранее 3D. Да? Значит, потом еще что-то. Это первая ретро-игра, которая, вот, я просто не верю, что нарочно можно сделать так плохо, которая стилизована под бюджетные игры на Unreal Engine 3. А вот возникает вопрос, а это плохо? Ну, то есть, как бы в современном... Да! Да, это плохо, потому что эта игра, она хороша с какой позиции? Она заставляет вас вспомнить, почему вы были счастливы, когда закончилось поколение Xbox 360, и почему люди в штыки приняли The Order? На мой взгляд, конечно, излишне враждебно, но тем не менее, да? Потому что она повторяет все эти штампы, идиотские триггеры, которые не срабатывают вовремя, арены, на которых тебя запирают, и тебе надо делать три добивания на всю игру, значит, четыре вида оружия на всю игру, а, кстати, тебе надо пробежать под напряжением, чтобы открыть ящик, но у тебя есть таймер, через который напряжение кончается, не забудь перепрыгнуть через укрытие, про которое мы тебе не говорили, кстати, покатайся на тележке, а вот сегмент с турелью... Так, подожди, все то, что ты описываешь, происходит в God of War Рагнарог, вообще никакой разницы нет. Я просто, если честно, смотрю сейчас на игру и вижу, что это, это, блядь, реально God of War. Это такой, типа, God of War с пушками, и типа, в таком вот... Она не ощущается даже близко, как God of War. Но визуально выглядит прям, видно, что прям, блядь... Они, да, они референс... Подоставлялись явно. Референсно очень хотели получить God of War, а на деле они получили, я не знаю, какой-нибудь, как эта игра, господи, называлась? Dark Void, вот. То есть, это такой типичный бюджетный проект на Unreal Engine 3 с абсолютно чудовищным сюжетом, не менее чудовищными диалогами, абсолютно идиотскими местами, ассетами, совершенно идиотским геймплеем, который буквально за час кончается или за два. Но самое прикольное, там есть две вещи. Самое прикольное, это Production Values и это кооп. Как сделан кооп? Ну, может, я на секунду перебью. Знаешь, на что похож вот сейчас тот геймплей, который показывается у нас на видеоверсии, он дичайший мне лично напоминает вот эти фейковые ролики, типа, а что если Red Dead Redemption 2 перезапустить на Unreal Engine 5, как это могло бы выглядеть? Фейковые такие, знаешь, игры, которые как бы не игры ни хера, а собраны из ассетов на Unreal Engine, там, чисто для ролика под YouTube. Очень похоже на это. Ну, то есть, как бы, видно, что старались под AAA. Если честно, такой motion blur, что я только смотрю на видео, меня уже тошли. Ну, короче, прикол не в этом. Там есть два момента. Первый, как там сделан кооп. Мы пробовали кооп с приятелем. Значит, мы оба совершили эту ошибку с этой игрой, но это тупо вторая модель того же самого персонажа, и такое ощущение, что это мод, который прикрутили в самый последний момент. Потому что у второго игрока не сохраняется прогрессия. А то есть второй игрок просто бегает тем же самым мужиком в шляпе. Да, да, один в один, Слушайте, в самом деле, это довольно такая распространенная история. У большого количества игр за последнее время делали такую тему, что, типа, ты так заходишь, типа, помог своему дружбану, и все. Ну, тут весь, весь так называемый калп так называл. А вторая история? А что ты так сильно бомбишь? Ну, то есть, вторая история, она просто сделана плохо. То есть, вот ты играешь в нее, там плохой арт, там плохой. Ты знаешь, я просто не видел такого уровня халтуры очень давно, которая бы прикидывалась настолько компетентной игрой, потому что вообще эта игра это очень компетентная студия. Сейчас она выглядит неплохо. Ну, по крайней мере, то, что я вот вижу. Она выглядит как говно, поверь. Ну, ты, чувак, ну, вот мы смотрим видео, как ты играешь. Нет, нет, стой, стой, ты первый час в нее играешь, первые два часа в нее играешь, вроде ничего, а потом ты начинаешь в нее играть дальше, и становится все очень плохо, понимаешь? Нет, я не понимаю, ты мне не объяснил, вот ты меня не убедил, давай, убеди меня. Ты говоришь плохо, но не объясняешь почему, что не так. Потому что выглядит вполне нормально. У тебя на всю игру три рукопашные атаки на всю игру. Так. Это заебывает? Да, игра идет 9 часов, тебя это заебывает уже за 30 минут. У тебя на всю игру три вида огнестрельного оружия, которые вообще никак не отличаются и никак не дамажат врагов нормально. Не знаю, выглядит как претензии, такие уровни... Да ебка, давай, давай я тебе объясню. Смотри, God of War Ragnarok. Три вида оружия на всю игру. Все. Ну, давай побольше. Три вида атаки на... Побольше, побольше. Сильный удар, слабый удар, две магические атаки. Нет, это не так работает, Дима, вообще. Ты сейчас типичным передергиванием занимаешься. Я не могу передать фил от этой игры сейчас через отзыв, но если вы на 70 с копейками положительных отзывов в стиме купились, не покупайтесь. Две трети этих отзывов, я их специально посканировал, они написаны по первым двум часам игры. И первые два с половиной часа кажется, что игра хорошая. Вот. Кажется. Только игра ни хера не... Да, только игра ни хера не хорошая. И чем дальше она идет, тем хуже становится, потому что в определенный момент у разработчиков кончается бюджет, и это видно. Ухудшается качество ассетов, половина моделей превращается в спрайты на фоне. Но самое главное, появляются механики, знаешь, с какой целью сделаны? Тупо растянуть геймплейное время. Ну, то есть тебе надо открыть три замка, для этого тебе надо от терминала донести до рубильников электричество на таймере. Это не сложно. Но это сделано специально, чтобы ты три раза сходил туда-сюда? Или, например, бэктрекинг, когда ты из одного мира возвращаешься в другой, потому что у тебя нет того оружия, которое тебе еще дадут, да? Нет, вообще не так. Ты сейчас, ты сейчас боксер подорвется, просто на жопаной тяге улетит из подкаста. Давай, не перегибай палку. Ладно, ладно. Я понял, что тебе не понравилось. Короче, я ее не советую. Несмотря на то, что у нее позитивные отзывы в стиме, не покупаетесь. Вот серьезно. Это было прям, прям восемь часов страдания. Большое спасибо тебе, Женя, за то, что ты занес на лонгплей. Я считаю, что этот стрейт-геймпасс непонятно, какого хера она вышла. Да, она вышла не в геймпассе, если что. Вот это странно. Я уверен, что она там появится скоро, в ближайшее время. Так что, вы особо губы не раскатываете. Я пока жду Gotham Knights в геймпассе. Очень жду. Будет стопудово. Или PlayStation вот этом вот. Я все время забываю, как подписка в PlayStation называется. Плюс Deluxe. Deluxe, точно. Я тебе могу сказать, что я, например, в свое время не стал покупать себе Mass Effect Legend Edition и думал, ну, когда-нибудь, что-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь, вот это все, короче. Ну, вот что, на следующей неделе выходит в PlayStation Plus Mass Effect Legend Edition, и я такой, да. Как будто будешь играть в Mass Effect, come on. Да я бы хотелось, честно, переграть. Я очень любил ошибываю на Switch, знаешь, сидишь в красоте, а на Switch'е его нету. В смысле? Со Switch'ом Mass Effect нету Legend Edition на Switch'а. Ты уверен? Да. Он бы там пошел бы 100%, но его не стали делать. Давай так. Уверен, что, скорее всего, это связано с тем, что он на картридж не залезает. Ну, ладно, мы в любом случае со Switch'ом сегодня еще поговорим, обсудим интересные всякие штуки. Давайте вернемся к нашей извечной теме. Ну, а мы так уже заебались с ней, это по поводу Microsoft, Sony и британских регуляторов. Давайте мы сделаем следующее. Первое. Дело в том, что Димка тут написал довольно клевый документ, в котором расписал выдержки из двух мощных документов, которые предоставил, соответственно, и Sony, и Microsoft британскому регулятору, для того, чтобы рассказать свои позиции. Можно я немного предыстории, да, Давай, лирическое отступление. Лирическое отступление. Я читал этот текст два дня, потому что там было два документа, которые Microsoft и Sony отдавали британским регуляторам, и, соответственно, первый документ, это где-то примерно по-моему, 20 страниц у Sony, где они описывали свои опасения, и 111 страниц у Microsoft, в котором они на эти опасения отвечали. И, значит, забегая вперед, объясню, в чем смысл. Я два дня читал всю эту историю, орал гиеной просто от позиции Sony, потому что они такую хуйню там редкостную писали, но больше всего я проорался от позиции Microsoft, потому что они отвечали не менее тупорылую херню на все опасения. И забегая вперед, могу сказать, что вся эта разборка, она может пройти мимо вас, но в ней есть два важных момента. Первый важный момент. GTA 6 выходит в 2024 году. Потому что в документах Microsoft четко написала, что в 2024 выходит новая GTA, а она будет супер-пупер классной игрой, и она будет подо все. Классно будет, если она будет в геймпассе, но не факт. И второй момент, там была дата релиза Elder Scrolls 6 примерная. Да, да. Но она была заделана квадратиками, и мы знаем, что это четыре цифры, соответственно, это от 2023 по 9999 годы. Нет, это просто это года по летоисчислению Амриэля. А, или так, да, какая там уже девятая, десятая эпоха, я уже не помню. Да, 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 да. Это то, что вам надо знать и все этой движухи. Все остальное, что там описано, это просто комедия, самая настоящая, потому что обе компании занимаются ну просто клоунадой самой настоящей. Они прибедняются, они говорят о том, что во всем, абсолютно во всем виновата вот та сторона, вся сторона, но только не мы. Кто угодно виноват, но не мы. И, значит, самая мякотка, которую там обсуждали, значит, Sony говорит, что вообще, во-первых, во-первых, если Microsoft купит Activision Blizzard, то Call of Duty будет абсолютно ограничена одной платформой. И игрокам придется, если они хотят поиграть в Call of Duty, покупать дорогущую Xbox, которая стоит аж 450 фунтов, и это дохера, и это дорого, и это ухудшит пользовательский экспириенс. Ну, то есть, вот примерно такая риторика. Самое смешное, что когда читаешь ответ Microsoft, они говорят, блядь, абсолютно то же самое, только про эксклюзиву PlayStation. И они говорят, если вы хотите поиграть в God of War, а God of War крутая игра, то вам придется покупать дорогущую PlayStation 5, которая стоит там еще сколько-то там фунтов. Ну, поскольку дело происходило в британских регуляторах, естественно, там фунты. Дальше. Значит, опасения Sony. Microsoft владеет Азуром, соответственно, это облачные вычисления, а поскольку они, по сути, монополист в облачных вычислениях, то это все повлияет на возможность конкуренции со стороны PlayStation. И так далее. На что Microsoft на голубом глазу абсолютно вот просто честным лицом и открытым сердцем говорит, что на самом-то деле мы не используем Азур для облачного стриминга Xbox, поскольку он работает на наших обычных консольках. Инстансах, да. Мы консольки разворачиваем в северную стойку, и вот они как-то работают. Азур вообще здесь не при делах. И когда речь заходит про стриминг, они такие, ну, да, мы оказываем как бы услугу облачного стриминга другим организациям, в том числе той компании, которая, например, делает облачный стриминг для Nintendo. Там есть компания, которая называется Ubium, или U, как-то так она называется. Да, это подразделение, по-моему, то ли Tencent, то ли еще как-то. Да, и причем, они, кстати, используют еще и Alibaba Cloud, я тоже очень удивился. Да, потому что Tencent. Да, да. Мы, конечно, оказываем такие услуги, но на самом-то деле, не, мы не монполисты, не, не. Давайте начнем с того, что у нас в Великобритании очень мало дата-центов под азур, прям просто вообще ноль целых хуй десятых с гулькин хер, и то на нем запускает, что Excel и все тормозит, ну то есть вот примерно такого рода риторика там. Дальше Sony рассуждает о том, что Microsoft в прошлом, в прошлом вела очень порочный бизнес-практики, то есть покупала компании, чтобы избежать какой-либо конкуренции с их стороны, а потом их закрывала и ничто не говорит о том, что он не будет делать так в будущем. И весь поинт Microsoft по сути сводится к трем пунктам. Во-первых, они на голубом глазу утверждают, что контент Activision Blizzard не так уж и важен. Да, колда не такая уж и хорошая игра, посмотрите, как плохо продался Vanguard. И тут, поскольку это, вы должны понимать, что эти аргументы писались где-то месяц назад. Да, до выхода Modern Warfare 2. И Modern Warfare такая 2. Ой. Вдруг момент произошел просто. И самое спешное, что Microsoft обещает сохранить этот контент на платформе PlayStation после заключения сделки, но не хочет подписывать никакие документы. Это Sony этого опасается. На что Microsoft отвечает, что ну вообще-то, вообще-то мы как бы готовы и публично наши топы, вот есть Фил Спенсер, есть там наш CFO, как это, Chief Manager, короче, финансовый директор. Financial Officer, Financial Officer. Финансовый директор, да, вот он тоже там в интервью каком-то то сказал. И, соответственно, Сатя Надел тоже там что-то говорил про эту всю историю. И не стоит воспринимать эти интервью как, типа, такую отписку. На самом деле это и есть позиция компании. В принципе, они вполне логично утверждают, что типа, ну раз Фил Спенсер говорит в интервью, что вот так, значит, так и будет. А что Sony приводит аргумент, что все эти заявления в прессе, они никакого отношения к финансовой стороне дела не имеют, поскольку у тебя нет на руках бумажки о том, что ты готов это делать. Короче, все это можно очень долго расписывать, потому что, если вы не читали в нашем канале, я там написал здоровенный гигантский пост, сами все имеют историями, которые там происходили, там очень смешно, мне очень понравился тейк по поводу того, что Activision Blizzard на самом деле не самый большой в мире издатель, ну то есть это такая, типа, знаешь, маленькая инди-компания, маленькая инди-компания, сколько там, 5% рынка, херня какая-то, по господи, это значит, если по нижней границе судить, ну 5-10, ну может быть 20, ну все равно ерунда же, ну не с тоже, а уж если брать только одну единственную Великобританию, тут вообще херня какая-то собачья, мне нравится, что они, знаешь, в каждом своем аргументе приводят аргумент, что для Британии вообще никаких проблем нет, то есть как бы очевидно, что... Ну это потому, что британский регулятор, да, очевидно, что, мне просто интересно, а вот этот тейк, он же не пройдет в американских регуляторах, а в Европейском Союзе, там Еврокомиссия... Да, что-то как-то немножко непродумано, но неважно, короче, вот они так прибедняются, и Sony, и Microsoft, и это со стороны выглядит просто очень смешно, ну потому что просто странно. И есть пару тейков, которые меня заинтересовали. Во-первых, Microsoft уверяет, что в Call of Duty нет ничего важного или же значимого. Значит, смотрите, следите за логикой. Значит, логика следующая. Call of Duty не самый популярный шутер. Самый популярный шутер это бесплатный там Apex Legends, CSGO, да. Там условно, да, CSGO. Как, кстати, CSGO, серьезно? Вот. То есть это не самая популярная игра в этом жанре. И вообще, в принципе, шутеры это не самый популярный жанр, поскольку переводится, значит, статистика из UGO, это такая, типа, по-моему, как это британские... Это британские госуслуги. Да. Типа, что вот есть определенная статистика по жанрам, и вот есть там жанр экшен-адвенчер, он на первом месте, это экшен, чаще всего, от третьего лица. На втором месте спортивные игры, то есть всякие FIFA, NFL там, NBA и так далее. И только на третьем месте шутеры от первого лица. Только на третьем месте. То есть не самый популярный жанр. Поэтому Call of Duty не так уж и сильно важна. Я думаю, что на этом месте адвокаты Sony просто чайкой орали, потому что... Ну, в итоге... Так и было, скорее всего. Они в этой бумажке объясняют регулятору, что это не совсем так. Поскольку Call of Duty важна, она заряжает пользователей на действия, там, купить скин, купить там Battle Pass, купить там, допустим, игру не на платформе PlayStation, а на платформе Xbox, потому что там есть какие-то кодпоинтс и так далее. На что Microsoft отвечает, что вообще-то, вообще-то, во времена релиза, вот раньше, когда у нас было маркинговое соглашение между Call of Duty и Xbox, и все вот эти маркетинговые активности, там, типа, купи скин, купи Battle Pass и так далее, происходили в основном на Xbox, а на PlayStation позже, то это не драйвило людей покупать Xbox, то есть это было не так уж и важно. Ну ладно, окей, предположим. Дальше, Microsoft сравнивает Call of Duty с Minecraft, с Rocket League, с NBA и с GTA. И делается вывод, что это примерно игры одного порядка. Ну, то есть плюс-минус. Аргумент Sony следующий, то, что Minecraft, это, во-первых, игра, хер знает с какой летней давности, она детская, она не для, там, огромного количества игроков, которые, ну, тупо взрослее, да. Второй момент, то, что это игры не одного порядка, то есть колда в разы, в разы больше, как по прибыли, так и по количеству игроков. И следующий поинт, который приводит Sony и на который опровергает Microsoft, это то, что вот Nintendo же может без Call of Duty, ну, на них не выходит, значит и Sony сможет. То есть, как бы, ну, в чем проблема? Ну, будьте своими эксклюзивами людей заманивать, там, а не колдой, например. Короче, они долго обсуждают Call of Duty, на что Microsoft отвечает в своих вот 111-страничном документе, что дело вообще не в Call of Duty, дело исключительно в мобильной разработке. И вот есть King, и вот мы пытаемся выйти на новый рынок, вот мобильная разработка, это классно и круто. У меня возникает вопрос. Если King так важен, почему никто из мобильных издателей не пишет вам, что, типа, ни в коем случае нельзя покупать King? То есть, они дураки что ли все, или что? Зачем покупать Activision Blizzard, купить у них King? Ну, то есть, как бы, здесь другой вопрос. Я уж не говорю про тот факт, что основной претензией, например, у британского регулятора является облачный гейминг. Тут очень интересная история. Обязательно почитайте вот эту гигантскую выкладку от Димы. Сейчас не будем вам ее пересказывать. Простыня такая, да. Да. Но вообще у регуляторов есть очень интересная позиция. Сейчас сделку Microsoft очень подробно рассматривает три регулятора. Мы сейчас не говорим про всяких мелких, типа, там, сербов каких-нибудь или бразильцев, которые вообще нерелевантно и с радостью все одобрили, потому что они в своей стране в последний раз игровую консоль видели, это Дэнди была. Вот. Но если говорить про серьезные истории, во-первых, это ЦМА, это британцы, это Еврокомиссия, которая запустила подробное расследование и до следующей весны отложила любые результаты. И самое главное, это Американская Федеральная Торговая Комиссия, FTC. Да. И у них есть очень серьезная проблема. Точнее, не проблема, а то, как это расписывает Bloomberg с позиции FTC. Как FTC видит эту сделку? И FTC видит эту сделку с той позиции, что сейчас облачный гейминг никому не нужен. Но через 5-10 лет он может стать очень нужен. И это поглощение опасно с точки зрения того, что Microsoft превентивно ликвидирует конкурентов на этом рынке с позиции силы. И поэтому, если Microsoft сейчас в моменте совершит это поглощение, то тогда конкуренция через 5-10 лет, когда она будет важна, она будет хуже. Вот в чем история. Потому что регуляторы они прикидывают на разбеге не в 2-3 года, как это делают Microsoft и Sony в своих документах, а из разбега 5-10 лет. У них другой горизонт планирования абсолютно. Это первый момент. Второй момент, как бы Сатьяна Деллу не улыбался, как бы Фил Спенсер не давал веселое интервью, как бы Twitter и Xbox не постил худи для геймпадов, на самом деле у сделки большие проблемы, потому что пошли слухи, что сейчас Microsoft будет давать письменные концессии о том, что они будут идти на уступки. То есть они будут подписывать бумаги. Да, им надо это сделать до января, то есть вот у них остался по сути декабрь, сколько там рабочих, 20 рабочих дней, да, там плюс-минус. И им надо успеть до января подать этот документ, потому что все это расследование, оно затянется явно до марта, как минимум. И им, как бы, один из инсайдеров того же Bloomberg пишет о том, что вообще-то есть такое подозрение, что Microsoft может серьезно пойти на уступки в этом вопросе. И одним из вариантов он называет следующий момент, что Sony и Microsoft подпишут лицензионное соглашение о том, что Microsoft, когда она купит Activision Blizzard, обязуется в течение 10 лет подряд выпускать контент Activision Blizzard на платформе от Sony, от PlayStation. не только Call of Duty, вообще весь контент. То есть, по сути, на 10 лет ты запрещаешь Activision Blizzard делать эксклюзивы для Xbox. Это, с одной стороны, крутое соглашение, и я думаю, что, наверное, в силах Sony на это согласится. Но тут есть как бы важный нюанс. Во-первых, не Call of Duty единый, поскольку у Activision Blizzard много разных франшиз, много разных интересных проектов и так далее. Может быть, они не нравятся лично вам, но в целом они приносят бабки. И такая компания, как Sony, вряд ли будет задумываться о том, что произойдет там, условно, через 10 лет. За 10 лет может все что угодно поменяться. Может, самой компании Sony за это время не будет уже 10 раз. Или компания Microsoft. Или компания Microsoft, да. Поэтому, подписывая такие сделки, ты как бы, ну, соглашаешься на что-то другое. не факт, что это поможет. Возможно, это поможет успокоить немного регуляторов. И регуляторы посмотрят на это как бы сквозь пальцы, да, и скажут, что окей, хорошо, давайте покупайте, у вас все будет классно и замечательно. Но, здесь есть такой момент. Мы уже обсуждали в прошлом подкасте, что вот есть FTC, который в Америке занимается регулировкой BigTech. И, кстати, с очень высокой долей вероятности иск они все равно подадут. Да. Такая еще история. И они готовят иск и есть подозрение, что неофициально, по крайней мере, у администрации Обамы, ой, фу, господи, Обама, Байдена. По Фрейду, по Фрейду, нормально. В администрации Байдена есть к BigTech большие претензии. И вот эта сделка о покупке Activision Blizzard, она будет заблокирована в любом случае, вне зависимости от того, одобрят регуляторы, не одобрят регуляторы. Просто для того, чтобы BigTech поставить на место. Это не только Microsoft и Activision Blizzard, это еще и Apple, в первую очередь, которая самая дорогущая компания на рынке. Это и всякие Амазоны и так далее, и тому подобное. То есть, это может легко произойти. Еще такой важный момент. Activision Blizzard, на самом деле, тут немножко обосралась на фоне всей этой истории. Они немножко поссорились с китайцами. Самую малость, да. То есть, чтобы вы понимали, основной рынок World of Warcraft сейчас это Китай. До половины юзер-базы Вовки сидит в Китае. В Китае огромное количество людей играет в Diablo. В Китае огромное количество людей до сих пор нажимает в StarCraft. И что сделали Activision Blizzard? Разосрались со своим китайским партнером в лице компании NetEase. Да. И фактически NetEase полностью прекращает распространение всех игр Activision Blizzard в Китае. И важно это с той точки зрения вот почему. Что это не такая история, как типа компания ушла из России там или еще откуда-то, ее теперь продает местный дистрибьютор или наоборот. Отвалился местный дистрибьютор и она теперь может работать напрямую. Это Китай. На каждую видеоигру надо получить лицензию. С каждой видеоигрой надо ходить в правительство. И делать это могут только местные компании. Потому что у них есть вот этот вот рычаг местности и вообще в целом. Они как выступают для правительства Китая, для товарища Си, как гарантия, что там не будут шутить про Винни-Пуха. И сейчас этот гарант отваливается. Полностью стираются абсолютно все аккаунты. Если что, все теряется. То есть это не то, что мы закрыли сервера, но вы все перенесете. Вы ничего не перенесете. И новости это на самом деле очень плохие для Activision Blizzard, потому что они потеряют поток денег из Китая. и там есть слухи, что очень некрасивая история произошла между директорами. Потому что директор NetEase написал у себя в соцсетях, что я, конечно, был бы рад оставить эту сделку в силе. Мне самому очень нравятся эти игры, я обожаю в них играть. Но из-за какого-то придурка в Activision Blizzard написал просто из-за какого-то придурка. И я тебе могу сказать так, что а не факт, что это речь идет про главу Activision Blizzard Бобби Котика? Нет, нет, нет. Возможно, он написал это про СИИ. Нет, нет, нет. Как тебе теория Загора? Поскольку он не вяжет валенки где-то в Уйгурской автономной области, он имел в виду именно Бобби Котика, и тому есть косвенное подтверждение отряда источников, что да, именно из-за Котика сделка рассыпалась. Потому что Котик хотел от NetEase получить предоплату. Вот, то есть он захотел, чтобы NetEase как бы платил авансом, вот, и в такой конфигурации, опять же, у вас только что рухнул китайский рынок, и не... Понимаешь, чем дальше длится эта сделка, тем сильнее Microsoft переплачивает. Вот что я хочу сказать. То есть потому что бизнес Activision Blizzard становится меньше. Это очень грустно. Но, кстати, знаешь, что смешное, вот в том разборе, который я писал по поводу данных, которых они писали битанским регулятором и прочее, там Sony сказала честно, что у Microsoft в... как он называется, господи, в Game Pass что-то, по-моему, кажется, миллионов пользователей, сейчас тебе скажу, сколько... 30, 30, 29, они говорили, 29. Да, 29 миллионов подписчиков у Game Pass, а у PlayStation Plus миллионов. Ну, то есть там все замазано квадратики, непонятно сколько. Что существенно меньше. При этом ты читаешь отписку Microsoft, а там написано ровным образом, только наоборот, просто вообще наоборот другое. То есть у PlayStation Plus по мнению Microsoft 50 миллионов подписчиков, что, соответственно, меньше, больше, чем 29. То есть два раза меньше. То есть одна компания тебе говорит одно в официальных документах, предоставленных государственным чудовником, другая компания тебе ждет прямо противоположное. И как ему, блядь, верить в такую ситуацию? То есть кто врет? Обе компании врут? Самому себе. Ну просто это странно, нет? Ну конечно. И да. Просто самое интересное в этих условиях, они дурят не только регуляторов в документах, а сейчас есть слух, что якобы The Game Awards пропустят и Sony, и Microsoft. Они не будут делать там громких анонсов, чтобы не напрягать регуляторов. Нет, Sony там явно появятся, а вот насчет Microsoft пишет, как у нас замечательный геймранд, что, мол, есть такой шанс, что для того, чтобы британские регуляторы не слишком возбуждались на тему новых эксклюзивов, ну то есть вдруг, не дай бог, завтра выходит Тодд Говард на сцену в TGA и говорит, что, чуваки, Elder Scrolls 6 выходит только на Xbox, больше нигде. И британские регуляторы такие, ой чё, это же большой эксклюзив, и как бы на этом всё заканчивается, да. Но дело даже не в Тодд Говарде, скорее всего, так и будет. Он тут, кстати, пришёл в подкаст один к Лексу Фридману и знаешь, что сказал? Он сказал, что мы ПК-шная компания, мы долго делали игры чисто под ПК, и поэтому Xbox для нас типа как второй дом. Ну, по архитектуру схожи, и так далее. Из чего многие люди сделали вывод, что Starfield не выйдет на PlayStation 5, потому что он чётко сказал, что пока что планов по издательстве игры на PlayStation нету. Ну, то есть, условно, она выходит там, не знаю, в ноябре следующего года, да, и очевидно, что она выйдет только на Xbox и в геймпассе, но не выйдет там на PlayStation. Из чего многие делают вывод, что Elder Scrolls 6 тоже, когда она там выйдет в 2000, году, тоже не выйдет в PlayStation. Но это что касается Bethesda, да, которую Microsoft уже купила. Так вот, поговаривают, что, возможно, есть какой-то эксклюзивный проект Activision Blizzard, про который она хранит молчание у всех этих регуляторов и все прочее, который разрабатывается эксклюзивно для Xbox. и вот если ты сейчас во время разбора этой антимонопольной сделки выйдешь такой на ТГА и скажешь условно, я не знаю, давай предположим, какой это может быть эксклюзив, самый крутой назови. Ну, я не знаю, Diablo 5. Diablo 5, да, выходит только на Xbox, то, естественно, тогда у регуляторов возникнут вопросики. Вот поэтому у Microsoft сидит тише воды ниже травы и на ТГА, возможно, не привезет вообще ничего. Вот такой вот тейк. Ну, я не знаю, даже как на это реагировать. Не, мне просто кажется, что все эти телодвижения, даже если они имеют место быть, в чем я, сомневаюсь, они немного бесполезны с той точки зрения, что, как мы уже верно заметили, это показательное дело. Да. Сейчас для многих регуляторов это не вопрос бизнес-сделки конкретной. Это вопрос просто принципа дать биктеку по рукам. А здесь еще игровая индустрия, она очень удобна тем, что она немножко сбоку стоит. Вот. И ни на что напрямую не влияет. От того, что Activision не станет Microsoft'ом, колда не перестанет выходить. Вот. Это не поглощение там, я не знаю, реклам на рекламном рынке, на рынке устройств. Вот. Это очень удобное мишень. Я думаю, федеральная комиссия торговая точно по этому прогуляется. И здесь важный момент, который надо понимать. Эта сделка сейчас идет по тому же треку, по которому сейчас идет сделка с... Точнее, по которому шла сделка NVIDIA ARM. NVIDIA не запретили покупать ARM. Но просто от нее потребовали таких уступок, что сделка потеряла смысл. При этом тема Microsoft сказали, что они готовы на вот эти самые уступки. Если что. На какие? Ну, на какие-то. В этом-то и прикол. Регуляторы пока не выкатили свои уступки. То есть, они пока ничего не сказали. Microsoft пытается наперед что-то предсказать. Но если им завтра скажут, что колдыня должно быть в геймпассе, какой смысл? То есть, какой смысл тогда в этой сделке? Кстати, самая смешная текка на эту тему, которую я читал в этих игрожурских сайтах очередных, что типа жадная Sony не пускает геймпасс на свою платформу. Извини, прости, пожалуйста, а с каких хуев она должна это делать, но и Microsoft не пускает PlayStation Plus на свою платформу. Ну да. Как бы да. В чем, блядь, люди очень часто в фанбойстве они забывают о том, что любая абсолютно компания, что там триллиардные капитализации, типа Microsoft или там Apple, что там какая-нибудь Sony, та же самая, что Indie Studio, что ООО Ромашка у вашего подъезда, они создаются не для того, чтобы оказывать услуги какого рода или создавать продукт, они создаются в первую очередь для того, чтобы заработать бабок, блядь. Это единственный и важный момент для создания абсолютно любой компании. Если компания... Ну я не согласен, потому что когда ты все-таки занимаешься каким-то бизнесом, ты все-таки в первую очередь любым бизнесом, ты все-таки в первую очередь изначально, ну как бы в идеальной какой-то там типа вселенной, но многие люди следуют этому пути. Пытаешься сделать продукт, который тебе нравится, пытаешься решить какую-то проблему, которую ты знаешь, что она существует, и параллельно заработать денег. Да, параллельно заработать деньги основная цель этой конторы. Нет, для многих компаний зарабатывание денег является способом выжить и продолжить свою деятельность, понимаешь? То есть неся какую-то некую миссию. Но в основном, давай уж будем честны, это все-таки характерно для небольших компаний. То есть, ну так скажем, крупные компании зачастую уже перестают этим руководствоваться, потому что как только ты становишься открытой публичной компанией, и у тебя появляются инвесторы, соответственно, владелицы твоих акций, твоя задача теперь как бы максимизировать эту самую прибыль, максимизировать... Акции ебнулись, инвесторы ушли, ты работаешь в минус, денег тебе никто не дает. Что ты будешь делать? Да, да. Ну, я просто о чем говорю, что как только ты становишься открытой компанией, да, то все, у тебя уже как бы только вперед, только бизнес, только рост выручки, и все. И тут уже как бы без вариантов. Резюмирует вопрос, любая компания хочет заработать бабла, и хватит фанбойствовать. Что Sony прибеднялась в этих историях, что Макасо... Да нет, конечно, это исключительно вопрос денег и лицемерии, это самое смешное в этой истории. А говоря про эксклюзивы, можно какие угодно приводить примеры регуляторам, ссылаться там на какие-то... на какое-то качество, хреначество. У нас тут покемон новый, это та игра, где, короче, у вас там глаза из моделей выпадают. Макс просто о чем говорит? Дело в том, что новые покемоны, которые прям нормальные, условно такая номерная часть, ну то есть это не какое-то не какое-то там ответвление, не спин-офф, ничего, а прям вот типа новый номерной покемон, только вместо цифр типа цвета, вот, как обычно. Прикол в том, что игра вышла неоднозначной, потому что там количество багов просто запредельное. Ну то есть это уровень Киберпанка 2077. Так, тоже хуже местами. То есть там прям геймбрейкинг баги, баги смешные, баги не очень смешные, баги просто пиздецовые, ну то есть баги просто адовиши. Но, как вы знаете, поскольку это покемоны, то вот вы можете зайти на любой реддит, на любой твиттер абсолютно, где люди приходят и говорят, бля, смотрите, какой пиздец. И им берут и говорят, ты как, ты, ты, я получаю от игры удовольствие. 300 часов на ПК своем играл. Понимаете, ни одного бага не встретил, вот. Ну то есть примерно ровно такого же уровня апологенства, типа, ну и что, что-то через карту провалишься, ну и что, что там сейвы стерлись, ну и что, ну подумаешь, блядь, я получаю удовольствие от игры, а ты не получаешь, ну, а хули ты пишешь говно про мою любимую игру, а? А? Сука. Братан, ну мы тут сталкивались кучу раз, а покемоны, кстати, самый большой запуск покемонов вообще ever, что он называется. Да, самый большой запуск эксклюзива вообще любой платформы ever. Да, то есть, чтобы вы понимали, что, вот, представьте себе, что выходит Cyberpunk 2077, все про него пишут, что, бля, ребята, это ж пиздец, ну, типа, пиздец, и потом выходит CDPR такая говорит, ну, пиздец-то пиздец, а 50 миллионов копий мы продали, покемоны продались за три дня десятью миллионами штук, только в одной Японии четыре ляма сразу же продали, за три дня, даже не за неделю. За три дня десять миллионов копий за три дня, это самый быстро продающийся эксклюзив ever вообще в истории игр когда-либо созданных. То есть, ни один эксклюзив Sony, Microsoft, ничего, ну, то есть, как бы мы не берем в расчет, типа, игры мультиплатформенные, а именно эксклюзивные, никогда в жизни не продавался так им. А вот God of War Ragnarok, он каким-то тиражом продался. Не смог продаваться. Не смог продаваться. Но он, нет, он пять миллионов за три дня был. Да. То есть, как бы... За неделю? За три дня. 5,1, вот я смотрю, у нас новость, 5,1 миллион копий за первую неделю тираж был. А за неделю? Ну, то есть, как бы, не покемон, чувак. А вот, если был бы God of War А3 и God of War соответственно, Kratos... Да, 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 и голову Руби, да. Тогда, может быть, может быть, как бы, и вот, понимаешь, в одном ты играешь, типа, за Кратоса с А3, а в другом за А3 с Кратосом. Блин, ты сейчас так точно описал релизы покемонов. Я, честно сказать, когда я этого не знал, я думал, что вот есть, там, условно, покемон Пикачу, покемон Айви, да, вот, помнишь, выходили, да, разные? Я думал, что в одной ты играешь у тебя только один главный покемон, да, там, типа, а в другой играешь, типа, там, в другой главный покемон. Нет, они отличаются только тайтлскрином, блядь, больше, сука, ничем. Это абсолютно одинаковые игры, которые просто покемон в другой игре, только второй, другой покемон. Но все равно вроде как. По сути это влияние на это же игра, это вот, знаешь, это прям идеальный вариант. Надо сонни предложить эту идею. Или, или, Microsoft'у предложить идею Starfield для Xbox и Starfield для PC. Знаешь, чем отличаются? Бажами. Короче, в одном один корабль, в другом другой корабль, в одном ты играешь за героя, которая с одной планеты, а в другой за герой, с другой. Нет, просто у тебя, у тебя в одной они проваливаются через, а в другой они падают с неба, то есть там спазм на разных уровнях. Слушайте, понимаете, вот помните, в Mass Effect'е вы изначально у Шепарда выбирали его судьбу, а нужно было просто три разных Mass Effect'а, где каждый Шепард с разной судьбой, и у тебя разные идеологии, понимаешь, как бы, у тебя разные персонажи, все. Три Mass Effect'а, три разного цвета, зеленый, синий и красный. Собери их всех. Мы сейчас закатимся до того, что у Gran Turismo 7 должно быть 850 изданий, где у тебя на каждой издании одна машина. Блин, это очень круто звучит. Смотри, Gran Turismo... Теоретически, ты можешь купить любую, а все остальные машины либо зарабатывать, либо, соответственно, но разблокированный первой машиной будет вот так. Блин, это звучит очень круто. Потому что это единственное, что у тебя продает. Или представь себе, ты покупаешь Call of Duty, да, условно, а у тебя только одна пушка, а все остальные пушки тебе надо, бля... Все круто, ходишь с пистолетом, да. Сука, это же круто. Блин, бесконечные возможности для монетизации, да. Я хотел бы еще... И вы, кстати, про активный блин, успели. Мы закончили, да. Вот, вы рассказали про их замечательную китайскую историю, нет? да. Вот, короче, смотрите, давайте тогда заканчиваем потихонечку с этой темой, но как бы мы хотели одним глазком... я тебя перебью, да, можно? Да, буквально одним глазком, подождите, как бы, закончим всю эту историю про ТГА, как бы, во-первых, во-первых, знаете, как мы уже сказали, во-первых, как обычно, появилась картинка, якобы, где якобы есть логотипы игр, которые покажут, короче, и я вот сегодня писал пацанам, что на самом деле... Хочешь, чтобы я ее показал на стриме? Не, ну, ты можешь показать, но это бессмысленно, как бы, я хотел сказать, знаете, такая, типа, картинка, The Game of Wars, там, та-та-та-та-та-та-та, типа, там, опенинг-найт-шоу, там, вот это все, вот, и, и, типа, логотипы игр, и, типа, все такие, так, бля, что ж там покажут, там, реально, да, а я, вот вам могу сказать, что, в основном, в основном, да, надобности в создании такой картинки, вот, вот в том виде, в котором она существует, где, опенинг-найт-лайф, десембер-шесть, The Game of Wars, фьючер-тайтлс, там, и прочее, надобности в целом в создании такой картинки, ну, с продуктовой точки зрения, ни внутренней, ни внешней, ее нету. А если ты каким-нибудь инвесторам показываешь презентажку? Она будет выглядеть по-другому. То есть, например, у тебя не будет опенинг-найт-лайф, десембер-шесть, как бы, там, в правом верхнем углу с минимальным отступом. Это восьмерка. Восьмерка. У тебя не будет в целом вот такой вот картинки, понимаешь? У тебя будет подписи, обязательно, как бы, ну, там, типа, с какой-то текстом. Я тебе могу сказать, что даже самые крутые, самые высокоуровневые презентации для инвесторов и так далее выглядят в Срата, во-первых. А во-вторых, там куча текста, который тебе не нужен. Разбивая твой поинт, я видел точно, блядь, такую же презентацию в финансовом отчете Sony для инвесторов, в котором ты правильно говоришь, там, текст, 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 цифры, 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 а потом хуяк, типа, логотипы разных игр, которые они выпускают. И обязательно подписи, которые проговаривают, что здесь сейчас находится, зачем, почему, какая, чего, как для чего, понимаешь? Меня больше смущает на вот этом, я уверен, просто на 100% уверен, что это фейковая история. Да, у меня два вопроса к этой картинке. Первый вопрос, какого хера там написано opening night life? Opening night, ну, то есть, типа, ночь, когда, типа, начало, да, типа, открытие некого мероприятия, The Game Awards проходит за одно мероприятие. То есть, у тебя opening night life должна тут же closing night life, должна закончиться. Потому что они, по сути, эту историю, когда делали скриншот, вот этот вот, взяли из Gamescom, но забыли, что opening night life, это была история, которая открывает Gamescom, а здесь открывать ничего не надо, так что они просто проебались по фактике. Ну и говоря про то, что здесь написано на этой картинке, Redfall, очевидно, Dragon Age Dread Wolf, это якобы новый Dragon Age, ну, то, что там будет Dread Wolf, мы знаем. Его уже анонсировали именно таким образом. Да, мы знаем из концовки, собственно говоря, Dragon Age Inquisition, Death Stranding Part 2, мне кажется, уже и так все понимают, что пока что DGA, это просто даже к гадалке не ходи. DLC Golden Ringo, Bane of Disputant, название дёцкое, так что хуй с ним. Возможно так и есть. Возможно так и есть, да, Forspoken, понятно, давно про неё не было слышно, Alien Prometheus, это якобы новая игра во вселенной Чужого. Aliens. Aliens, да, причём S, так хуёво нарисовано, что прям видно, что оно просто вставлено, посмотри. Бля, чувак, они просто взяли логотип, мне кажется, фильма Aliens, и к нему прилепили просто логотип Prometheus. Нет, S какая-то, ну, не важно, может мне так кажется, но вот. Final Fantasy 16, да, очевидно, потому что она в следующем году уже выходит. Dead Space, вообще нет смысла показать, потому что она вот уже в марте, там, да, и когда она там выходит. Wulong Fallen Dynasty, это китайская игра про этого, про, как он называется, господи. Путешествие на Запад, одна единственная история в Китае, да. Не, на самом деле в Китае 4 романа классических, 4, и один из них это Путешествие на Запад. Ну, то есть, про него тоже известно, что там какой-то пиздец ад в разработке, она вряд ли выйдет в следующем году, ну, то есть там, все отложили. Jedi Survivor, мы тоже про него слышали, Hogarth Legacy, понятно, Pragmata, это та игра про маленькую девочку и космонавта, которая делает Capcom, якобы. У меня возникает вопрос, а что здесь делать Returnal? На ПК. Типа на ПК выход, да? Тогда она была в низу написать 4PC. Да, я тебе могу сказать, по поводу Dead Space, ты зря говоришь про него. А, ты забыл еще про Турок, что это будет якобы, типа, и Hellblade 2, естественно, да. Да, а по поводу Dead Space ты зря говоришь, потому что, смотри, на фоне Калисто Протокола Dead Space въебал говна просто по-страшному, потому что, что показывали тебе про Dead Space? Тебе показывали концепт арты, а вот мы делаем правильный звук, а вот мы сделали красивенький такой вот вентилятор, из него дым идет, короче, ну то есть полную поебень тебе показывают эти дневники разработчиков, нахуй никому не нужные. Они недавно показывали геймплей. Чувак, он был вообще считать, что его не показывали, там почти ничего не было. Нет, они показывали как раз то, что он типа переделанный по сравнению с оригиналом. Это был прям такой тизерный тизер, как бы, в котором толком ничего не показали. Им нужно слепить сейчас трейлер, чтобы это было не хуже, чем Калисто Протокол, а это очень сложно будет им сделать. Понимаете, что на Калисто Протокол въебали такое количество говна, что они в Нью-Йорке на Times Square рекламируются? Такое количество бабок вбухали. Чувак, когда у тебя одна из самых прибыльных игр, блин, в истории по БГ, у тебя есть бабки на то, чтобы захерачить все, что ты хочешь вообще, понимаешь? Ты понимаешь, это как, на самом деле, вот, например, когда в World of Tanks выпускались, и как бы, вот ты, ну, берешь и делаешь, они же там сейчас несколько шатанов делают, они же там несколько игр делают, и если у чего, ну, вот они захотят запустить крутую игру, то по идее, по идее, они могли вполне бы спокойно тоже понапокупать кучу инвентаря и вообще так красивенько запуститься, но что-то мне подсказывает, что возможно, из всех шатанов будут запускаться, знаешь, на уровне, как какой-нибудь Warface, так типа, очень тихонько и очень непонятно как. Ну, не знаю, я просто к тому, что, смотри, Калисто Протокол, это игра нишевого жанра, это холлор, который типа как бы Dead Space, понятно, что фанатский хайп силен, но играть в него будет далеко не такое количество народу, как там условно в God of War, а бабла в рекламу, они вбухали так, как будто это новый ААА просто там. Я считаю, это очень важно для Крафтона, это важный проект, потому что Крафтону важно выйти за пределы PUBG, и даже если они не продадутся гигантским тиражом, если они даже просто выйдут в ноль, это уже будет хорошо, потому что это даст студии возможность не студии одной игры, точнее даже не издатели одной игры. Да, не издателем одной игры стать не зависит, например, от Tencent, если что, PUBG, бабки основные приносят не на компьютерах, а на мобилах, а мобильный PUBG, PUBG, это Tencent. Это не Крафтон. еще смущает, это тоже Tencent. Мы, кстати, вот с вами обсуждаем количество протокола, я могу сказать, что она же выходит уже на сайт недели, и есть некие подозрения, поскольку игражурам буквально вот чуть ли сегодня, то ли вчера дали только коды, они явно не успеют пройти игру к моменту ее релиза, и, соответственно, все ее замечательные оценки и прочее выйдут уже позже того, как игра выйдет. Там сказали, что на релизе эмбарго спадает, но все пишут, что якобы они проебались билдом и дали, они прямо извинились и дали технический билд, который самый стабильный, который у них только был, и они его дали тогда, когда смогли, понимаешь, потому что они явно проебывались по срокам, и это не то, что игра говно, не то, что какие-то куча багов, хотя мы узнаем, но судя по тому, что уже есть прохождение игры, потому что люди уже купили на дисках ее, понимаешь, говорят, в общем-то, все нормально. Ну, то есть, как бы, как бы, я могу сказать так, никогда не дрочите на даты релизов, точнее, не на даты релизов, а на даты эмбарго, потому что, как люди, которые мы все втроем были под эмбарго много раз из-за этих релизных штук, по-разному складывается, у кого-то технические версии, у кого-то какие-то косяки, конкретно с тем, что они выкатывают, наоборот, тебе какую-то тестовую сборку, хотя хотели тебе пресс-сборку раскатать, и так далее. И яркий пример, почему не надо бояться там эмбарго впритык, это не всегда плохой сигнал. Doom, вот первый Doom 2016 года. Doom 2016 года у него был тоже та же самая ситуация, и народ такой, ну, бля, все понятно, короче, да. Блядь, игра, бля, ебучее говно, блядь, там Bethesda обосралась, id Software обосралась, все, до свидания. А потом выходит Doom 2016 года, и это, ну, общепризнанный шедевр так-то. У них был очень сложный период разработки, у них там кончались бабки на полпути, и сама Bethesda не была до конца уверена, что игра зайдет людям. Она реально искренне, ну, там, типа, то есть у них были сомнения, что игра вообще в целом как-то нормально выстрелит. Но в итоге выстрелила, понимаешь, поэтому сам понимаешь. Ну, хорошо, может быть, с Колистой Протоколом и так получится. Да. Так, слышите, смотрите, у нас довольно интересная история. Прежде чем ты ее расскажешь, да, я зачитаю донаты. Значит, во-первых, Зомбарь за вместо 150 рублей, привет, мужики, мы обосрались, новая NFS реально хороша. Хорошего вам стрима, пацаны. Я, кстати, еще не играл, но... Я расскажу, я поиграл немного сегодня. А ты добавишь? Она есть. Она есть. Ладно. И он же занялся там 150 рублей, гиперсвежая новость из той же Британии, 130 тысяч рекламодателей и рекламных компаний подали коллективный иск к гуглу на 16,3 миллиарда баксов. Плюс вроде мой донат скипнули, но я могу ошибаться. Да, скипнули. Нет, не скипнули, блядь, я только что его зачитал. А, понятно, понятно все с тобой. Слышите, но интересно, 100 тысяч рекламодателей по какому поводу это подали? Я потому что эти новости не видел, но обязательно почитаем по ходу дела. Сейчас пока будем вот этим всем заниматься, вести подкаст. Антон Дефон занес там 300 рублей. Мужики, спасибо, что вы есть. Не могу посидеть с вами сейчас, послушаю вас завтра в записи. Е-е-е, спасибо, Антон. Ничего, спасибо тебе, да. Чебедох занес на 300 рублей, пришел домой, и теперь можно начать запись стрима с самого начала начать смотреть. Е-е-е. О, ты смотришь с лагом типа в полчасика, в часик, да. Ну все, это все. Слушайте, у нас довольно интересная история. Она, так скажем, не совсем релевантна для России, но, во-первых, нас слушает много людей из других стран. Как бы у нас вообще только из США, по-моему, почти 5% сейчас слушателей. Но она довольно интересная, с какой позиции. Дело в том, что в США сложилась интересная ситуация, когда у тебя некий сервис узурпировал почти все смежные сферы с собой и умудрился совершенно неожиданно, совершенно внезапно для огромного количества людей стать практически полным монополистом, который просто ебет рынок, как хочет. Это то, что может произойти. с крупными компаниями из Big Tech, если они будут покупать другие компании. Ну, типа того, но смысл в том, что мы сейчас хотели поговорить про компанию Ticketmaster. Это, по сути, компания, которая занимается тем, что продает билеты на концерты. Ну, казалось бы, что такого, как бы у нас там и в России, и в СНГ, и в Европе, это вообще миллион таких компаний, которые продают билеты. Ну, ничего такого. Но суть в том, что у Ticketmaster довольно интересная судьба. На данный момент, на конец 2022 года, мы пришли к тому, что Ticketmaster стал, по сути, мало того, что одним из крупнейших монополистов на площадке концертной, и, по сути, он их или выкупает, или арендует, или, как бы, таким образом блокирует, что артисты просто в обход него не могут этими площадками воспользоваться и сделать там концерт на каком-то там стадионе, в крупной арене, или еще что-нибудь в этом роде. И, кроме всего прочего, Ticketmaster еще и подсаживает на эксклюзивы различных звезд о том, что, типа, только мы будем продавать твои билеты, и больше никто вообще. Вообще существуют другие компании. Да дохера их существует. Их, на самом деле, дохера существует. Везде. Но Ticketmaster их просто выжимает с рынка, потому что, когда у тебя крупные звезды, типа какой-нибудь условный Тейлор Свифт или какого-нибудь Гарри Стайлза, на которых, ну, нам-то похуй, но огромное количество народу хочет на них попасть, а у тебя эксклюзивом продают только Ticketmaster эти билеты, то дело в том, что Ticketmaster, как бы, по сути, будучи таким, знаете, своеобразным уруборосом пидораса, они что делают, короче? Они берут... Название подкаста у нас срочно поменяется. Да, я прямо сейчас переписываю. Короче, смысл в том, что они приходят, по сути, к звездам и говорят, что типа, пацаны, ну, мы эксклюзивно продаем ваши билеты, но, как бы, давайте мы будем устраивать систему такого, по сути, бидинга на билеты, и, как бы, мы не будем продавать за три секунды, как бы, да, все билеты всем желающим, а давайте сделаем так, что эти билеты, ну, будут продаваться, как бы, подороже. Ну, люди же, как бы, давайте испытаем, насколько люди вас любят, насколько они хотят, как бы, там, типа, попасть на ваш концерт, ну, как бы, зачем продавать билеты за 200 долларов, если можно, допустим, типа, последние билеты продавать подороже, ну, они же самые последние, значит, наверняка кто-то захочет их подороже купить. Звучит, как гемблинг из экстра степс. Ну, примерно, как бы, и в итоге эта ситуация доходит до того, что условный билет на Тейлор Свифт, который должен стоить 500 долларов куда-нибудь с Сан-Франциско, начинает стоить 24 тысячи долларов. Чего? Вне зависимости от места, да, то есть это просто билет. Да, просто билет. Вот. И, как бы, ты такой, типа, сидишь такой, чё, блядь, как бы, и ты хочешь попасть на концерт Тейлор Свифт, ну, понимаешь, в чём прикол? Дело в том, что у тебя единственный монополист только продаёт эти билеты, потом у тебя условно Тейлор Свифт хочет попасть куда-нибудь на концерт и организовать его в какой-нибудь крутой классной площадке, сорян, но монополист на эту площадку тоже другие компании, и это та же компания, которая продаёт билеты, если что. И потом выясняется, что, в общем-то, у тебя эксклюзивы на артистов у компании, эксклюзивы на площадке у компании, и, как бы, эксклюзивы на все промо, на все, там, промо-активности партнёрки тоже у компании, и внезапно, знаете, такой, выходит антимонопольная служба, хлопает глазами и такая, а что это у вас тут происходит? А ей там просто уже пару лет как просто в рог трубят, знаешь, там в ухо, пиздец, я, кстати, смотрю, что 10 лет назад Тикетмастер купил некий такой же сервис, который называется Life Nation. Да, в том числе, вот. И как, антимонопольная служба одобрила всю эту историю? Да, и, собственно, именно поэтому антимонопольщики сейчас и хотят, вот на фоне в том числе истории с Тикетмастером, а почему Тикетмастер вообще вошёл сейчас в инфополе, Тимур не сказал, потому что Макс с концертом Taylor Swift, когда она пыталась продать билеты на своё шоу, и все начали просто охреневать от коэффициента, и это стало очень большой медийной историей. И антимонопольщики, в том числе, на фоне этого скандала, почему вообще про это рассказываем, в том числе, они говорят, вот FTC, по крайней мере, по источникам Блумберга, принципиальная позиция с такими монополиями, как Тикетмастер, мы никаким Activision, Blizzard и Microsoft объединяться не дадим. Ну, просто, Макс, к чему всё это ведёт? Что, по факту, у тебя антимонопольщики сейчас в состоянии немного проебавшегося. Да, они провинились, они просрали этот момент. И поэтому они теперь врубают такую, знаете, своеобразную, как бы, дабл рейдж, понимаете, как бы, на любые подобного рода мерджеры, и, ну, по сути, слияние и поглощение на сделке, да, M&A. И у нас сейчас ситуация, когда под горячую руку с Тикетмастером могут попасть другие крупные компании, в том числе ещё и Facebook и Google, возможно. А Apple? Нет? А Apple, как бы, нет, она довольно, понимаешь, она компания, которая не контролирует большую часть рынка. Понимаешь? То есть, можно сказать, что в США, допустим, там, половину рынка, условно, мобил контролирует Apple, но другую половину контролирует Google. То есть, такая дуополия у тебя. И, как бы, при этом Google ещё контролирует не сам, а с кучей других компаний. Понимаешь? То есть, они, как бы, все вместе. А Тикетмастер просто вообще всех выжил. Понятно. Прямо ситуация прям пиздосий, как бы. Ну, то есть, прям совсем тяжело. А Google у тебя... Откуда у тебя, какая у тебя депрессия? Пиздосывая! Да, 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 так и есть. Короче, в общем, с Тикетмастером довольно интересная история. Почитайте вообще в интернете, что сейчас про него пишут. Огромное количество политиков начинают потихоньку сжать эту тему, как бы, прям по-серьёзки. И, скорее всего, скорее всего, на Тикетмастер могут сейчас департамент юстиции США прям нормально так наехать. Вот. И, соответственно, FTC, которая, это федеральная торговая комиссия, ну, там, условно, антимонопольные их службы, может прям нормально так жестко по ним проехаться. Поэтому мы будем тоже внимательно следить, что происходит. Ну, и будем надеяться, что после этого, как бы, ну, немножко попустится Тикетмастер, потому что билеты по 24 тысячи долларов, или, как мне показывал мой друг из Нью-Йорка, что, типа, на Гарри Стейл за самый хуёвый билет стоил три тысячи долларов. Отлично. Ну, ты такой просто, что? Типа, что? У тебя стул, ты за колонной сидишь, да? Типа того, да, короче. И еще и ресел работает, то есть, как бы, люди реселят билеты вообще со страшной силой, знаешь, как NFT-шки, просто по огромной сумме денег, вот. Короче, это... это новое NFT, понятно. Ну, типа того, как бы, это, на самом деле, довольно всрато и отвратительно. Кстати, давайте поговорим про то, что неотвратительно, ну, в какой-то мере. В смысле? Ну, смотри, в какой-то мере. Нет, у нас, для нас эта новость, на самом деле, близка, потому что мы все трое контент-криэйторы, мне она, наверное, даже поближе, чем вам, потому что мне всегда очень хотелось, чтобы завтракаста появился витюбер, но это, на самом деле, дико геморройно, это надо настраивать, и заказывать художнику, и там вообще много возни, с Life 2D, я пока не знаю, я не умею, честно вам скажу, но... Макс, я очень надеюсь, что тебе кто-то нарисует шар с Виборга, и ты будешь витюбером... это было бы охуенно. На самом деле, я хотел витюбер, что для Алены сделать, у меня была такая идея. Помнишь, там будет, зацените гнома, и там такое... Да, зацените гнома, и там гном пьет яд, да. Но, короче говоря, рынок витюберов, он не очень актуален для нас здесь, в Европе, не очень актуален в США, но он страшно популярен на Западе, ой, на Западе, в Азии. В Азии. Это действительно огромный рынок, вплоть до того, что ютюберы, это мощный маркетинговый инструмент для продвижения, это очень мощный инструмент. Если вы смотрите аниме, вы по-любому знаете парочку ютюберов, потому что их сейчас зовут на озвучку аниме, их сейчас зовут промо-аниме, и так далее. Вот. И ютюбер, это такая аватарка, где тебя трекает, как бы, камера, она трекает твое лицо, но это самая обычная камера, если ты по понтове, ты, может, сделал себе сетап на основе условного кинекта, который с камерой глубины добавочной, да, с лидаром. Но это все еще трекинг по камере. И одна большая проблема, это то, что нет фулл-боди трекинга. То есть, когда хочется, например, провести там, я не знаю, условный стриминг рисования, очень многие мангаки, это тоже забавный, бесполезный факт, сегодня у нас, сегодня у нас такой подкаст забавных, бесполезных фактов, он с этого начался, этим продолжится. Очень многие витюберы, это альтер-эго, манго-художников, и они себя рисуют прямо на стримах, то есть, есть куча мангак, у которых есть свои витюберы. И они как бы хотели бы всегда это делать в полный рост, и именно для этого Sony, неожиданно абсолютно, это был такой рандомный анонс из ниоткуда, анонсировал достаточно крутую историю, это устройство, которое называется Мокопи, или именно, типа, Motion и Копи, то есть, копия ваших движений. Это набор датчиков, которые вы размещаете на своем теле, то есть, такие, как смарт-часы, по факту, браслетики, то есть, на руках, на ногах, и с помощью мобильного, с помощью мобильного приложения, только мобильного приложения, все это трекается в полноценном виде, как мокап-костюм. Всего 6 датчиков. Это стоит всего 300 баксов, самый дешевый мокап-костюм обойдется вам в 3000. Это рассчитано на работу со смартфона без базовых станций, базовые станции для мокапа еще надо где-то разместить, и самое главное, вся эта история, она работает в один клик, и она сразу же транслируется в VR-чат, она сразу же отдается в открытые форматы данных, то есть, у вас нет проперетарной экосистемы, за которой это заперто, это все сразу отдается в открытые стандарты. И пока все думают, о, наконец-то, витюберы будут, теперь у нас полный рост, нет, это еще прикольнее, потому что, на самом деле, мне кажется, если эта история взлетит, ну, или, по крайней мере, станет умеренно популярной, представляете, какой простор это откроет для инди-геймдева? Ну, знаешь, мы вот обсуждали в прошлом подкасте, что сейчас трекинг есть даже по камерам, то есть, не нужны никакие устройства, которые стоит покупать. Он не очень точный, я еще раз повторюсь. А это, по-твоему, точная история? Чувак, там, на самом деле, нейросети такие охренеть точные делают покапы, как бы, шесть человек в кадре. Да. Так что, ты даже не представляешь. Проблема в том, что это постфактум делается. Здесь же прикол маккопи, то, что это делается именно в лайве. То есть, на стрим. Да, это делается в лайве, это делается очень клево. И, как бы, мне кажется, просто тот факт, что технологии, которые казались нам еще пять лет назад космосом, который в белой комнате находится, да, и они уменьшаются до маленькой коробочки с шестью датчиками за 300 баксов, сам факт этого очень классный. Если вы увидите где-нибудь там пляшущую собачку через пять лет на канале Завтра Каста, знайте, это не я. Я видел пляшущую собачку на канале Завтра Каста, только ее голову четыре года назад, когда мы делали какой-то стрим, и ты ставил себе этот трекинг по камере, по глазам он тебе да, 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 да. У меня был как... Ну, что-то было, если честно, не очень, так что давайте ждем, ждем вот, когда Максим нормально оденется. Ну, почему? Подожди-ка, мы возьмем... Нахер это надо, блядь, вот тебе. Подожди, мы сделаем модельку. Знаешь-ка, причем как, смотри, Дим, сейчас, которые нам помогут во всем процессе. Смотри, мы берем фоткой Макса, так, потом берем, типа, его прогоняем через какую-нибудь условную там призму или еще через что-нибудь, короче, в полный рот. Ловная призма дами коммунизма. Короче, мы его берем и как бы делаем какой-то стиль, типа, условно, придумываем, да, там, сто вариантов. Выбираем, допустим, нужный нам, мы такие, во, все, прикольный герой, получился такой, типа, анимешный Максим с какой-то придурью, типа, аля Шрек, да, после чего берешь эту картинку, короче, загоняешь ее в, у меня есть целых две нейросети, которые позволяют из этого сделать такую базовую 3D-модельку, после чего ее аккуратненько подчищаешь, потом загружаешь ее в сервис, который, как бы, ты буквально просто показываешь, типа, риг, очень простенький скелет, скелетал риг в этой модельке, и нейросеть, типа, условного муваи, короче, тебе берет и делает вообще полную модельку, после чего ее подцепляешь к этой вот сониевской поебени, и все. Слишком сложно, но здесь слишком много шагов. я имею в виду, что, типа, модельку создать по максу, как бы, по, я просто видел, как вот это делает сейчас, есть такой сервис, который делает геймассеты, типа, на основе, соответственно, трехмерных моделей, там чувак научился делать бесконечное тебе количество, например, воксельных картинок, типа, для стратежек, например, маленьких этих, как зданий для базы, которые он просто генерировал там в условном миджорне, ну, через стебл дифьюжн, там, типа, со всеми навороченными штуками, воксельные картинки, потом из них модельки делал, тоже с помощью, соответственно, 3D, ну, соответственно, нейросети, чуть-чуть их подчищал, и все, это типа все делалось, там, ну, за час или два он сделал чуть ли там не 100 моделек зданий разных. Ну, это же вообще пиздец. Все почему-то забывают о том, что нейросети нихуя не бесплатные, так-то. Ну, естественно, как бы ты занес денег, типа, сделал это все, как бы, и круто. Да, давай я занесу денег нашему бедному 3D художнику Васеньке, который сидит в своей Турции, пусть он мне делает эти 3D модельки, он классно будет, давай вот так сделаю, бездушный компьютер, он не будет участвовать, ну, практически в этом вопросе. Короче, сделаем из Максима Фури, вот, с Волком, короче, и будет у нас Максим Фури, все, договорились. Короче, пацаны, двигаемся дальше потихонечку, дело в том, что у нас тут Максим хотел рассказать про самый главный хит этого месяца, и это не Гадуфор. Ну, зря смеешься, потому что на самом деле игра весьма популярная, я хотел рассказать про Darktide, в который мы уже гоняли, вы, кстати, можете посмотреть наш стрим, это предрелизная бета была, фактически это был просто ранний запуск на 2 недели раньше для людей, которые уже купили игру. В Warhammer так много разных игр, есть стратегии, какие-то экшены, еще что-то, еще что-то, это что? Это кооперативный шутан на четверых, ПВЕшный, это Left 4 Dead, по факту, это развитие идей Left 4 Dead во вселенной Вахи, и это игра от разработчиков вполне себе успешных Vermintide 1 и Vermintide 2, которые были... Back for Warhammer, я понял. Да. Готов, значит, очень круто, кстати. Да, это, кстати, их собственный движок. Я сначала думал, что они на Unreal игру сделали, нет, нифига, это их, собственно, двигло. И эту игру делает шведская студия, по-моему, у нас шведская, или датская, она называется Fat Shark, и они вот за первые два Vermintide отточили немножко формулу, нашли правильный баланс, как интересно делать вот этот кооперативный геймплей, но у Darktide есть одно очень существенное отличие, ну, помимо того, что это, естественно, вселенная 40-тысячника, и реально очень вкусно изображенная, визуально, звуками, музыка, это, наверное, самое близкое к вахе в плане вот визуальной репрезентации, что можно получить. Послушали кабинет лора, пошли в Darktide, идеальное сочетание, серьезно. Но они наконец-то сделали полноценный огнестрел, потому что если Vermintide были, собственно, про то, что вы молотком там рубите, я не знаю, мечом махаете, иногда магией пользуетесь, в Darktide появилось огнестрельное оружие, и вот оно очень сильно поменяло динамику к лучшему, потому что, во-первых, игра стала динамичнее, заметно динамичнее, во-вторых, там реально охеренно сделан ганплей, когда ты стреляешь из лазгана, это ощущается, что это лазган, когда ты стреляешь из болтера, а болтер это, короче, лазган это лазерная винтовка? Да, 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 это, собственно, зажигалочка у гвардии, вот, а когда ты стреляешь из болтера, а болтер это огромный такой пистолет, который стреляет миниатюрными ракетами, специально для Тимура, это хэнкэн, короче, да, это ракета размером с банку Рэдбула, это патрон, вот, хэнтерпаг, да, 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 короче, болтер шикарно ощущается, и они вот нащупали в игре правильный баланс между рукопашным боем и огнестрельным боем, и вот это ощущается впервые за долгое время, не как игра, которая клонирует Left 4 Dead, пускай очень аккуратненько, как первые два Верминтайда, потому что там даже те же архетипы были, курильщик, танк, ну, ты знаешь, да, здесь это именно развитие, наконец, идеи Left 4 Dead, это развитие очень многих штук, которые, ну, как бы, напрашивались в этом жанре, и геймплейно, она содержит в себе кучу клевых идей, но у нее есть недостаток, ее дело не триплая студия, ее дело небольшая датская студия, и поэтому она глючная, у нее есть проблемы с балансом, у нее есть проблемы с коннектом, прямо сейчас народ не играет, а стоит в очередях, поэтому я очень рекомендую Dark Tide, и я советую посмотреть наш стрим, чтобы составить впечатление вообще о том, что такое Dark Tide. Мне, кстати, интересно, в чем проблема с серверами у них, она же, по сути, P2P-шная, ну, то есть, неужели там какая-то статистика собирается? Нет, там есть общий хаб, в котором ты с другими игроками находишься. А нахуя? Чтобы ваши партия собирается на хабе, идет от хаба дальше на миссии, собственно, как в Destiny. Здесь есть проблема в том, что игра оказалась гораздо популярнее, чем думали сами разработчики, она неожиданно выстрелила, потому что никто не ожидал, Ваха реально нишевая вещь, я здесь не буду спорить с ребятами. Мне кажется, ты не прав, мне кажется, уже как раз наоборот, сейчас Ваха это слишком популярная вещь. Люди изголодались по хорошим кауп-шутерам, а Dark Tide очень хороший кауп-шутер. И мой совет, просто подождать... Она играется шикарно совершенно, кроме шуток, там отличное взаимодействие между классами, то есть, пока доступно четыре класса, грубо говоря, есть обычный солдат, гвардеец-ветеран, он просто стреляет и иногда может рубить мечом. Есть Огрин, это огромный гигант, который, собственно, выступает танком, расширивает врагов. У него оружие предназначено для того, чтобы выкашивать большие толпы, а не точечно лупить. Есть Псайкер, который, типа, бафает команду, это маг. И есть такой класс Зелот, это, типа, чувак, который рубит мечом и который может выцеливать всяких элитных врагов и их убивать. Снайпер, И очень прикольно, что игра работает очень хорошо при любой конфигурации. То есть, вы можете играть тупо гвардейцами, пройти уровень, вам будет сложно. А четырьмя танками можно? Можно четырьмя танками играть. Вам тоже будет немного сложно, потому что вам будет не хватать, например, ветерана, который может издалека выцеливать. Но никогда не получится играть четырьмя магами. И, к тому же, в игре... Я вспоминаю, как в Destiny можно было играть тремя титанами, типа, и заебись. Да-да, здесь все, здесь так же можно играть, но команда, если она собирается из четырех разных классов, она прям вообще неостановима. Это очень клево, потому что взаимодействие хорошее. Мне, кстати, не нравилось в таких вот играх, которые похожи на Left 4 Dead, разделение по классам. Мне вообще казалось, ну не знаю, может быть, это только мое такое мнение, что в таких играх персонажи должны быть абсолютно взаимозаменяемыми. То есть они должны быть одинаковыми, тупо. Они такие же здесь, они взаимозаменяемые, просто меняется ваш стиль геймплея. То есть реально это просто меняет твой стиль игры и стиль игры твоей команды. Игра от этого не становится непроходимой. По крайней мере, мы пока с таким не сталкивались за 10 часов, что я в нее играл. И второй еще момент, который меня очень сильно порадовал, это, конечно, колоссальное внимание разработчиков к деталям в Ахе. Там огромное количество вот всего того, что я рассказывал в кабинете лора, оно просто там есть, оно там изображено. И они еще взяли самый крутой сеттинг. Город Улей. Гигантский город, в котором живет 80 миллиардов человек. Вот. И это полностью там отражено и в музыке, и в визуале, и во всем. И даже мемы там прикольные. Ну, то есть смотри, если ты играешь за Псайкера, а Псайкер это такой чувак, который постоянно находится в контакте с варпом, с местной психореальностью. С магией, короче. Да. Он спорит с субтитрами. В смысле? Ну, в смысле? Блин, это классно. Короче, я горячо рекомендую Darktide, даже если ему плевать на Вархаммер, потому что это реально крутой кооперативный шутер. Лучше вопрос у меня к тебе. А ты играл в какую-то пререлизную версию? Это пререлизная версия, да. Он причем выходит, по-моему, сегодня или завтра. Да он вышел час назад, и сервера упали. Просто подождите два-три месяца, пока выровняют все недостатки, и вы войдете в игру уже без вот этого релизного говна. Потому что все игры Fat Shark так начинали. Лежащие сервера, у нас что-то отвалилось, ой, мы случайно вайпнули вашего персонажа, придите в феврале и спокойно в феврале начните играть. Он напоминает одну другую компанию на Entertainment. Да. Я хотел единственное, что сказать, вы могли неправильно понять Диму, когда он сказал, что типа игры а-ля Left 4 Dead, где есть классы, он не имел в виду, что в Left 4 Dead есть классы, а что в такого рода играх иногда запихивают туда классы. В последнее время это делают, это очень бесит. Естественно, мы знаем, что в Left 4 Dead нет классов, потому что Дима вообще в них наиграл тысячи часов. Да, но последок я скажу, что Dark Tide очень сильно отличается от Vermintide и по динамике, и вот по вот этой взаимозаменяемости, которой, кстати, очень не хватало в Vermintide 2, например. И если вам не понравился второй Vermintide, или вы от него насытились и думаете, что Dark Tide это рискин, это другая игра. Там самое классное, что я расскажу напоследок, там есть такая механика, я считаю, ее должны украсть все. Она называется Toughness. То есть у вашей команды есть такая полосочка типа щита. Ну, вы понимаете, это как щит. И вам сначала должны снести щит, а потом вам сносят здоровье. Но щит этот поддерживается коллективно. Toughness поддерживается следующим образом. Вы убиваете врагов, Toughness не снижается. Вы успешно блокируетесь в рукопашном бою, Toughness не снижается. Но самое главное, Toughness крепче всего держится, если вы ходите вместе. Ага. Игра просто толкает к вас тому, чтобы вы как 4 дебила не разбегались по карте. Напоминает некоторые механики из Raid of Destiny. Вот. И она вас таким образом держит вместе очень хорошо. И, например, рукопашные классы становятся валидны, потому что, да, например, вот тот же Зелот, он абсолютно бесполезен на расстоянии, но когда дело касается того, что он врубается в толпу, и за счет того, что он быстро рубит и постоянно убивает врагов, у него тафтность не снижается. И он может в толпе себя совершенно комфортно чувствовать. И каждый игрок чувствует, что он что-то делает, и у него просто с нихуя не убывает здоровья. В общем, геймплей, она шикарная. К прогрессии есть вопросики, но, к счастью, про это игра не про прогрессию. Если вы вот искали ту игру, которая заменит Left 4 Dead, Dark Tide это самое близкое к этому. Я, кстати, замечу, что она визуально по стилистике очень похожа на Killzone 3. Ну, Warhammer. Ну, типа того, да. Короче, в любом случае я могу сказать, что даже меня стрим и рассказ Макс очень заинтересовал. Я прям подумал, что надо попробовать, когда сейчас чуть полегче станет. Она в пассе есть. У меня есть пасс, но есть проблема. Дело в том, что на Маке параллел все те игры, которые совершенно спокойно идут в Steam, эти же игры в геймпассе, тебе просто Microsoft говорит, а у вас процессор не поддерживается, извините. А то, что в вашем Windows 11 стоит, типа, по сути, опишка, которая транслейтит все эти команды, короче, из X64, из X86, типа, в ARM, ну, типа, извините, мы не знаем, что у нас такая штука есть, а вот Steam знает, например, да, вот Steam умеет, а вот Microsoft не умеет, понимаете? И это, конечно, очень тупо и обидно, поэтому геймпасс, к сожалению, нормально не работает на ARM, соответственно, вот через Бараллелс. А знаешь, что еще на Mac'ах нормально не работает? Что? Давай, давай, давай. Давай, давай. клавиатуры бабочки нормально на Mac'ах не работали. А я говорил, а я говорил, вот я 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году говорил. подарите Тимуру футболку с надписью «Я же говорил, блядь». Да, да, да. Я просто все время думаю, вот ты берешь, ты берешь и говоришь… Он запрашивает эти вопросы, он, блядь, запрашивает. Ну, меня прямо, знаешь, вот, мне прямо обидно от того, что ты ходишь, прямо, знаешь, как такая, знаешь, вот, как вот этот ебанутый чувак такой, как бы, берешь кастрюлю такой, стучишь по ней, да, и ходишь и говорит «The end is night», как бы, да, и вот, типа, говоришь, типа «Блядь, клавиатура, бабочка, говно, А я просто понимаю, что ты хочешь быть ебанутым чуваком, да, в этой истории? это самая «Тачбар, говно», понимаешь? И тебе все говорят «Да нет, ты не понимаешь, это же прогресс, это же вот так все должно быть, это же вот ха-ха-ха, Тимурчик, ты что, ты, наверное, когда флопи диски убрали, тоже там, да, ха-ха-ха-ха-ха, короче, вот там уже так же говорил». Я такой просто «Да блядь, какие же вы долбоебы!» Потом Apple берет и делает ровно все то, о чем я говорю, и ты приходишь и говоришь «Ну я же говорил, а все говорят, ой, ну что ты душнишь, что-то, что ты душнишь, что-то, блядь?» Ну что ты так душнишь? И ты такая, и нивелирует абсолютно все то, что, типа, люди, по сути, говорили тебе, типа, ты, типа, не прав, а ты оказался в итоге прав, а когда ты в итоге говоришь «Блядь, я был прав, а вы были не правы», я говорю «Ну что ты душнишь?» И все перетеркиваю. Потому что ты не даешь людям возможности права на ошибку. Это очень плохо, поскольку, когда ты ошибаешься, ты нихера не признаешь собственные ошибки. В смысле? Я, наоборот, прихожу и говорю, что, типа, «Да, я объебался». И что? Да? И что? Как мы должны... «Да?» «Тимур, мы тебе говорили десять раз ты объебался!» Да, я такой, «Да, я объебался, короче». Что вам стоит тоже сказать, «Бля, ну кто ж знал, что действительно клавиатура бабочка блядь?» «Я периодически так делаю». ни хера ты так делаешь, что когда тебе перед фактом... сделайте кто-нибудь компиляцию, как я так делаю, как бы, как Дима. Перед фактом тебя поставишь, только тогда ты говоришь, «Да, я объебался». Только тогда ты делаешь. И давай, ты понимаешь, что люди меняют свое мнение. То есть, смотри, клавиатура бабочка прикольная идея. Да, не взлетела, да, может быть, там была проблема с производством, но если бы она была сделана нормально... Чувак, там буквально были эргономические исследования, которые говорили о том, что из-за малого хода клавиш и слишком твердых клавиш, у тебя просто буквально, типа, говорили, что у тебя быстрее может артрит в пальцах развиться, чем от клавиатуры, у которых более длительный ход и которая лучше сопротивляется твоему пальцу. То есть, ты нажимаешь, она, типа, ну, точнее, меньше сопротивляется твоему пальцу. Все, блядь, об этом просто все говорили. И в итоге, типа, ты ходишь, буквально стучишь об кастрюлю, говоришь, «Блядь, клавиатура бабочка говно!» Короче, все это мы говорим к чему? Дело в том, что компания Apple против нее подали коллективный иск по поводу этой сраной клавиатуры бабочки, которая в трех итерациях все равно, блин, ломалась от любой крошки, от любой печеньки, там, от чего-нибудь, и они то залипали, то ломались, то переставали работать, то еще что-нибудь такое. Короче, куча народу подала коллективный иск на Apple, по-моему, по-моему, в 2018, что ли, или в 2017 году. Короче, когда-то так дается было. от 19-го года на Apple Insider. Вот. Короче, я помню, что давно подали. В общем, несколько лет назад. 3 года назад. Вот. И, короче, все они бодались, 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 в итоге Apple сдалась. Так. То есть, все-таки, действительно, они сдались и сказали, типа, хуй с вами, вы победили, мы и так уже эту клавиатуру сраную, типа, уже даже ее не поддерживаем, уже вообще другие клавиатуры у нас. В общем, прикол в том, что, кстати, я думаю, что этот момент, когда они перешли с этой клавиатуры обратно на клавиатуре-ножницу, я думаю, что это одним из аргументов в суде стал полюбас. Да. Потому что, типа, ну, компания, блядь, сама признала, что их клавиатура говно и перешла на старый механизм. Я уверен, что судья это тоже полюбас принял в расчет. Короче, смысл в том, что в итоге все говорят о том, что на самом деле сейчас Apple, во-первых, выплатит там кучу неустойок, там всем-всем-всем, но, как вы знаете, им вообще это типа 100 миллионов долларов. 13 лямов под авокатом, 2 ляма судебной задержки, 1,4 ляма административные расходы, все остальное компенсация ответчикам группового иска. Выплатит якобы 50 миллионов долларов. Чискук столько на шлюх тратит просто за один день, мне кажется, поэтому... На мужчин шлюх. Какая разница? И мы не осуждаем. И вот, в любом случае, смысл в том, что людям выплатят немножко денег, но только тем, кто обращался в ремонт. И я подозреваю, что только тем, кто в США. Потому что присоединиться к этому коллективному иску, например, условно из России, было нельзя. А ты подавал? Извините, ты ремонтировал клавиатуру бабочку или у тебя не было вообще? У меня была в моем прошлом, в прошлом макбуке, мне повезло. Оно мне не ломалось, потому что оно делало уже третьей ревизии. Чего ты возмущаешься тогда? Клавиатура бабочка. Она была говно неудобная, мне не нравилось. Пальцы, пальцы. Блядь, чувак, если ты помнишь, я в итоге макбуку вообще положил, по сути, закрыл как системный блок, он у меня работал. И я пользовался внешней клавиатурой, ну, то есть, которую вот напечатал вообще на клавиатуре старые пловские, 2008 года, у которой вот такой, блин, ход клавиш был нормальный. И у меня прям было супер мягко, супер круто по ней, вот они и работают. Сейчас у меня на новом вот M1 Max, который MacBook Pro, здесь хорошая клавиатура, нормальный ход клавиш, нормально все нажимается, куча я периодически крошек, а тут сдуваю с клавиатуры всяких волос там и прочего, ничего, вообще никаких проблем нету. Как бы все хорошо, мне очень нравится. Вот. Короче, пожалуйста, когда я в следующий раз буду ходить с котелком и стучать, вы чуть-чуть посерьезнее относитесь, я иногда бываю прав. Тимур не сумасшедший, Тимур пророк. Автоматически его в ебанько записываешь в этот момент. Я не знаю, знаешь, этот человек был пророком, но люди отвергли его слова, Big Boss, да-да-да-да. Они не любили его, потому что он говорил правду. Да-да-да. Слушай, ну немножко про Apple еще, короче, тут дело в том, что то, о чем я говорил в одном из предыдущих подкастов, когда рассказывал про свой новый MacBook на M1 Max, я же говорил, что типа там, ну поскольку у него очень быстрый adoption rate, практически продали чуть больше 20 миллионов, ну то есть сколько, полтора года прошло с момента старта M1, чуть больше 20 миллионов штук продали, как бы, и Apple единственная компания среди всех топовых вендоров по продаже компьютеров, у которых не спад, а наоборот супер-пупер рост на 40% по поставкам ПК, то есть у них прям супер хорошо эти процессоры M1 и компьютеры на них, соответственно, зашли. И из-за того, что настолько быстрый adoption rate и настолько хорошие, удачные процессоры получились, огромное количество разработчиков наконец-то начало потихонечку обращать внимание на них и такие чесать репу и, блин, ну, наверное, все-таки надо что-то делать. Я уже рассказывал, что сделали RPCS3, соответственно, это эмулятор PlayStation 3, уже здесь выпустили CEMU, это эмулятор Wii U, соответственно, во всякие там Bayonet и прочие всякие там, можно поиграть игры нинтендовские. И, наконец-то, выпустили эмулятор свеча Ryu Jinx, о котором я тоже вам рассказывал, потому что они говорили, что они работают над ним, что они выпустят его на Mac и его, наконец-то, выпустили. Это случилось вот сейчас буквально. Поэтому, если у вас есть Mac на M1, идите, скачайте, по приколу сделайте это. Дело в том, что, если вдруг вы не знаете, как его установить, ну, кроме того, что вы его скачали, распаковали, там еще нужно специально поставить Product Kiss и Title Kiss и, кроме всего прочего, скачать прошивку, найдите видео Эндрю Цай, так зовут чувака, который очень много рассказывает про Mac Gaming. Вот. У него есть видео про Ryu Jinx и у него в описании видео есть ссылки, где скачать все это. Вот. Там есть, надо немножко потанцевать с бубном, как эти ссылки распарсить, потому что, ну, официально их давать нельзя, за это могут по башке дать. Но они нашли очень изящное решение, как эти ссылки дать, но так, чтобы за них не прилетело по башке. Мне нравится, что Тимурчик у нас такое, знаешь, бедное летнее дитя, что он называется. Ага. Братан, это не так работает. Знаешь, как большинство людей ищут себе эмуляторы? Готовая сборка скачать! Еще и на русском языке и находишь ничего. Да. Да. Поэтому я рассказываю, как это все-таки найти правильно. Смысл вот в чем, что Ryu Jinx, соответственно, у него, в чем есть проблема Ryu Jinx, на Mac'е, на M1. Я уже об этом тоже частично говорил. Дело в том, что почти все эмуляторы современные работают на Vulkan'е. Вулкан, как вы знаете, это API, который является логичным продолжением OpenGL'а. условный такой OpenGL 5.0. Условно очень. Если прям. Дело в том, что Mac'ось и в том виде, в котором она сейчас работает и отдает возможность, соответственно, по работе со своим графическим API Metal, поддерживает формально только OpenGL уровня, по-моему, 4.2 или 4.3, что автоматически делает ее, так скажем, Vulkan non-compliant. То есть, она формально не поддерживает полностью Vulkan. Причем, она и так его не поддерживает в чистом виде. И существует только специальный API, который, по сути, интерпретирует на лету команды Vulkan'а в команды Metal'а. Это тот самый внутренний API, ну, альтернатива Vulkan'а OpenGL'а и DirectX'а, короче, только Apple'овский. Вот. И называется он MoltenVK. Типа, ну, VK это Vulkan, а Molten это, типа, как его, расплавленный. Вот. И смысл в том, что MoltenVK довольно-таки, ну, то есть, хорошо справляется с трансляцией Vulkan'а в Metal, но не так хорошо, как надо. Вот. Но есть, как бы, как говорится, очень большие подвижки в этом направлении, потому что, дело в том, что Apple выпустила, соответственно, Macos Ventura, и в Macos Ventura используется Metal 3, так вот, Metal 3, это примерно такой же был прорыв, как между условным таким DirectX 11 и DirectX 12, то есть, они настолько сильно отличаются. И в Metal 3, наконец-то, ввели ту штуку, которой не хватало для того, чтобы нормально транслировать, транслировать все в вулкан нормальный. Там не хватало геометрии шейдерс, так называемой. И вот эти самые геометрии шейдерс, их ввели, наконец-то, в Metal 3. Кроме всего прочего, там еще всякие, свои собственные имплементации ПБРа, глобального освещения, короче, ну и так далее, так далее, так далее. Короче, как только все перейдут на Ventura, а как вы знаете, Adoption Rate довольно быстрый, но нужно примерно год с момента выхода, а вышла она вот сейчас. Вот. Соответственно, выйдет новая версия Molten VK, над ней уже работают, которая будет практически полностью поддерживать вулкан. И все говорят, что это будет прям пиздец прорыв, потому что, ну, типа, скорость работы всех этих эмуляторов увеличится, типа, там, полтора-два раза сразу же автоматом. Я быстро хотел сказать про сам эмулятор, короче, что, короче, я попробовал БН-3. Так. Начал. И она шла местами очень хорошо, а местами так себе. И я такой подумал, блин, ну что она так, в чем проблема, короче. То есть, у тебя все идет заебись. Я могу сказать, что я играю с свечевским контроллером, который я подсоединяю через USB-C к Маку напрямую. Рюджинкс его совершенно спокойно тут же распознает. Вот. Полностью под него все подстраивает, все делает. И, короче, ты вот таки все запускаешь и все идет. Идеально. Вообще, у БН-3 никаких проблем ни с освещением нету, ни с текстуркой. Вообще, вообще все идеально идет. Но есть беда. Я смотрю какое-то видео, и там видно, что чувак играет на Мак М1, Макс тоже, но у него тормозит их пиздец. В чем прикол? Периодически игра начинает статорить жестко. Да, вот. И я такой думал, как бы, что, блин, ну, наверное, наверное, это вот эта проблема с шейдер-кэшами, которые, может быть, там считаются, и, может быть, если, типа, все это там правильно сделать, как бы, загрузить шейдер-кэши уже распакованной, то, может быть, оно все будет нормально работать. И плюс там есть еще проблема с кат-сценами, потому что в кат-сценах начинает постепенно отставать изображение от звука. В какой-то момент у тебя реально персонаж в уху тебе что-то говорит, и через 5 секунд только субтитры появляются, и, типа, персонаж у тебя реально открывает рот под этот звук. Вот. И я такой думал, ну, наверное, типа, окей, сырой эмулятор, не сделали еще какие-нибудь оптимизации под эту игру, там, и так далее. Потом залажу на всякие реддиты, там, типа, и другие форумы, и все пишут, что, блядь, оно даже на винде, даже на 40-90 то же самое происходит у людей. А вот... И у тебя есть, у тебя есть, типа, два выбора. Ты играешь или на юзу, где фреймрейт, типа, 40-50, и игра крашится каждые 2 минуты, или у тебя отстают кат-сцены и немножко статерит на Рю Джинксе, А это конкретно с Байонетой связано? Конкретно с Байонетой. Конкретно с Байонетой, да. Причем, говорят, остальные игры довольно-таки хорошо идут на Рю Джинксе, прямо на Маке, потому что тот же самый всякий Метроид Дредд, Марио Карты, короче, и прочее, все вообще заебись идет. Понимаешь? То есть прям хорошо. Тирби идет отлично, короче, и куча других игр прямо заебись идет. Я пока что решил скачать все эти игры, которые у меня есть, чтобы вы прям понимали, которые у меня есть на Свиче, чтобы, типа, не было как пиратства, а все-таки, ну, ну, так скажем, чисто совесть. Считайте, что я как будто бы их с самого Свича, типа, дампнул, это те игры, за которые деньги заплатил. Просто у меня вполне логичный вопрос. Ты заморачиваешься зачем-то с эмуляцией Свича на... Мне стало интересно. Во-первых, во-вторых, чувак, что я тебе могу сказать? Когда у тебя байонетта идет в 60 фпс 4к, и ты прям, там можно прямо на лету к хоткейме переключать разрешение, ты прям берешь байонету, ставишь, типа, в фоторежим, ну, чтобы была статичная более-менее картинка, и такой, тык-тык-тык-тык, и у тебя, знаешь, такой из каши, такой тун-тун-тун-тун-тун, и такой раз, все заебись. А у тебя еще, ну, у меня еще на Маке 4к экран же, ну, там сколько, 3,5к, да? И ты такой, нихуя себе. Блядь, да прошедший заточек пуш играть нормально, ну, то есть, как бы, 720p, да? И что? У тебя телек, 720p. Ну, у меня на Маке 3,5к, чувак, как вы понимаешь? 3,5к, Тимур, это картридж на Switch только стоит в Казахстане, а на Маке у тебя 3 FPS, я и расинхронно, но расинхронно на байонете, к сожалению, даже на 40-90, вот в чем проблема. Это да, я, собственно, жду, пока починят. Короче, все ждут, когда починят, там говорят, типа, якобы, известная проблема, якобы, как бы, ее там, какими-то хаками и хотфиксами должны будут починить, хз, когда это произойдет, потому что месяц уже, как бы, народ мучается, но я хочу потыкать другие игры, посмотреть, что-то как будет, но сам факт того, что у тебя реально резко, быстро, за буквально, там, год, опомнились все разработчики, такие, типа, о, заебись, короче, и начали выпускать эмуляторы, начали выпускать всякие опишки и прочие такие штуки, ну, это на самом деле круто, и опять же, я уже говорил о том, что, типа, у тебя первые разработчики начали, как бы, из крупников потихонечку портировать игры на Mac, а если уж так посмотреть на индюшатину, то вообще-то дохера уже игры портировали на Mac, я могу сказать, что когда заходишь в топ-продаж Steam'а, и там есть версии под Mac, там, дохера индюшатина, ну, такой, типа, современный, который вот выходит вот прямо сейчас, они сразу Mac-версии делают, и это, ну, внушает некий оптимизм, я думаю, что это хороший знак, и довольно круто будет. Слушайте, мы сегодня еще немножко поговорим про Mac, и про, как бы, особенно GPU на Mac'е, чуть попозже, потому что мы там будем советовать довольно крутую статью, мы сегодня ее обсуждали с Турбоджедаем, я расскажу, до чего мы там дошли. Но давайте, знаете, вот у нас есть две рекурентные заебавшие всех темы. Первая, это, конечно же, Activision Blizzard с Microsoft, а вторая, это Илон Маск и Twitter. Да. И тут, как бы, ничего не поделаешь, но в чем прикол? Дело в том, что давайте кратенько пройдемся. Знаете, хроники, хроники, знаете, скатывания сосиски с горы и превращения в говно, короче. Дело в том, что, во-первых, Маск продолжает увольнение. В Твиттере осталось довольно маленькое количество людей, то есть там, типа, чуть ли не 2000 человек всего. Говорят, даже чуть ли не меньше. Он прям, каждый день приходит новость о том, что уволили еще кучу народу. При этом, параллельно, Маск говорит, да мы сейчас будем нанимать дохера людей. Все будет у нас заебись у нас, все будет очень круто. И все такие, блядь, так чешут репу, нахрена ты увольняешь всех, чтобы потом нанять людей еще раз, как бы, в чем прикол. Ну в общем, Маск, естественно, ничего не отвечает, но, знаете, поскольку у чувака реально маниакальная фаза прямо сейчас, он прям бросается из огня до в полуме вообще во все моменты, типа, давайте заебашим вот это, давайте сделаем это, давайте сделаем то. Кули вы ничего не делаете, я вот сижу в 3 часа ночи и делаю. И в итоге это все приводит к довольно странным, интересным моментам. Например, как вы помните, я рассказывал, когда Маск сказал, что типа, всем вернуться в офисы. Ах, бля, да, сорян, мы же закрыли офис, бля. Ну, короче, не возвращайтесь в офис, короче. Окей, хорошо. Так, пацаны, быстро, все должны прямо сейчас, все те, кто пишут код, мы должны собраться на одном единственном этаже. Вы все должны сидеть в одном open space, обязательно писать код, у нас должно быть dance and intense. Я сейчас не шучу, чувак писал, типа, у нас должно быть dance and intense, короче. Это можно перевести, знаете, как типа, в тесноте и в обиде, понимаете? Прям вот, должны хуярить как не в себя этот код. Посмотрим, что из этого всего получится, но, по крайней мере, на данный момент ситуация такая. Например, знаете, как говорится, бизнесмен из вас так себе. Илон Маск берет и на полном серьезе, получает какой-то очередной совет из твитера, ну, то есть, знаете, кто-то ему что-то написал, а он такой, что, блядь? Выяснилось, что Илону Маску просто огромное количество людей об этом писало, просто куча. Но он только сейчас на это обратил внимание, что оказывается, компания Apple, когда ты делаешь внутри приложенческую инап-покупку, особенно на всякие подписки, берет с этого 30%. А он серьезно не знал про инапы? Он сказал о том, что, блядь, ребята, вы в курсе, что Apple, оказывается, берет секретную комиссию в 30%. Может, он так на публику играет? Ну, типа, по крайней мере, пока он выглядит, как долбоеб, конечно, в этой ситуации, потому что ему, знаешь, сколько накидали скриншотов о том, как Стив Джобс стоит и презентует секретную комиссию в 2008 году на огромном экране, 70% разработчикам написано. Прямо вот так и написано, что разработчикам плачет 70%. Секретная, блядь, комиссия. Нормально, да? Короче, ему просто напихали полную панамку, после чего он говорит, что, как бы, вы знаете, ну, Apple очевидно, короче, типа, пиздец, обувает бедных разработчиков. В общем, короче, ужасно. Мы должны что-то с этим совсем делать. Давайте что-то с этим делать, короче. И, ну, типа, естественно, приходят люди, которые говорят, ребята, знаете, ну, как бы, Spotify же удалось сделать так, чтобы платить отдельно. Я напоминаю, что там огромное количество судов было по этому поводу. Ну, пусть Twitter судится с Apple, чем проблема. И у Spotify был конкурентный сервис с Apple, поэтому, как бы, соответственно, все говорили, что Apple же, по сути, зажимает конкурента, и поэтому, как бы, строит ему... Это был аргумент в суде, типа, и поэтому, как бы, соответственно, суд встал на сторону Spotify, говорит, что, типа, ну, это не конкурентная борьба, так нельзя, типа, поэтому, а ну-ка, быстро разрешили Spotify платить, как хотят. Ну, и в итоге, Apple пришлось на это все-таки пойти. Вот. И говорят, что, типа, у Netflix тоже свои собственные особые условия. Напоминаю, что там тоже было огромное количество борьбы, очень большое количество сложностей, и вообще на Apple всячески давили. И знаете что? Просто об этом никто не говорит, как бы, толком. Мало вспоминают. Apple свои собственные договоренности с Netflix. О чем? О комиссиях, понимаешь? Просто никто не знает, какие именно, но они есть. Просто мы не знаем, сколько Netflix платит за то, что, как бы, они делают это все в обход. Как они это делают? Чего? Ну, у них свои собственные договоренности о своих собственных комиссиях. Я попытаюсь тебя направить в нужное русло, как я про это думаю. Ну, то есть, это не то, что это парт. В смысле, нужное русло? Это ты так думаешь? Ну, в нужное русло мне. Нормально. Ну, давай, давай, расскажи, что думаешь. Ты не думал о том, что Илон Маск это делает специально для того, чтобы продавить такую сделку с Apple. в каком месте Apple является конкурентом твиттером? А дело не в том, что она является или не является конкурентом. Не в том. Ты просто публично заявляешь о чем-то, собираешь волну народного гнева, и на этой волне пытаешься взлететь. У него не слишком получается, но в целом... был такой, начинается на Тима, заканчивается на Свиньи. Как у него? Удалось? Удалось. У него вполне успешный бизнес, вполне успешный App Store. Я тебе напоминаю... Epic Store, пардон. Я тебе напоминаю, что... Удалось ли Тиму Свиньи с помощью суда продавить компанию Apple, чтобы вернуть Fortnite, чтобы снизить комиссию? Послушай, я знаю, что ты не следишь за Fortnite, тебе в принципе похуй на него, но Fortnite вернулся на iOS-устройство через стриминг. Через стриминг в Safari. Понимаешь? Он работает. Так, через стриминг. Через стриминг. Игра, где нужно превратиться в многоэтажку за 30 миллисекунд. Ну, я думаю, вряд ли, что люди, которые играют на планшетах и айфонах, это действительно делали, но тем не менее... Мне кажется, ты не видел всех этих видео, как люди играют на планшетах и айфонах. Тем не менее, вернуться удалось? Удалось. Нет. Магазин построили успешно и удалось? Удалось. 12% берем? Берем. Вместо 30. А то, что суды продолжаются, ну да, так они могут еще несколько лет продолжаться. Ты, может быть, забыл, но Epic Games как бы говорили, что да, они еще на самоокупаемость, Epic Games Store пока еще не вышли. Я не понимаю, почему ты так сильно защищаешь 30%... В смысле? Я тебе буквально говоришь конкретные... Нет, ты буквально говоришь как аргументы, я тебе конкретно на каждый твой аргумент отвечаю. А ты такой, я не понимаю, что ты защищаешь? Я ничего не защищаю. Ты просто говоришь аргументы, а я тебе их беру и аккуратненько, и каждый один за другим... И почему ты считаешь, Ты что-то считаешь, что стриминговая версия Fortnite это говно? Почему ты говоришь? Говно? Она... Просто они не смогли вернуться на платформу. У тебя есть устройство. Вот, блядь, у тебя есть iPhone. И вот на этом iPhone ты можешь запустить игру. Тебе не похуй, как ты ее запустишь, если она работает... Я правильно понимаю, что ты тот самый человек, который практически во все игры, твои любимые, играешь через GeForce Now или через PlayStation Now, может быть. Или, наверное, может быть, через Xbox Game Pass стриминг ты, наверное, играешь. Так тут вопрос в том, где и какой основной рынок. Основной рынок США, да? Ну, для Fortnite. Они зарабатывают там огромное количество денег. На скинах, в Battle Pass и так далее, и тому подобное. Вот, какая тебе разница, как на твоем iPhone запустится, если у тебя и так, и так работает? Какая тебе разница, как на твоем экране, мониторе компьютера, как бы запускать игру? И так, и так работает же. Ну, вот ты захотел поиграть в Cyberpunk 2077? Ты же наверняка, ведь, его стримишь, да, Дим? Через GFN. Через что угодно. Основная ошибка в своих рассуждениях, то, что ты считаешь, что GFN будет бесплатный для стриминга Киберпанка. Во-первых, Киберпанк надо купить, во-вторых, ты должен докупить подписку там, условного GFN, да, и так далее. Fortnite? Ну, вообще-то у GFN есть бесплатный. Тимур бесплатный. Fortnite, понимаешь? И стримить ты его можешь бесплатно на свой iPhone. Понимаешь? А то, что его нету внутри App Store, да всем поебать на это, абсолютно. Понимаешь? Ты знаешь, да, что Fortnite через GFN стремится? И что? За него платит Epic Games, за него не платит конечный пользователь. Уверен? Да. Он бесплатный, в этом смысл Fortnite, что он, блядь, бесплатный. Если бы за Fortnite надо было бы платить, он бы схлопнулся моментально. Понимаешь? Поэтому они вернулись на iPhone. Да, через жопу. Да, далеко не везде работает. Но ведь вернулись же. И продавили. что для того, чтобы поиграть в Fortnite бесплатно, ты должен подписаться на бесплатный тир GeForce Now, который позволяет тебе играть и в другие игры, не только в Fortnite. Ну и что? Так вот, Дим, в какие из других бесплатных игр ты играешь на своем замечательном компьютере бесплатно через GeForce Now? А как это связано с тем вопросом, могу ли я запустить Fortnite или нет? Это к тому, что ты берешь и говоришь, что тебе какая разница, где играешь. Ну так вот, Дим, в какие из игр, какая тебе разница, где идет, ты играешь бесплатно через стриминг? Я не понимаю вопроса. Логика такая, что если ты можешь поиграть бесплатно через стриминг, не факт, что ты все-таки будешь это делать. Не факт, что ты даже сможешь это сделать. А вот поиграть... Как это связано с Fortnite? У тебя условно, смотри, давай, если как это работает на практике, ты заходишь на сайт какой-то GeForce, да, типа того, открываешь вкладку с Fortnite, нажимаешь в Safari кнопочку «Добавить ярлык на рабочий стол», у тебя иконка, блядь, Fortnite'а на рабочем столе твоего iPad'а или там iPhone'а. Ты нажимаешь на кнопочку Fortnite, и ты играешь в Fortnite, как будто ты его скачал из App Store'а. Понимаешь? Да, но нет, ты сам понимаешь, что это не так. Я понимаю, что это не так, но для пользователя конечного похуй вообще, он вернул себе на iPhone свою любимую игру. Хорошо, какое количество игроков вернулось в Fortnite на iOS'а через Safari? Об этом компания Epic Games не говорит. Хорошо, понятно, ладно. И не расскажет, я думаю, аргументы за вылет. Потому что, я думаю, что не очень много. Водер Милан из Out of the Lake. Так вот, возвращаясь киллу на маску, возвращаясь киллу на маску, ты не думаешь о том, что вот эта вся движуха с руганием Apple'а, он тут, знаешь, на что заявлял? Он тут заявлял буквально, что компания Apple не допускает наш замечательный Twitter в свой App Store и, возможно, она его скоро удалит. Якобы угрожает Twitter'у, что из-за того, что команда модерации... Не объясняя причин. Да, якобы. Якобы. Не объясняя причин. И аргумент был такой, что типа, команда Apple не любит свободу слова в Америке? Они что, против нашей свободы слова? Ну, есть нюанс, понимаешь? Дело в том, что в Twitter'е все больше и больше как бы всяких альтрейтных там историй, как бы довольно скотских вещей, в том числе, например, под Twitter'ными даже тех же самых рекламодателей начинают появляться довольно всратые картинки с расширененкой порно там и прочими вещами, которые не очень нравятся компаниям, не очень нравятся людям, а даже после жалоб они не исчезают, потому что команда бандераться почти в тебя распущена. Так вот, таким образом компания Apple, несмотря на то, что это хуёвые варианты исхода, мне он, например, не нравится, но она может быть в своём праве для того, чтобы пойти и удалить это приложение за нарушение гайдлайнов, соответственно, App Store. Я напоминаю, что за это удалили соцсеть Parler, в которой регались альтрайты, и во времена протестов в Капитолии это как раз было горячей обсуждаемой темой. Parler удалось вернуться обратно в App Store, потому что они наняли команду модераций, они повыпили особо рьяных чуваков, которые там призывали чуть ли не на вилы Байдена повесить и так далее, а им удалось вернуться. Так что, если Твиттер пойдет на такую историю... Нет, смотри, тут есть очень важный момент, дело в том, что Илон Маск же наоборот подливает масло в огонь, потому что, я напомню тебе, что они планируют в данный момент сейчас, в данную секунду, пока мы разговариваем, они волнами разблокируют 62 тысячи забаненных аккаунтов, у каждого из которых минимум 10 тысяч подписчиков, у многих из них миллион подписчиков, а у некоторых 5 миллионов подписчиков. То есть, вот такого рода аккаунты долгое время были заблокированы за нарушение правил Твиттера и гайдлайнов, понимаешь? То есть, он наоборот подливает масло в огонь, чтобы в итоге привести ситуацию к тому, что типа пиздец, как бы вся эта история как бы, ну, будет прям, знаете, как красная тряпка практически для всех сервисов. Ну, в современном мире, если социальная сеть выпиливается из App Store, даже если это только один Apple, а, допустим, нет только Google, а... Google тоже может выпилить, Во-первых, да, Google тоже может это сделать, который вот просто Apple'овский, да, и из него выпиливают, все это до свидания социальной сети. Это, во-первых, во-вторых, он же... Это самоупреждение социальной сети. Он же всячески еще топит за ту тему, что якобы, как бы, ну, у нас же новая модель монетизации, как бы мы будем, типа, полностью там, как бы, монетизироваться на пользователях, собирать с них деньги, но, опять же, как бы, если они выйдут из App Store, то вот эта модель монетизации для них будет закрыта, только если они не перейдут полностью в Mobile Web, который, ну, adoption rate его, то есть степень того, какое количество людей им пользуется, как бы, далеко не такая большая, как, соответственно, у приложений. Многие люди сейчас современные, они даже не знают, что вообще в целом такого рода сервисы могут работать в вебе, а люди искренне считают, что для всего, для этого только приложения используются. А это твоя любимая компания, блядь, Apple к этой хуйне приучила? Нет, это беседливо, потому что их реклама There is an app for that как раз и придумала эту историю. Нет, не поэтому. Дело в том, что огромное количество людей в целом не очень хорошо обладает компьютерной грамотностью. И для них интернет зачастую это Google или любой другой поисковик, в котором они находят нужную информацию. То есть, грубо говоря, что для них пользование интернетом сейчас, вот мобильным, вот в телефоне, как это выглядит? Бесплатно скачать. Типа того. То есть, как бы, для людей, для многих, как бы, это, по сути, как бы, точка входа, это поиск. И, как бы, изредка им берут и люди буквально объясняют и говорят, блядь, сайт такой-то, вот прям зайди туда и там все будет. И люди не понимают, куда зайти, какой сайт, где это вбивать. Типа, люди идут в Яндекс и в Яндексе, в условном, вбивают там HTTP, VVV и прочее. Twitter.com slash enter. Ой, не открывается, до свидания. Именно, понимаете, как бы, и в этом проблема людей, потому что, ну, не обладая компьютерной грамотностью какой-то, они не понимают, как работает интернет. И их просто говорят, что, типа, ну, как будто вот, есть Инстаграм, есть там, типа, приложение Lomoda, там, есть приложение, там, какого-нибудь, там, авиасейлс, там, и прочее, 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 как бы, и 95% людей думают, что интернет, он так и работает. Они просто не понимают. Поэтому, когда ты берешь и говоришь, что, типа, вы знаете, как бы, для того, чтобы поиграть в Fortnite, вам нужно зайти вот на такой-то сайт, какой сайт? Есть проблема, изъян, скажем так, в твоих рассуждениях. Смотри. Это не рассуждение, чувак, это исследование, их очень много проводилось, в том числе, я просто, как бы, проводил исследование среди аудитории компаний, в которых я работал. А там были миллионы людей. В современном мире парадигма такая, что, если ты не на мобайле, то ты не существуешь, в принципе. Это и сайтов касается, и сервисов, и приложений, это понятно. Но изъян в твоих рассуждениях следующий. Смотри. Для чего люди заходят в социальную сеть? Любую. Неважно какую. Вконтакт, там, не знаю, Facebook, Twitter и так далее. Для чего они это делают? Для чего? Чтобы что? Посмотреть новости, почитать мемасики, может быть, пообщаться со знакомыми, может быть, как-то повзаимодействовать с другими людьми, такая же, да, паттерн поведения, но у большинства людей. Ну так или нет? Ну да или нет, я тебе ответ хочу услышать. Я пытаюсь понять, как бы, к чему ты пытаешься привести. Я клоню к тому, что если внезапно пользователь Twitter обнаружит, что его приложение Twitter больше не скачивается из App Store, это не убьет у него желание зайти в Twitter. Он найдет способ в него зайти. Да, возможно. Я буквально читал людей, которые в Twitter пишут о том, что, типа, если его выпилят из App Store, да похуй на него, я вообще не буду в него заходить. Да, и таких людей Я буквально читал твиты таких людей. Не очень много. А почему ты так думаю, что их так много? Потому что желание зайти и социализироваться, оно у человека стоит довольно высоко. Люди вообще, в принципе, социальные существа. Так. Зови мне альтернативу у Twitter хоть одну, которая нормально взлетела. Нет таких. Ну, хоть одну. На самом деле, слушайте, это отличная тема, чтобы как раз поговорить не отличная тема. Не, 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 подожди, Макс. Не, не, подожди, Макс. Довольно важная история, которую мы не сказали. Дело в том, что я весь из полей получаю потихонечку типа от своих каких-то источников. И тут в том числе довольно классный написал блог чувак. Я читал до этого его вне блога еще в другом месте, но здесь в том числе еще и тоже в блоге. Мы дадим ссылку, там тоже почитайте. Дело в том, что огромное количество рекламодателей же уходит из Twitter. Напоминаю вам, что 95% выручки Twitter это деньги от рекламы. То есть все те самые там условные 5 миллиардов долларов или сколько там Twitter получал в прошлом году, короче, это деньги от рекламодателей. А они стремительно уходят. Причем одним из поинтов Маска, когда он сейчас пошел и начал выебываться на Apple, было в том, что он начал с чего? Что типа Apple забрала свои бюджеты рекламные из Twitter, а они были одним из самых крупных рекламодателей в Twitter вообще. У них, по-моему, по-моему, чуть ли не 80 миллионов долларов в месяц было. Ну, короче, какая-то астрономически огромная сумма была. Вот. И, ну, смешно то, что у тебя берет как бы и Маск хуесосит Apple, и у тебя буквально уходит рекламодатель, из-за того, что ты долбоеб. Потом ты берешь и начинаешь хуесосить этого рекламодателя, распугивая всех остальных рекламодателей. При этом у тебя еще и ушло огромное количество людей, которые занимались бездевом, потому что буквально чувак, который тратит довольно большую сумму денег, почти 750 тысяч долларов в месяц на рекламу в Twitter, говорит о том, что типа у нас в какой-то момент просто исчезли, растворились в воздухе целые команды людей, которые занимались нашими креативами, нашими там типа объявлениями, там вообще как бы там, ну там нашим по сути саппортом, там наших компаний рекламных и прочее, мы просто растворились. И я могу понять почему, потому что им просто отключили доступ и просто их уволили, и все. После чего нам дают каких-то других людей, они тут же исчезают еще раз, после чего нам не дают никаких людей, а потом наш рекламный кабинет начинает глючить, в него просто ничего невозможно загрузить, ничего нельзя сделать, а потом наш рекламный кабинет просто взял и вырубил нам все наши старые рекламные компании, которые были выключены, после чего мы начали тратить почти по 80 тысяч долларов в день, пока мы быстро, резко не вырубили эти компании обратно. И теперь они будут пытаться вернуть эти деньги, потому что они эти рекламные компании не включали, старые, а Twitter их сам включил. Из-за чего? Из-за того, что долбоеб взял и уволил просто-напросто людей. И я могу тебе сказать, что я слышал подобную историю от своих знакомых из Америки и из Европы, что у них прям очень похожи, прям почти один в один темы были. Но я хотел все это свести к немножко другой теме. Дело в том, что я тут читал несколько постов от людей, которые работали в Тесле и работали в SpaceX, и они говорят, что, ну, во-первых, многие люди считают, что там Илон Маск же гениальный бизнесмен, там привел эти компании к суперуспеху, напомню, на огромных субсидиях государства, там на госбюджете, по сути, там и так далее. А Тесла, он по сути, выкупил в состоянии у других людей, как бы, да, нанял туда кучу народу, и компания полузагнулась, а потом тоже, опять же, на субсидиях и на волне роста экологических настроений, как бы, у Теслы пошли дела в гору и довольно хорошо. А потом еще у Теслы, как бы, вложилось китайское правительство в создание китайского завода, и тоже дела пошли еще лучше. Но не суть. Дело-то в другом. Дело в том, что я читал посты нескольких сотрудников, которые говорят о том, что все было хорошо у Теслы и у Спейс Икса ровно до того, в тот момент, когда там были менеджеры, которых просто, их работа была в менеджере Тилона Маска, делать так, чтобы он не влезал в операционные процессы. И что все его, вот эти хотелки, когда человек приходит и начинает тебе, вот давайте захуярим, вот это, да-да-да-да-да, да-да-да, точно, в следующем спринте обязательно сделаем, 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 потом так, типа, полгода мусолишь, затем, потом говоришь, бля, бро, мы провели внутренние тесты, ну, типа, не очень хорошо будет делать, а он уже перегорел, у него маниакальная фраза прошла, и ему похуй уже, как бы, он даже не вспомнит, о чем он там делал, что он там хотел, короче, но смысл в том, что до тех пор, пока у тебя есть специальные люди, которые тебе менеджерят, вот такого долбоеба, все хорошо, а когда у тебя таких людей нету? Ничего, сейчас он наймет в Твиттер такого человека, который будет за него там рулить, я вообще думаю, что о том, что вся вот эта история с Элдом Маском, это, условно, первые там три месяца будет происходить, пока он наиграется с новой игрушкой, потом ему быстро надоест, он пойдет делать какие-то другие проекты, а в Твиттере оставят, ну, условно, там команду топов, которые там будет глава Твиттера, там какой-нибудь совет Твиттера, каких-нибудь модераторов и так далее, и тогда, может быть, все наладится, просто интересно, как быстро ему надоест, может быть, ему не надоест через год, и к тому моменту Твиттер уже сдохнет, наверное, может быть, надоест через три месяца, мы этого не знаем. Ты знаешь, посмотрим, особенно это будет очень интересно в моменты выборов, потому что на Твиттер будут вообще просто все глаза, и если вдруг что-то пойдет не так, там просто дубинкой по башке надают и маску, и Твиттер, и вообще все. Слушай, ему уже сказали, что приведи свое говно в порядок и наладь работу в своей компании. Примерно так и есть. Слушайте, ну вот Макс как раз у нас таки довольно хорошо зашел по поводу того, что, ну, на фоне того, что с Твиттером происходит пиздец, огромное количество людей из разных, так скажем, кругов, из разных аудиторий начали искать какие-то альтернативы. и, естественно, народ ломанулся в мастодон. Который оказался говном, да. Ну, он не то, что оказался говном, смотри, это очень хороший, я читал пример в этом плане, когда писали о том, что, знаете, когда вот у тебя есть люди, которые страдают от того, что есть проприетарный софт, потом говорят, а давайте-ка мы сделаем что-то классное, клевое, опенсорсное, чем все смогут пользоваться, потом там что-то такое, знаете, наворотят такого, что в итоге, ну, пользоваться этим намного тяжелее, чем проприетарным говном, и в итоге люди такие, бля, ну нахуй, пользуются проприетарным говном. Ну, тут, да, тут про мастодон надо сказать, что его основная проблема так называет децентрализация, что каждый там поднимает свой сервер мастодона, он там объединяется в одну большую сеть, и по... Большого трансформера, да. Да, в одного большого мастодона, и проблема в том, что все это так тормозит, так медленно работает, так все запутанно там смысл в том, что куча народу ломанулись туда, соответственно, регаться, и я прям читал твиты реально таких обычных людей, знаешь, каких-то художников, каких-то там менеджеров, просто каких-то обычных людей, которые говорят, я попытался разобраться в этом мастодоне, у меня просто не получается, и, наверное, я очень тупой, короче, ну, блин, я не понимаю, какой-то сервер, как мне выбрать сервер, а они друг с другом соединяются, не соединяются, а почему мне не приходит там, типа, подтверждение, а почему я не могу в профиле поменять, там, типа, шапку, а вроде же написано, что можно, а почему-то нельзя, ну, как так, короче, ну, то есть, в общем, народ пишет какие-то совершенно обычные фрустрации такого обычного пользователя, а чуваки, которые из мастодона, говорят, да вы просто не разобрались, короче, ну, похуй, разбирайтесь сами, короче, вот, и я могу сказать, что мы, несмотря на то, что умудрились все зарегистрироваться там, но пользоваться им реально не хочется, просто потому, что он выглядит, как такой, знаете, маленький местечковый какие-то серваки. Так как говно он выглядит, это твиттер образца 2016 года, условно говоря. Да, 16-го, а ты оптимист. В общем, с мастодоном не получилось, и куча людей, особенно из креативных индустрий, геймдев, аниматоры, художники, они неожиданно открыли для себя такое приложение, оно называется Hive. Улей. Да, Улей. Это достаточно старое приложение, то есть не надо думать, 2019-го года, его запустили осенью 2019-го, то есть оно, по сути, работает с 2020-го. Да, оно работает всего пару лет, и это приложение, в общем-то, такая, это не совсем копия твиттера, то есть мастодон в этом плане, он поближе к твиттеру концепции, здесь можно писать длинные тексты, здесь можно постить большие картинки, это что-то среднее между Инстаграмом, Твиттером и, наверное, даже Фейсбуком. Еще тумблером отчасти, потому что, опять же, длинные посты, и отчасти вы будете смеяться Ask.fm, потому что там есть система вопросов, причем анонимных и неанонимных, и еще больше будете смеяться MySpace, потому что там можно на свой профиль поставить треки, человек заходит и там будет слушать музычку, которую ты ему поставил, и такой, о, прикольно, классно, вот у меня там классный трек играет, советую заходить в команде. Вот, в любом случае, короче, Макс прав абсолютно, когда говорит о том, что в основном ломанулся народ из креативных индустрий. В первую очередь ломанули всякие художники, люди из геймдева, всякие танцоры и люди из всяких фандомов. Например, есть в Твиттере целая огромная тусовка фандома Star Wars, который там, типа, обсуждает всякие там комиксы, фильмы, сериалы, мультики там, ну, короче, все-все-все-все-все. И, соответственно, они прям пачкой целой, там, что-то несколько десятков тысяч человек ломанулись туда. Соответственно, то же самое случилось, вот, опять же, с геймдевом. И что начали делать люди? Во-первых, там, чтобы вы понимали, это приложение, которое, опять же, как мы сказали, ну, во многом похоже на Твиттер, такой условный тамблер, чуть-чуть, как бы, вот, Ask.fm, чуть-чуть еще чего-то, но в основном такой условный, плюс-минус такой Твиттера тамблер. Он организационно на Твиттер похож, то есть, как там организованы посты, как организована лента, как организован профиль, и поэтому с него, в общем-то, после Твиттера переезжать попроще, потому что, в принципе, общая логика и эргономика очень близки, тебе не надо учиться по-новому. Чтобы вы понимали, приложение и сервис делают два человека, два, и поэтому вообще удивительно, что он, во-первых, работает, во-вторых, что он работает более-менее нормально, но, в-третьих, есть вот какой момент. Дело в том, что его явно делали не на нативных движках, соответственно, ну, то есть, нативных китах, условно, iOS и Android, а на каком-то движке. И поэтому там есть прям очевидные огрехи, которые, как бы, всегда наступают в таких случаях, например, хуевые работающие скролл-зоны, хуевые работающие в целом скроллы, хуевые работающие значки, потому что, если ты не тапнул четко вот в ограниченную типа область конкретную там область этого самого значка на миллиметр, на три пикселя левее, то он не нажмется, короче. И вот, то есть, вот такие прям типичные проблемы. Знаешь, как выглядит сейчас лента хайба у меня? Так, так. Без картины. Она не загрузилась. Не, загрузилась. Я, я, кстати, могу риторировать еще слова Димки. Вот у Тимура Прошка 12 Pro, у меня 12 обычных. 6 гигабайт оперативки, да. У меня 12 обычных, по-моему, там 4 что ли в нем. Вот. И она вытекает в оперативы, то есть, оно крашится, если у вас не очень много оперативной памяти. То есть, на самом деле, технически они были не готовы к такой популярности. Да. Оно реально обрушило полностью. К тому же, ко всему, даже Android-версия, она появилась вот совсем-совсем-совсем недавно. Она сырая в дрын. И они сейчас сталкиваются с критикой. Они просто были не готовы к такой популярности. Тем не менее, за неделю... Чтобы вы понимали, какой уровень популярности. Они взяли и за две недели прибавили к себе почти полтора миллиона пользователей. Маленькое приложение двух человек, которые, по сути, ну, там, да, фоточки, да, видосики там и прочее, но они явно не были готовы к этому. Сейчас они ранее кал пытаются что-то сделать, чтобы оно все работало. И то вот Димка вам показал, потому что я то же самое сегодня делал. Заходишь в приложение и у тебя супердолго грузится лента. Потому что просто нагрузка ебейшая. Там, ну, просто у тебя количество активных пользователей огромное. Я думаю, народ наиграется и быстро оттуда уйдет. Плюс у Хайва есть еще один момент. Вот мы говорили, вот Тимур-то про это говорил, что, типа, приложения живут для людей в виде, собственно, самого продукта, но я могу сказать, что для соцсети все равно очень важно иметь веб-версию по множеству причин. И у Хайва пока нет веб-версии. И тоже неизвестно, когда она появится. Это тоже не очень... Тем не менее, Хайв может выехать, и даже если он не станет альтернативой Твиттеру, то вполне вероятно очень много людей, тем более политически заряженных из креативных индустрий переедут туда. И это будет... Вот мне понравилось это сравнение. Это будет как возрождение Тамблера. Почему бы и нет? То есть, когда сидит куча людей, которые занимаются геймдейлом, занимаются там какими-то арт-делами, и, в общем-то, это соцсеть для них. Ну, может быть, это будет плохо, что это отвалится из одного хаба в виде Твиттера, но вообще у Хайва есть потенциал. И здесь еще история, что Хайву нету, в общем-то, даже двух недель, как серьезному источнику, а там уже появляется интересная информация. Вот мы буквально на пару с Тимуром заметили, что туда перетекли сотрудники студии Obsidian. Там вообще перетекло с сотрудников огромное количество из кучи студий, я бы так сказал. То есть там прям десятками тысяч люди приходят, и там бесценный просто колодец знаний и инсайтов, тем более, что из-за того, что люди расслаблены и думают, что там, в общем-то, как бы, типа сидят все свои, они начинают потихонечку выдавать всякие секреты. Вот. И мы, например, с Максом заметили пост одного там разработчика из Obsidian, который сказал, что типа, блять, мы меняем, короче, движок для проекта, вот тот самый момент, сука, опять придется, короче, переносить, типа, игру минимум на несколько месяцев, пиздец, что делать, короче. В смысле, движок чего, какой-то готовый проект? А вот, а вот теперь вопрос. Хороший вопрос, да, какого проекта? Какие игры Obsidian сейчас находятся в разработке, у которых можно поменять движок? Я думаю, Смотри, у нас, по сути, два самых крупных проекта, короче, это и Vault, а второй, это Ultra World 2. Но он на такой ранней стадии, что они даже стебут это в браузере, ну, в смысле, в трейлере они стебут это, чтобы мы пока не знаем, какой будет игра, мы пока даже не имеем понятия, что там будет, но вот, нас попросили нарисовать этот трейлер, и мы презентуем его вам. И вот, я уверен, что... И вот, да, 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 да. Да, короче, я... Отличный, кстати, ролик был, действительно, яркий. Я, если честно, ставлю все-таки на Ultra World, что они могли в какой-то момент поменять его сейчас на... Ну, они же что-то начали наверняка делать. Мне кажется, они могли поменять на движок на этот, на Unreal Engine 5. На Unreal Engine 5, да, с четвертого. Но мне кажется, это может быть и ваут, потому что мы про него очень давно уже ничего не слышим с момента анонса. На TGA услышим. И теперь еще долго не услышим. Еще не услышим, еще примерно столько же, потому что, видимо, при разработке... Да, услышишь на TGA, вы заебали, блядь. Какой TGA? Microsoft его пропустит, чтобы им дали Activision купить. Мы уже все порешали. Мы уже тут все порешали, Дима. Все. Все. Короче, во всей этой истории могу сказать, что если вы следите за игровыми новостями, то нравится вам Hive, не нравится вам Hive, надо все-таки аккаунт там завести, похоже, ну, составлять ленту. Там единственное, что с Discovery там не очень пока хорошо, поэтому единственный вариант искать там профили, это по сути заниматься таким, знаете, луркингом, когда-то вы должны ходить по фолловингам, фолловерам там типа у различных аккаунтов, взырить, что это там, куда, зачем, почему. И, как бы, соответственно, у всех расследовать, смотреть, кто работает, где работает, насколько активный пользователь, и тогда на него подписываться. Но, опять же, там прям можно много интересного подчеркнуть, потому что я посмотрел, там прям люди реально пишут, как они там в своих студиях работают, что они делают, с кем общаются, как бы, на какой они там стадии, это реально прикольно, хороший инсайт. Опять же, потому что люди пока считают, что там все свои, и можно типа писать, мне кажется, что все эти хайвы, мастодоны и прочее, люди наиграются, значит, там спустя три месяца останутся какие-то единицы, которые будут. Нужна альтернатива твиттеру, которая катится в ад, чувак, нужна, а ее нету. Она в определенный момент появится. Я не верю, что эта альтернатива будет сделана двумя людьми, которые даже... Бля, чувак, я прям, сука, уверяю, что сейчас у этих двух людей наверняка где-то на пороге стоят всякие там секвой и капитал, там Андерсона Хоровица и прочие чуваки, которые прям, знаете, как альтернатива вот этому, там же по сути есть леваки среди инвесторов, а есть праваки, типа, как говорится, тусовка Петра Тиля, условно. как бы вот, я уверен, что левые чуваки сейчас идут, как бы, и полюбас будут пытаться вложить бабла, скажут, мы сейчас вот тут вас тут поменторим, мы сейчас вам тут команды подгоним и прочее, прочее, прочее. И я тебе говорю, я тебе уверяю, я тебе вот как бы ставлю 70%, 70%, что в ближайшие два года... Давай более, более высокие ставки. Жопу ставишь свою, а? А? Жопу ставишь свою? Короче, я даю прогноз, 70%, короче, ну там 75%, хорошо, чтобы прям вот четко, да, 75% даю прогноз, что в ближайшие два года Hive купит какой-нибудь Microsoft или Amazon, чтобы влезть в игру с социальными сетями. Или какая-нибудь другая компания, которая крупная. Это возможно, но взлетит ли он после этого, не факт. А еще момент, который я бы хотел с вами обсудить, хотите вам теорию Загора про Илона Маска? Мне кажется, что Илон Маск это альтернативный кандидат от республиканцев на выборы в 2024 году? Надеюсь, что нет. Просто мне кажется, что у него все предпосылки для этого. Во-первых, он популярен, во-вторых, он представляет, скажем так, тот establishment, который представляет республиканцы, условно говоря. То есть, был трансм, там не получилось. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-маленький, зим, про этиорию. Он родился не в США. И что? У него была просроченная виза, он жил несколько лет на просроченной. Ты не напоминаю историю про Обаму, который якобы не судьбален. Какой Обама? Он родился на территории Соединенных Штатов Америки. Швак, Обама не просрачивала свою визу. Дело в этом, есть в Конституции момент, должен родиться в Соединенных Штатах. Поэтому Шварценеггер президентом стать не может. Ну, хорошо, просто в политику пойти, стать губернатором. В политику это не президент. То есть, короче, твою теорию, короче, опять нарушил Конституции США. Слушайте, мы тут говорили про Амазон очень много и про то, что вот тут там наиграются с тем-то, наиграются с тем-то. Сам Амазон тут наигрался тоже. Сейчас будет ваше любимое слово рецессия. На фоне рецессии Амазон решил, что, в общем-то, конечно, классно сжигать деньги на всякие муншоты, но будет очень здорово, если можно будет деньги на них не сжигать. И очень интересная история произошла. Мы всегда считали, что Амазон Олекс это успешный успех. то есть, голосовой помощник, куча умных девайсов, реально крутой ассистент, потому что Олекса, она, в общем-то, ну, очень хорошо работает. Я сам ее не юзал, но из-за того, что я слышал от друзей, она прям вот нормально так все распознает и хорошо работает даже на дешевых устройствах. Так вот, оказался, Олекса глубоко убыточный проект для Амазона. Они так и не придумали, как его правили монетизировать, потому что, вроде как, оно, конечно, дает какое-то количество хороших покупок, но при этом стоимость поддержки такого рода сервиса, его развития, его интеграции, всяких партнерских программ и прочее, прочее, очень высокая. А заметный, заметного прироста выручки это не дает. Да, да, и в этом плане в Олексе произошли огромные сокращения в этом подразделении. В Амазоне. Да, именно в подразделении Алекса. И, помимо всего прочего, под нож полетело не только подразделение Алекса, под нож полетело вообще огромное количество экспериментальных подразделений внутри Амазона. Одно из них это Амазон Луна. Это экстриминговый сервис, который, в отличие от какой-нибудь стадии, взял бизнес-модель более адекватную, он распространялся по подписке. Ты платил, фактически, за омочный геймпасс от Амазона. То есть ты платил какую-то фиксированную ставочку, тебе давали некий список игр, и ты их мог из облака запустить на любом устройстве, где-то Луна была. Если с Алексей все примерно понятно, то с Луной все очень грустненько, потому что, скорее всего, Амазон ее закроет. С чем это связано? Это связано с тем, что во всем игровом бизнесе Амазона, несмотря на то, что это большой гигант, если верить данным Линкдина, работает все пара тысяч человек. То есть там не так много людей. И самой Луной занималась команда не больше человек ста. И если там проходят сокращения, ну, вопрос вообще, вытянет ли вот это вот количество кадров такой проект. То есть вы хотите сказать, что Луна хлопнется скоро? Да, Луну, скорее всего, скоро прикроют. Вот интересный вопрос, а что у нас из стриминга тогда останется, кроме GeForce Now? Этот, Microsoft X-Cloud и PlayStation Now. я имею в виду такого ПК-шного стриминга. По сути, ничего больше. Посмотри, Google Stadia флотнулось. то есть GeForce Now у нас только осталось. Но GeForce Now же это не стриминговый сервис, это аренда инстанса. Ну, для конечного пользователя это стриминг. Ну, я не спорю, но ты все равно должен там залогиниться и как бы в свою библиотечку зайти, ты же понимаешь? Не знаю, все эти истории со стримингом, они грустные, потому что очевидно, что за этим будущее. Ну, то есть, не знаю, мне это очевидно прям вот просто как вариант. Это так же очевидно, как 5G, который в теории очень классный, но в реальности настолько дорогой, что его просто неэффективно разворачивать. А как это коррелирует с тем, что это за этим будущее? А как ты хочешь делать тебе классный стриминг с минимальными задержками? Классный стриминг упирается в одну единственную очень большую проблему, проблему нулевого километра. Я говорю не про это. Это вторая проблема. Первая проблема другая. Кто платить-то за все эти GPU мощности как будет, а? Конечно, пользователи. Разве не? А сколько он должен платить за то, чтобы месяц играть Ведьмака без перерыва? Мы говорим про расчетах стоимости в течение года или в течение там условно 20 лет. Ну, смотри, ты берешь, у тебя ты пользователь, да, такой, ты хочешь играть в условного Ведьмака 100 часов, короче, да, играешь по 3 часа в день, 33 дня, 2 месяца такой, типа, прям упорно играешь в Ведьмака, да, прям 2 месяца фигачишь, короче. Кто платить будет за твою GPU мощности, за то, что у сервера... Здесь же еще электричество, дата-центр, Электричество, за отваливающийся GPU, за отваливающийся SSD, за, кто за это платить будет? Ну, то есть у тебя есть условный GeForce Now, который тебе дает подписку, который пока что довольно убыточный. Нет, при этом GeForce Now, он ведь, это чистая аренда инстанста, ты в GeForce Now приходишь со своими играми. Да. То есть я не сторонник того, чтобы говорить о том, что сейчас мы все эти проблемы легко решим. Наверняка эти проблемы как-то придется решать, в том числе и тем, и тем с компанией. Очевидно, что этим должна заниматься какая-то компания, у которой бехера бабла. Ну, то есть условно Microsoft, условно Sony, условно Apple и так далее, условно Amazon, но и вряд ли на такого рода рынки придут какие-то компании, которые там, типа, только сегодня в гараже открыли стартап, завтра мы уже стриминг запускаем. Нет, этого не произойдет. В любом случае нужны бабки. Это я все понимаю. Но для меня как конечного пользователя, как геймера, я считаю, что за этим будущее. И мы записывали интервью с одним человеком, который мы так и не выложили. Давай мы и не будем, мы так и не выложили, но он там хорошую вещь сказал. Он сказал, что представьте себе на секундочку, вот вы геймер, вы играете на консолях, на ПК, неважно на чем. Вот представим себе, что все проблемы в последней миле, они решены. и ты там достаешь смартфон и можешь поиграть в игру моментально, там или там на компьютере моментально ее запускаешь. Тебе не надо ничего скачивать, тебе не надо ничего там устанавливать. У тебя игра запускается с того же места, на котором ты ее остановил, как будто ты альтабнулся и у тебя сразу же игра запущена там в облаке и ты в нее продолжаешь играть дальше. Она запускается на максимально возможных настройках, которые только возможны. И самое смешное, что ты получаешь доступ к абсолютно всем видеоиграм, которые только можно придумать. То есть нету ограничения такого, в которое ты упираешься. А еще можно грабить корованы. Просто в моем понимании это будущее, может быть, которое последует не за PlayStation 6, а за PlayStation 7, например. Ну то есть это будущее в течение ближайших 10 лет. И мы к этому придем рано или поздно. Не придем. Да придем. Есть две проблемы. Первая проблема это аппаратные мощности. И они всегда будут расти в контексте видеоигр. Вместе с видеоиграми. И будет такого, что аппарат... И то! Ты вороковал. Сколько ты денег готов выложить? Это безумно прекрасное, клевое будущее. Дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Сколько стоит GPU instance? Я не знаю. Вы даете мне вопросы, которые можно отвечать. Можно на эти вопросы смотреть на твичь. Это важно. Финансовый. Нет, это вопрос. Стой, стой. Вот я тебе про финансовую сторону сейчас и говорю. Это важно. Одно дело, ты Blade Server берешь, чтобы сайт зафтракаста хостить. И это сайт зафтракаста, это PHP, которая крутится и что-то сидя на какого-то раздает. Другое дело, ты собираешься запустить Control с RTX. Ну и что? И вот тебе сопоставимая по мощности видеокарта для ML в месяц будет стоить не 600 рублей, если что, если ты ее там у одного там какого-нибудь российского дата-центра арендуешь, понимаешь? Просто... И для конечных... и вот тебе, когда ты для ML GPU арендуешь, тебе выставляют реальную цену вот того, сколько этот instance стоит. Я не спорю, что это дорого, просто мой поинт немного в другом. В идеальном мире с единорогами? Точно так же говорили и про стриминговый сервис под названием Netflix, который занимался созданием собственных серверов, созданием собственного CDN-а и так далее. Сравнение на свете, потому что видеоконтент и музыкальный контент не требуют от тебя аппаратных мощностей играть в реалтайме. Тебе проигрывают файл, который раздается с CDN-а. И ты не управляешь этим файликом, понимаешь? Тебе не надо кнопочки нажимать и там не надо где-то полигончики обрабатывать на удаленной и еще идеально с хорошим лагом это делать. Это совершенно разная экономика в принципе. Видеоигры и видеоконтент. И когда говорят Netflix, все тычут в нос и говорят, ну у Netflix все еще гуляет на убыточности на этой грани ему уже почти 20 лет. И что? И что ты считаешь, что через 20 лет не появится игрового стриминга, который будет достаточно популярен. Я же не говорю про то, что в ближайшем будущем появится стриминг. Я говорю про прекрасное светлое будущее, в котором это произойдет. Вы даже выяснить об этом не можете. Понимаешь, у тебя должно быть условное прекрасное светлое будущее, в котором у тебя маленький провайдер в твоем маленьком какой-то там непонятной глуши поставит тебе не говносратый роутер за 15 долларов, сэкономив на тебе, а хороший роутер, классный, понимаешь? Или что он тебе возьмет этот самый не только провайдер, а все вообще твои местные операторы тебе построят такую инфраструктуру невъебенную, чтобы у тебя все работало отлично, красиво и классно. И за 10 лет они не управятся. И самое главное, кроме всего прочего, Димка, понимаешь, у тебя потребности это тоже будут через 10 лет расти. Ты же тоже захочешь, чтобы у тебя условный Control 3 выглядел просто неврот ебенно классно. И GPU для него нужно будет очень мощный, и стоить он будет дорого, и серверные мощности тоже будут дорогие. Понимаешь? И единственная надежда, это я не знаю, потенциально, что у тебя появится GPU уровня там вот как какой-нибудь M1 Max или там типа условный M5 Max какой-нибудь, который будет работать в серваке, будет очень мало энергии потреблять, как бы, и там как-то может быть, сможет, например, на себе внутри там где-то две игры играть одновременно, там три игры одновременно, какие-то, ну не очень сложные, такие. ХЗ. Я не уверен, что это будет возможно, потому что это тот самый момент, когда ты вроде как хочешь, вроде как экономика должна сойтись, но пока она не сходится, и в ближайшее время, ну как бы пока не случится какого-то безумного прорыва, ну прям вообще нереального прорыва, я боюсь, что у нас ничего не произойдет. Тут другая история, я закончу вот такой аналогии, про электромобили знали в 1901 году, вот, про электромобили. случился, когда литий-ионные батареи крутые научились делать. Дело даже не в этом, про будущее электромобили, что вот электромобили будут классные, писали в Алёнином учебнике с 67-го года теории автомобилей СССР. И где они, блядь, не правы. Да, да, и где они, они все равно еще нишевые, они все равно все с рынок электромобилей до сих пор существуют на государственных дотациях, на дотациях вот этих вот экологических, которыми, кстати, торгуют автопроизводители и зарабатывают деньги. ДВС все еще основа коммерческого транспорта и транспорта в целом. Прошло почти 150 лет. Вот тут примерно то же самое. Мы надолго застряли с игровыми коробами. я тебе могу сказать, что я отличнейше совершенно играл в сервисе онлайф, в Дарксайдерс 2, в, по-моему, 2000, что ли, в 2009, в 2009, что ли, году, короче. Знаешь, почему в 2009? Я играл еще на белом макбуке на своем. Знаешь, почему я говорю 2009? Почему? Потому что в 2009 году вышла Ghostbusters The Video Game и я в нее играл на вот этом сервисе онлайф. Или онлайф как онлайф. И, понимаешь, он отлично работал, я тогда просто охуел, короче. Ну, что-то как-то, вот, вроде, вот, сервис есть, все работает, все отлично. И что? И где? 12 лет прошло. 13. Я понимаю, ну, просто я, может быть, конечно, излишне оптимистичен, вы меня немного вернули с небес на землю, но все равно мне кажется, что за этим какое-то будущее, может быть, не захватившее, там, 90% рынка, но захватившее, хотя бы, 10%. Нишу свою она найдет. Нишу точно найдет, да. Но ты понимаешь, для того, чтобы она нашла свою нишу, должна биться экономика. Именно по этой причине тебе твой самый любимый Fortnite, о котором ты говорил, который можно запустить в iOS браузере, его можно запустить только в бесплатном тире в GeForce Now. А там очень большие анальные ограничения, которые тебе не дают возможности поиграть как хочешь, когда хочешь, и вот это все. Потому что ты, если что, должен платить, плати денег, понимаешь, плати бобло. Потому что то же самое, например, вот тебе Microsoft сейчас говорит, да, Project X Cloud, да купи просто Xbox Game Pass Ultimate. Понимаешь, это же в дичайшем убытке, потому что они отлично понимают, что будут играть в это очень-очень малое количество людей, и как фича, что типа ты можешь поиграть, ну это круто. А сколько реально людей будет играть, но очень мало, да. Ну то есть, типа, 100 тысяч человек играет, 500 тысяч человек играет, одновременно сколько играет, как бы, ну я думаю, что на самом деле довольно малое количество людей. Я уверен, что даже не все, далеко не все подписчики Game Pass'а знают, что у них есть такая возможность поиграть в онлайн. поэтому, как бы, там все довольно сложно. Но, короче, Димка смотрит с оптимизмом, мы смотрим с очень большим скепсисом, но время нас рассудит. Ну, время нас рассудит, как бы, в любом случае. Слушайте, давайте я вам дам немножко позитивчика. Да, давай, давай сначала ты позитивчик. Рилан завез на 119 рублей, купил первый свой телек LG OLED, и VBoss просто страх, как вы с ней живете. Что поставить и сделать, чтобы мне так больно было? Apple TV. Я, братишка, не пользуюсь VBoss'ом вообще. Я не запускаю, точнее, я запускал, но я понял, что VBoss говно, ебаная, я просто хуй на него забил. Никакие смарт-приложения не запускаю, я подключил к нему ПК, если мне надо что-то запустить, я на ПКшеньке все замечательно показываю. То есть, мне в этом плане... Ну или как Тимур сказал, Apple TV, или другая какая-то медиаприставка. Или Android TV. Или Android TV, да. Есть вот у тебя замечательный... Mi Box. Mi Box, да, отличная штука. Dexter занялся на 200 рублей. Привет, будет ли встреча в Астане? Будет ли у нас встреча в Астане? Слушайте, ребят, встречи в Астане, скорее всего, не будет. Я делал небольшую такую полувстречу, когда приглашал ребят встретиться вместе недавно совсем в пабе. Я не знаю, приходили ли еще люди, может, они нас не нашли, но, короче, один человек к нам пришел, нас в итоге сидело трое, как бы, ну, типа, окей. При том, что я проанонсировал специально в разных местах, как бы, чтобы вы могли это увидеть. Ну, я сделал это, типа, за день до. Ну, как бы, до нет, до сюда нет. но дело в том, что мы планируем в ближайшее время из Астаны уезжать, вот, здесь очень холодно, вот, и поэтому, скорее всего, как бы, мы уже в Астане встречу не устраиваем. Но у нас будет отдельная история. Мы, скорее всего, 9 декабря, за неделю до, я знаю, что это плохая примета, как бы, ну, мы же не верим в приметы, мы будем отмечать день рождения завтра каста, но в онлайн формате. То есть, соответственно, у нас будет праздничный ДТКД, это будет в пятницу, в районе 9 декабря, и, соответственно, вот, в онлайне отметим, придумываем шутки, прибаутки, вот эти активности, конкурсы, вот это все, вот, и, может быть, довольно весело получится у нас все вместе, чтобы отметить день рождения завтра каста. Или не получится. Ну, что ты, блядь, начинаешь-то? Слушайте, давай я скажу, что ты на позитив все выхожешь, давай выходи, давай, можно, можно на позитив, смотрите, короче, пацаны, мы много рассказывали вам про сериал Тед Лассо, который, ну, про того самого футбольного тренера, такой веселый, холсом, добрый, такой приятный, знаете, когда вот не хватает жизни, немножко доброты, знаете, чтобы прям вот приятненько так было, хорошо, и многим людям, на самом деле, хочется сериалов типа Ля Тед Лассо, их раньше выходило намного больше, типа, знаете, какой-нибудь там, как-то в Филадельфии всегда солнечный, еще что-нибудь, это вроде таких, добреньких, приятных, хороших сериалов, и в последнее время их не так много выходит, особенно таких, знаете, ярких, чтобы прям можно было ткнуть пальцем, сказать, во, да, заебись, и я случайно совершенно нашел, когда листал Apple TV Plus сериал Акапулько, и он очень похож на Тед Лассо, настолько, что там даже некоторые типажи героев, а там на цели команды снимало, многие люди, они совпадают с командой Тед Лассо, и снимало команда, которая прям явно шла по пятам, и хотела сделать проект, который будет очень похож по своей атмосфере на Тед Лассо. Почему на обложке индийский мужчина нарисован? Это вообще-то мексиканский мужчина, есть. на самом деле, знаешь, на что похоже, на обложку индийского фильма, где они там спустя 15 минут фильма начинают просто ты скажем так, это такой современный классный дизайн такого, знаешь, как говорится, пуллсайд дизайн. Да это, блядь, дизайн из 80-х, камон. Это и есть пуллсайд дизайн, если что. Вот. И, в общем, в чем прикол? Это сериал про как бы про два таймлайна, где один, соответственно, взрослый герой рассказывает про свою молодость, своему племяннику, и, соответственно, это герой, который такой, типа, добился всего, куча денег, бизнесмена, вот это все, и рассказывает, с чего он начинал в 80-е годы. Он жил в маленьком, бедном, мексиканском городке, соответственно, в Акапулько, где все было не очень-то хорошо, но там был американский отель Лас-Калинес, в котором, соответственно, все местные мечтали работать, потому что у них был местный чувак, который там был управляющим, и он, типа, пришел прямо из грязи в князи, и все говорили, что, блин, хочу быть, как Дон Пабло, Дон Пабло добился всего, его уважают сами американцы, и все такие, блин, ни хрена себе, и, соответственно, чувак такой, блин, хочу быть, как Дон Пабло, и даже в какой-то момент подбегает к нему ребенком, кто-то на крутой красном кабриолете, говорит, Дон Пабло, хочу быть такой, как вы, и к нему побегает мама, говорит, не смей разговаривать с этим Дон Пабло, ты что, он уже ужасный человек, работает в ужасном месте, он такой, ну мама, мама, короче, ну в общем, в итоге в какой-то момент он вырастает, ему становится там, ну типа такой, как бы тинейджер, идет работать, соответственно, в этот самый Лос-Каллинос, к этому Дону Пабло, еле-еле устраивается туда, вместе со своим другом, и вот у них начинается работа в этом самом отеле, который полон разврата пиздеца и всего-всего, Когда там наркотики будут? Все эти истории, они заканчиваются наркотиками, так? Знаешь, там эта тема, несмотря на то, что как бы она очевидна из-за того, что это Мексика, она там настолько аккуратно и вскользь подается, что ты знаешь, как бы прям, ну нормально, нет пошлости такой, потому что все-таки сериал явно такой для всей семьи, вот, и как бы поэтому она прям очень аккуратно подается. Что я могу сказать? Что очень яркие, классные герои, запоминающиеся, клевые типажи, офигительнейшая совершенно музыка, там есть ряд моментов, там есть бэнд, приотельный, который поет американские треки 80-х, но на испанском. Блин, это так круто, просто. Это мне очень нравилось, как в Westworld, помнишь, там типа современные треки переделаны на механический пианино. Да, ну здесь это прям, это прям супер круто выглядит. Короче, единственное, что в чем момент, дело в том, что если вы будете смотреть на русском в дубляже, что на английском, там, короче, они очень много говорят на испанском, соответственно, можно смотреть субтитрами, но в Apple TV Plus есть возможность смотреть на русском с таким типа, знаете, ну не машинным, но таким, знаете, а-ля мексиканские сериалы с 90-х, такой безжизненный голос, который, знаете, она там говорит, ну как же, я не хотела, чтобы ты туда пришел. То есть вот такое вот, ну не очень круто, я бы посвятого смотреть на английском с или русскими, или с английскими субтитрами, периодически будет спускаться на испанский тоже, как бы, если вы хоть чуть-чуть учили испанский, то вам сразу все станет понятно, я, например, просто в свое время учил испанский, поэтому... как бы, ну там типа чуть побольше, вот, как бы всякий Трабахар, вот, и опять же, очень милый, очень приятный сериал, у него вышел полностью первый сезон, и прямо сейчас выходит второй сезон, вот прямо в данную, вот в данную секунду, поэтому вы, как бы, если будете смотреть первый сезон, вы тут же его догоните, как бы, соответственно, до онгоинга во втором сезоне, уже больше половины сезона вышло, я думаю, что через пару-тройку недель он уже закончится, вот, по-моему, его даже продлили на третий сезон, потому что он оказался довольно успешным, и как бы при этом я могу сказать, что вообще в российском там, типа, сегменте интернета я вообще про него ничего не слышал, никто про него ничего не говорил. Я от тебя только услышал про этот акапулька. Но он настолько приятный, добрый, хороший, что ты прямо вот смотришь и такой прям, блин, классно. Мы в итоге, когда сели с женой смотреть, я его так просто сам по себе смотрел, и потом понял, что вот он такой добрый, и как бы у меня жена подсела, тоже так что-то начала смотреть вместе со мной, она теперь каждую сезону в серию ждет, ну когда, когда, когда уже там выйдет акапулька, я такой, ну вот, все, сейчас в среду выходит, давай посмотрим. Короче, очень круто, нам очень понравилось, я дико советую, прямо он настолько холсом, настолько приятный, что прям вы получите дикое удовольствие, и прям классно. Ну отлично, я посмотрю, посмотри, не хватает такого рода вещей. Слушайте, давайте от позитивного, опять в говно, давайте. что не классно, не классно, это автомобильная индустрия, которая, в общем-то, немножечко поехала крышей, и сейчас новый тренд. Все хорошо работает на мобилах. Да. Все хорошо работает на мобилах. На мобилах хорошо работает. Приложения? Подписки. Подождите-ка, ну ведь современная машина, это же почти айфон. Да, said no one ever. На самом деле, это когда-то решили, знаешь, чуваки с BMW, и решили такие, вот будет классно, если вести подписку на поворотнике. Но ими никто не пользуется. Ну хорошо, но подогрев сиденья и руля. А они разве не отказались от этой идеи? не отказались. Нет, не отказались. Они в какой-то момент сделали подписку на то, чтобы у тебя CarPlay работал в машине, потом по поводу в общественности отказались, а потом опять ввели. Так, а новость в том, что Мерседес, который находится в соседнем здании. Пошел пойти еще дальше. Да, они такие, это слишком мелочно. Мы сделаем еще круче. Мы начнем продавать за деньги динамику разгона на подписке. Давай правильно говорить. Мы начнем вам продавать машину с залоченными 20% мощности двигателя. Разгона, да. Нет, а именно 20% мощности двигателя, короче. Но мы вам их разблокируем за деньги. 1200 долларов в год это будет стоить на ряде электрических Мерседесов. То есть вот у них электролинейка для США. Это пока только в США. Что вам 20% двигателя разблокируется за подписку. Вот. И что? Я подумал, в какой момент им дадут пизды в американском вот как бы соответственно в законодательстве или суде, что ты продаешь типа тебе целую машину, но она программным образом заблокирована, типа чтобы процентов 20 у тебя как бы... А как ты законодательно это запретишь делать? Ну потому что, смотри, есть момент того, что это чистый обман потребителя. Можно я... Бля, я вспомнил, у Теслы же тоже сам. У Теслы, кстати, тоже за это... У них есть так называемый ludicrous mode, который ты разблокируешь на разовым платежом за 10 тысяч долларов, и тебе тоже разблокируется дополнительная мощность двигателя. Да, но ludicrous mode изначально, как бы, понимаешь, это не постфактум то, что сделали, потому что до этого у мерсов такого не было. Но дело даже не в этом. Дело в том, что... Я сейчас повентилирую, да, можно? Я чуть-чуть побомблю это просто очень близкая мне тема. В современных машинах давно присутствует этот скам. Вы платите за все железо? На самом деле, покупая машину, вы за все это оплачиваете. Но не будет автопроизводитель продавать машину в убыток. Это не айфон, а не игровая консоль. Автопроизводитель не зарабатывает на бензине и на электроэнергии, которую вы заливаете в свой автомобиль. Нет. Он сразу должен продать машину в плюс. И дальше начинается... Знаешь, раньше мы тебе в базовой комплектации докладывали вот это, вот это, вот это, вот это. И ладно бы я понял, если бы эта херня началась с дешевых автомобилей. Я не знаю, купил условный Рено Логан и подогрев руля там стоит денежков. Ну, это было бы логично, да. Кстати, нам прямо сейчас пишет Женя из США, который довольно хорошо разбирается в тачках, пишет, что в Конгресс сейчас принимает закон о запрете подобных. Слава тебе, Господи, я надеюсь, все это примут вообще. Ну, смотрите, да? Вы же понимаете, что если в США это запретят, это абсолютно точно не означает, что это запретят во всем остальном мире. В Европе могут, кстати, пойти по этому пути. И в ЕС могут. Да и в России, кстати. Они, кстати, по этому пути и по этой причине в ЕС заранее эту функцию и не анонсировали, и не ввели. Да, 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 чистой водой, правда. Это хорошо Тимур подметил. Ну, смотрите, выплатите за весь автомобиль. Если в бюджетных машинах, окей, это объяснимо, но в бюджетной машине как бы автопроизводитель зарабатывает не очень много. Ну, нужен такой бюджетный Xiaomi, в котором она стоит 3 копейки, но зато будет вся обвешана этими подписками. Вот, ну, типа того. Но это Mercedes и BMW. Это самый, сука, верх. Это самый верхний сегмент. Это все равно, что в 97-м году в моей Volvo, которая стоила безумных денег тогда, это машина S-класса. Ты знаешь, я бы сейчас приехал в автосалон и сказал, блин, у меня подписка на цилиндр кончилась. То есть тебе... Ребят, вам правильно пишут, что прошивку от Васяна ставим и наматываемся на этом Mercedes на столб. Прошивка не прошивка? Да, именно поэтому до сих пор существует такая херня, как чип-тюнинг. Потому что в Ford'ах крутой АБС разблокируется за 20 минут. Вот ребята, с которыми я работаю, они чинят мою автоэлектрику, да, у них, на самом деле, основная работа, у них стоят Хоффманы всякие, там, тюнингованные Мерс и прочее говно. Они снимают, там, лимиты скорости, они снимают лимиты разгона. Часто эти лимиты вводятся для безопасности, надо признать. Потому что машина небезопасна на дорогах общего пользования, если она может от нуля до сотки разогнаться за 3 секунды. Ну и к тому же, например, на кроссоверах эти лимиты вводят для того, чтобы они просто не переворачивались от излишней мощности. Есть такая проблема. Вот. Но есть же просто скоттские примеры, когда тебе берут и какую-нибудь чисто софтовую функцию блокируют, ну типа распределение нагрузки на колеса. Они у тебя уже есть, у тебя уже есть процессор, у тебя уже все есть в машине. Но если ты не доплатил 3000 долларов в автосалоне, этой функции нет. Слушайте, чуваки... Это я вспомнил, как я в свою Мазду наколхозил себе за 3000 рублей соответственно навигацию. Причем на навигацию было завязано распознавание знаков и показ этих знаков соответственно на проекционном дисплее. И короче, 30 тысяч рублей стоило в салоне это сделать на год. Я просто сделал это себе на бесконечно за 3000 рублей вставил издишечку. Короче, и все, и все нормально. То есть ты не лицензионно вскрыл машину и добавил в нее не сертифицированное ПО? Вплоть до того, что ты даже... Это даже и этого не требуется сделать. Я знаешь, что я сделаю? Я просто взял издиху, которая была подписана специальным дилерским ключом. Ну то есть это не просто издишка. И как бы ты засовываешь, и у тебя, соответственно, запускаются все карты, все дела, и типа считается, что ты типа все купил. Завтра после этих слов Тимур дергает ручку своей Мазды, она просто не открывается, потому что заблокирована удаленно. Короче, короче, не знаю, это чистый воды скам, и если бы это было, я не знаю, как это работает в мобилах, ты получал бы машину дешевле. Слушай, я бы еще понял. Тебе скидали ссылку, где Тесла делает то же самое. В чем вообще... Тесла уже не делает этого. Acceleration Boost, алло, что это такое, по-моему? Уже пропало. Это у Тесла, он нам, Женя, пишет, что у Тесла убрали люди CrossMod, так-то. Ну, тут, видишь, там Женя пишет, что судя законопроекта запрет на продажу функций, которые с завода установлены, но принудительно заблокированы, и запрет на подписочные сервисы, которые связаны с хардвером в машине. Я, кстати, хотел вам сказать довольно важную в этом плане вещь, дело в том, что для удешевления производства огромное количество машин сейчас, ну, поскольку им сложно делать ряды разных СКУ с разными, типа, тирами внутри, ну, то есть, грубо говоря, с разными настройками, разная комплектация, им это дорого, поэтому они берут, тебе делают все то же самое, только тебе что-то блокируют, типа, по сути, на программном уровне. Например, в том же самом, там, BMW, например, тебе делают вентилируемые, блядь, сиденья, и они просто есть почти там на всей линейке X5, и ты, типа, берешь, как бы, покупаешь без этих самых сидений, но тебе все равно суют эти сидения с вентиляцией, просто ты не можешь их включить. При этом, BMW их все еще продает в плюс, надо вот, вот это важно подчеркнуть. Не автопроизводитель, это почему машина не айфон, вот я просто последнее, что скажу, а дальше уже все, у меня кончил с собой гнев. Машина не айфон, айфон тебе, даже айфон это уже не айфон, айфон тебе все равно продают в прибыль для Apple, Apple зарабатывает на железке, и на софте уже сверху. Но окей, это не смартфон к Xiaomi, где твою жопу продают, и смартфон дешевле. Они в грудь себя бьют, и говорят, мы 5% маржи делаем только. Да, 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 да. Когда тебе продают BMW X5, когда тебе продают Mercedes, Mercedes S-класса, Mercedes на этой машине уже заработал, когда она из автосалона выехала, без всяких подписок. Он не продаст тебе машину в убыток, это не его бизнес-модель. Но вот это вот, но знаешь что, братан, ты купил Mercedes, но вот будь добр, чтобы Mercedes был быстрее, нам еще заплатить. Но у меня стоит двигатель, который уже это может... Заплати. Ну что тебе стоит, бро, но ты так купил тачку за 130 тысяч долларов. Во-первых, я вот туда, во-первых, что мешает тебе еще на штуку баксов? Что ты мелочный, что ли, да? Ты жадный, да? Это первый момент. А второй момент, а чем это, блядь, отличается от условного продажи тебе там, не знаю, дополнительных ковриков за 5 тысяч долларов? Блядь, да ничем. Чувак, эти коврики не лежат в моей машине, понимаешь? но просто большинству людей это нахуй не надо. Я думаю, что те люди, которые действительно захотят себе разблокировать двигатель чуть-чуть... Есть еще охуенный вариант, Дим, знаешь какой? Можно просто не покупать эту машину, потому что EQS флопнулся в США. Вот эта вот модельная линейка, для которой продают эти подписки, она флопнулась. То есть человек посмотрел на это говно, пошел и купил себе, я не знаю, условный там Chevy Bolt или условную... Ты будешь смеяться, кстати, довольно хорошо в США заходят, как ни странно, Volvo XC60 электрический, понимаешь? Полстары. Что? Просто, не полстар, прям XC60, как он там, блядь, забыл, как он называется, который прям типа чистой воды плагин, короче, вот. Но, в общем, пацаны, короче, мы немножко побесили, давайте поговорим теперь немножко про машины, которые не бесят. Да, на самом деле не бесят, я тут сегодня, благодаря своему знакомому, который мне дал свой A-Play, поиграл в Need for Speed Unbound. Сразу скажу, да, там абсолютно кринжовый визуальный стиль, но это выключается, да, там абсолютно кринжовые персонажи, но это можно терпеть, да, там абсолютно мне не нравится музыка, но ее можно нахер выключить и включить Spotify. Зато... Не нравится, как ты такой, знаешь, типа, мне ничего в игре, блядь, не нравится, но... Так вот, но поскольку, поскольку это гоночная игра, в ней просто приятно ездить. Это первый Need for Speed с Rivals лично для меня, где мне реально интересно ездить в Need for Speed, там реально классная физика, там реально... Они наконец-то вспомнили, что машина может быть не утюгом на сковородке с маслом, а чем-то похожим на автомобиль. И может быть, у меня это впечатление поменяется, когда я нормально в нее засяду, да, и меня доконает стиль, но это первый NFS, в который реально интересно играть с точки зрения именно мафинков. Там интересно ездят машинки, там интересно сделано погони, там искусственный интеллект более-менее себя старается хоть как-то адекватно вести, там достаточно злые копы, неожиданно. А как это коррелирует, например, там, с условной Forza Horizon? Это разные игры. Вот Forza Horizon это игра на расслабоне. Если нажимаешь на гашетку и просто по полю несешься. На машине, у которой подвеска. Да, причем на машине, у которой там в реальной жизни подвеска там размером со спичечный коробок. Вот. Need for Speed это именно гонки, аркадные гонки, где ты именно гоняешься, где ты там стараешься быть первым. В Forza ты просто проезжаешь через все 8 машин и тупо до финиша тошнишь обычно на любой сложности. И в этом плане Unbound, как ни странно, очень напоминает вот, я не знаю, Underground 2 какой-нибудь. Классические InforSpeed'ы, короче, любимые в народе. Да, и самое главное, что там реально приятно кататься. То есть, вот, именно ездить в ней прикольно. Другой вопрос, что стиль, вот стиль, мне кажется, очень многих отпугнет, потому что я готов терпеть херовый стиль игры ради хорошей аркадной физики, потому что хороших автоаркад хер да маленько. Но я абсолютно не обижусь, если мне человек скажет, Макс, ты говно мне посоветовал, потому что музыка, я слишком старый для такого. Ну простите, пожалуйста, можно мне кипелого пожелать? Я вот из этих вот дурачков. Какое, блядь, кипело в уличных гонках, алё? У тебя давно в лихте было. Я стебусь, конечно же, да, но я вообще говорю, вот этот вот селлшейдинг, вот эти селлшейдинговые персонажи, это просто пиздец. Вот мне просто интересно в глаза человеку посмотреть, который решил, это хороший визуальный ход, что у нас будут херовые персонажи из Фортнайта, которые выглядят так, словно на них не загрузились текстуры. Да. Вот они будут стоять рядом с фотореалистичными тачками на Фростбайте. Кстати, заметь, что они уже делали такой похожий ход, но только тогда были фотореалистичные люди, потому что было фулл моушн видео, в которое были вписаны трёхмерные автомобили. Это было в Need for Speed, который просто Need for Speed 2015 года, когда они пытались его типа перезапустить. И здесь они, по сути, сделали то же самое, только вместо фотореалистичных людей люди нарисованы как мультик. Да. И это такое... Мне не нравится эта история с визуальными эффектами. Помимо того, что они просто... Они некрасивые. Они неорганичные. То есть, когда от машинки отходят какие-то кринжовые крылышки, это не выглядит стильно. если вы хотели сделать игру в такой стилистике, сделать её полностью анимешной. Сделать её как Initial D какой-нибудь сделать. Как там была игра, которую ты всё время хвалишь, там, на Dreamcast. на PlayStation 2 она выходила. Автомоделисты. Да, да, да. Да, да. Автомоделисты была прекрасной. Там благовённая физика. Она очень непривычная современнику, потому что она рассчитывалась на геймпад с кнопками вместо курков. Но она выглядела очень стильно и до сих пор выглядит очень хорошо. Сделать её полностью мультяшной или сделать её полностью реалистичной. Определитесь, вот это вот две игры, которые склеили визуально в одну. Меня, лично меня, это моё мнение, она этого очень бесит. Но ездить в ней интересно. И тут вы должны для себя решить, что вам нужнее. Вам нужнее хорошая автоаркада, именно как игра, или вот вся обвязка, насколько она вас будет бесить. Скорее всего, сильно. Но если вы любите ESP-Rock, ну, кто я такой, чтобы вам мешать, пожалуйста. А её нельзя отключить вообще? Ты в настройках не лазер? Посмотри, в настройках можно вырубить вот эти кринжовые эффекты. В настройках можно громкость музыки поставить на ноль, поставить, я не знаю, Spotify. А там кипел, да, опять? Да, да, да. Меня в этом плане музыка не напрягает, потому что даже на приставочке можно включить стриминговую музыку фоном. Так. Но вот эти вот персонажи, они никуда не пропадут. Сюжет «Ты теперь король улиц!» Это правило улицы! Есть улицы и все остальные, и ты на улице. Меня воспитала улица. Да, да, при этом, при этом, ты знаешь, это улица соевая, где Старбакс открыт. Ты знаешь, когда было раньше... Пожалуйста, Максим, не надо. Это был раньше гопнический район, но сейчас его джентрифицировали, и гопники там тоже джентрифицированные стали. Понимаешь? То есть, тебя отпиздили все делдаками, потому что ты нужное количество лайков в ТикТоке не набрал. Блин, это смерть. Ты рассказываешь очень кринжово. А вот скажи мне такой момент, а то она в открытом мире или там какой-то набор просто... Там открытый мир. Там открытый мир. То есть, ты едешь в эту миру, включаешь гонки, как это было раньше, да там? Да, 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 да. Ну, это, в общем-то, структура Need for Speed, она не меняется уже очень давно, на самом деле. С Underground 2 фактически, когда... По-моему, единственный не в открытом мире Need for Speed был после 2 Underground, не считая шифтов, которые, типа, ответвления симуляторные, это Pro Street. Вот в Pro Street были трековые гонки, а в остальном все NFS в открытом мире плюс-минус. Были после этого не считая... При этом, тут еще одна интересная история. На вот этом вот фоне Unbound'а неожиданно расчесали ностальгию. Российский разработчик тут неожиданно взял и перевел ассеты Underground'а второго на Unreal Engine. Вот. Записал видос и выглядит это на удивление забавно, что ли. Я бы на самом деле... Не знаю, честно сказать, ну а что, ты не можешь запустить Underground'а второй или что? Она в современной компании работает? Нет, 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 нет. Нет, она работает, она просто выглядит как говно. Другой вопрос, что вот я бы с удовольствием посмотрел, вот сейчас куча игр получает эти, как его звать, ремейки, не ремастеры, а ремейки. То есть, когда берут игру, но переводят ее типа технически на новое двигло с новыми ассетами. Если у нас вот есть куча ремейков, шутеров, у нас появляются ремейки, RPG, у нас появляются ремейки, всего чего угодно, я бы посмотрел на ремейк какой-нибудь автоаркады из середины нулевых. Прикинь, первый Underground один в один, но с современным графоном на Фростбайте. И винным дизелем на ссылочке. Не знаю, мне кажется, время таких игр уже давным-давно прошло. Ну, то есть, я понимаю фанатскую ностальгию по старым Need for Speed'ам, но мне кажется, вот Force Horizon уделывает абсолютно все их. И как в плане удовольствия геймплея, так и в плане всего остального. Ну, мне лично тоже Horizon очень-очень понравилось. Я могу сказать, что я в Need for Speed бросил играть именно в тот момент, когда вышла первая Force Horizon. И просто это настолько было лучше, это настолько было прикольно, это настолько было хорошо с той точки зрения, что я, как человек, который играет в сим и мог там почувствовать немножко сим, если там подкрутить настройки. Потому что, конечно, после этого возвращаться в утюжный NFS было прям очень тяжело, ты такой, господи. что я делал. Поэтому вот тот же Hot Pursuit, который там все считают хорошей игрой от Criterion, мне он вообще не понравился. Потому что они там вышли рядом с Horizon, плюс-минус, и я уже после Horizon в Hot Pursuit начал играть и такой, чё, почему, почему здесь у машин отсутствует инерция? А в Most Wanted ты играл, кстати, который... Ой, не Hot Pursuit, Most Wanted, да, Most Wanted это был, который перезапуск Most Wanted. А что, тебе Most Wanted не понравился, что ли? Серьёзно? Нет, ну вот так вот. Не знаю, его даже, кстати, недавно ремастерили, по-моему, год-два назад выходил ремастер на PlayStation 4. Да, да, и я в неё поиграл, она мне всё так же не понравилась. Единственный Need for Speed, который мне понравился за последние много лет, это был Rivals, да. Да, Rivals, потому что... Так что какие-то такие нужники по Need for Speed, я в этом плане агрессивно не хейчу, я считаю, что если они в следующей игре уберут вот эту кринжатину и оставят эту физику, вот тогда, может быть, у них получится хит, потому что в моменты Unbound очень красивая, когда там нет этих мультяшных эффектов, в моменты она супер кринжовая, и это настолько сильные качели туда-сюда, что яхазе. Слушайте, а вот насчёт Яхазе, я тут поиграл в хоррор, который называется Devil Me, он входит в онтологию Dark Pictures, и я прошёл её целиком на стриме. О, господи, я помню этот легендарный стрим. Есть, скажем так, пара нюансиков. Во-первых, я очень люблю, как ни странно, несмотря на то, что это кринжуха постоянная, и вот это вот постоянные моменты студентики, чё же вы себя не бережёте, зачем вы же друг дружку убиваете из-за тупых абсолютно поступков, но я люблю такого рода хорроры. Для тех, кто не знает, что такое Dark Pictures, это, по сути, ну, такие фильмы, как бы, около-хорроровые, потому что иногда это реально хоррор, иногда это просто комедия, чаще комедия, и из всех этих игр, которые выходили за последнее время, мне, наверное, больше всего понравился The Query, тоже, кстати, от Super Giant Games, тоже от них же, вот, но её издавал другой издатель, на неё явно дали больше денег, она явно была сделана получше, а вот Devil in Me мне, скорее, не понравилось. Мы на стриме прошли её целиком, проходится она часов за 8, плюс-минус, и в какой-то момент это было настолько невыносимо, что, честно сказать, я даже не могу правильно сформулировать претензии к этой игре, то есть, смотрите, в чём смысл? В большинстве хоррор Dark Pictures история развивается следующим образом. У тебя есть некое паранормальное событие, либо какой-то страшный элемент, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебя наёбывают, тебя обманывают, вся история, которая здесь развивается, на самом деле объясняется вот так-то и сяк-то. они довольно редко отходили от этой формулы, но в итоге, вот конкретно в этой игре финальный твист не работает от слова вообще, его там тупо нет. То есть, не работает сама основная составляющая этого хоррора, тебе тупо не страшно. Нет? Ну, то есть, смотрите, есть некое количество историй, которые в хоррорах развиваются, и это скорее, наверное, похоже на слэшер типа Пятница 13 или Хэллоуин, когда за тобой гонится маньяк, который молчаливый протагонист такой в маске, ты не знаешь, какая у него мотивация, он не разговаривает, его мотивацию ты можешь понять из какого-то рода там записок либо из разговоров персонажа, но в любом случае это не какая-то вещь, которая там паранормальная или какая-то вещь, которая там типа обстоятельства, которые там перед персонажами складываются. Второй момент. Видно, что на этот хоррор потратили гораздо меньше денег, чем на предыдущие хоррор серии Dark Pictures. Дело в том, что она глючная. Она глючная даже очень сильно, в том числе и на ПК, как мне говорят знакомые, которые в неё играли на ПК, но на PlayStation 5 они залили, наверное, даже не финальный билд, потому что я настолько сломанного хоррора в серии ещё просто не видел. У персонажей поворачиваются головы против своей оси, они смотрят не туда, иногда скрипты не срабатывают, они проходят сквозь стену, у них пропадают предметы в руках, которых были только что в катсцене. С учётом того, что эта игра в общем-то достаточно линейная, ну то есть в ней не слишком много там каких-то сюжетных ответвлений и так далее, это довольно странно. Ну то есть некоторые моменты... Причём нам писали люди, что когда они смотрели геймплей с PS4, типа игра намного лучше шла. Да, это странно, то есть по сути у тебя игра на разных платформах по-разному играется, хотя, ну то есть очевидно, что наверное это должен был быть какой-то один билд, да, чувак, они просто не смогли купить PS5. И так, и так. Звучит реалистично. Второй момент, в Британии действительно проблемы с этим. Второй момент, который меня раздражает в этой игре, это, блядь, персонажи. Ну то есть, смотри, даже в предыдущей части были персонажи, которым, ну тебе хотя бы интересно было за ними наблюдать. Здесь это набор настолько штампированных чуваков, что ты просто не понимаешь, нахуя они их добавили в игру. Они просто неинтересные как люди. Просто неинтересно, что с ними происходит. То есть вот так, то есть вот это все потому, что ты расист? Да, это правда. Можно вырезать потом это и использовать против Дима. Это история называется следующим. Некая группа кинематографистов приезжает в отель, в который построен по образу и подобию того отеля, который построил один из первых американских маньяков, как это его там звали, Джейсон Холмс или как это, Холм, не помню. И история этого отеля была в том, что Холмс убивал свои жертвы и прятал их в тайных помещениях этого отеля, в подвале их расчленял и попрочее, а убивал он их переставляя стены, строя всякие ловушки, шипы с кольями и так далее и тому подобное. Так вот, группа кинематографистов приезжает снимать туда документальный фильм о том, что вот как в современном мире существуют фанаты этого маньяка, который вот строит точно такой же отель типа того. Естественно, владелец всей этой истории оказывается сам маньяком, вот, и, в общем-то, на этом вся интрига пропадает. Догадаться о том, что происходит в игре, можно, не знаю, за полчаса, наверное. Так что никакой интриги здесь нет вообще. Далее. За каким-то хером они добавили туда огромное количество нововведений геймплейных, которых не было в другой части серии. Например, у персонажа теперь есть инвентарь. То есть там, условно, у любителя покурить он носит с собой зажигалку, да, там, типа, девушка, которая типа, звуковик местный, она носит с собой такие, типа, наушники, которые позволяют слышать сквозь стен, что происходит. Короче, наушники и микрофон, которые для мониторинга, по сути. Там, типа, местный оператор, он, значит, носит с собой камеру, ты можешь теоретически что-нибудь заснять, интересно. Но все это сделано настолько через жопу, что непонятно, нахера это было вообще добавлять в серию. Второй момент, они добавили очень много хождений. Ну, то есть, как бы, такого не было в прошлых частях серии. Напомню, что в прошлой части серии это просто ты идешь по коридору, смотришь заставку. Да, потом идешь в последующем гридору, опять смотришь заставку. Здесь они за каким-то хером добавили вот этот вот exploration, который ни к чему, блядь, не приводит вообще. Ну вот, и я все еще считаю, что Supermassive Games хорошие разработчики, они вполне могут сделать хорошо, но вот как финал сезона, а они уже сказали, что это типа, вот эта игра завершает Dark Pictures Season 1, что называется. Как финал сезона этот хоррор просто не работает. Ну по моему мнению, он просто говно. Ну то есть вот прям совсем плохо. И последний момент, который хотел сказать, The Query от них же в разы было лучше, хотя мне она тоже не очень понравилась. То есть как-то так. Мне в этой игре только понравилась главная героиня, которая играет очень крутая актриса, она же играла, соответственно, в фильме Men, который вышел недавно, от, соответственно, Алекса Гарланда. Так что, типа, прям, она классная. Это единственное, что в этой игре классного, все остальное пиздец просто. Поэтому, я когда смотрел стрим, прям страдал и думаю, какой, ну какая же... Ты еще рано ушел, братишка, потому что дальше там такой пиздец начинался, что мы там орали просто на стриме. Если вам не хочется, не хочется проходить, просто посмотрите, у нас на канале лежит полное прохождение этой игры. Если вам интересно, страдайте, как я страдал. Слышите, один из самых главных, наверное, таких скандалов в арт-тусовке прошлой недели заключался в том, что на Netflix вышел сериал, который называется 1899. И в какой-то момент... Это причем сделали создатели сериала Dark, немцы, соответственно, который, ну, сериал был довольно успешный, и поэтому им совершенно спокойно дали денег, дали там бюджет, в карт-бланш, и вот они наснимали новый сериал 1899, мистический, опять же. Вот. И произошел скандал. Пришла, так скажем, комиксистка, то есть это, ну, типа художница комиксов, выдумщица истории вот это все, из Бразилии, которая сказала, что она сделала комикс, который называется Black Silence, черная тишина, и, соответственно, показывала его в Европе, в 2000, что-то типа, по-моему, в 16-м, что ли, или в 17-м году, ну, короче, типа, несколько лет назад его показывала в Европе, и огромное количество арт-решений, которые используются в этом сериале, буквально покадрово, просто своровано из этого комикса, то есть прям вообще прям подчистую, вот, то есть не то, что, знаете, как говорится, инспирирована, а прям своровано кадр за кадром. Да, на раскадровке очень сильно похоже, то есть явно этот комикс использовался как такие, знаешь, борды для, мудборды для создания сцены. Ну, и, соответственно, никто ее нигде ничего не поблагодарил, ничего не сказал, Netflix аккуратно как бы как-то отбрехался, но, как бы вообще, как говорится, осадочек остался и чувствую я, что как бы эта история далеко дальше пойдет сейчас, потому что в итоге я не видел никакого утверждения или какой-то отмазки, например, от создателей, типа, ой, сорианта, ничего такого не было, я ничего не увидел. При этом я читал оригинальный комикс, я могу сказать, что он вообще не похож на сериал, просто некоторые арт-решения один в один, просто один в один. Вот, по поводу самого сериала, мы с ним его начали смотреть, дело в том, что я посмотрел по сути все серии, кроме последней самой, оставил себе намяк под конец, вот, а Димка у нас посмотрел почти тоже до туда же, я такой, что ты, типа, пару серий не досмотрел. я не посмотрел последнюю только. А, дальше мы с тобой одинаково дошли, отлично. В общем, что я хочу сказать, что я ожидал чего угодно, но мне довольно-таки понравилось то, что я видел по всем видосам, по всем трейлерам, я такой подумал, блин, прикольная какая-то затея, сеттинг, красиво выглядит, клево все по рту, тем более, что все так хайпили сериал Дарка, который я так до сих пор не посмотрел, но я подумал, блин, ну начну тогда с этого сериала, как бы раз уж так команду все там прям хвалят, ну и что вы думаете, я, короче, Максим, кстати, у нас забыл выключить микрофон, я это сделаю за него, ну вот, Максим, если что, я тебя выключу, ну вот, ладно, оставь, у тебя плакал ребенок там, он не прекратит плакать, это ребенок, он никуда не денется, к сожалению, а где твой хваленый RTX Voice, где работает, Тимур, ну вот, но смысл в том, что в итоге мы посмотрели, я такой подумал, блин, ну прикольно, интересно, о чем вообще сюжет, если так очень вкратце, то начинается все с того, что у тебя есть корабль, на котором, как бы, соответственно, плывут разные люди, 1899 год, то есть, видно такая викторианская эпоха, и по разным причинам те или иные персонажи плывут на корабле из Европы в США, явно, как бы, пытаясь уехать от своей судьбы, потому что что-то плохое у них случилось, у каждого, и, как бы, соответственно, люди, как бы, все немножко на стреме, все на взводе, у всех какие-то свои скелеты в шкафу, и ты понимаешь, что у тебя есть условно такие некие центровые персонажи, а остальные все такие немножко, как бы, такие, ну, да, такие NPC, вот, и буквально, знаете, как говорится, с первой же серии, ты понимаешь, что, типа, как бы, знаете, вот есть ряд моментов, которые буквально описываются, мне кажется, по-моему, практически в каждом, вообще, толкователе снов, или какие-то, знаете, в вещах, типа, как понять, что вам снится сон, вот так вот, и ты такой, блядь, ты такой прямо, один, два, три, четыре, пять, может быть, им всем снятся сны, и это все не за правду, вот, это, это, это типа, как бы, раскрывается чуть ли не, там, на второй, на третьей серии, типа, что, да, блядь, им снятся сны, как бы, это все, что ты не договорил, история в том, что они плывут на корабле, и в какой-то момент корабль получает сигнал бедствия от другого такого корабля, они приплывают к нему, и корабль, блядь, один в один такой же, как их, только называется по-другому, да, вот на этом моменте, я подумал о том, что речь идет про какие-то там параллельные миры, там, не знаю, там, путешествия в, сквозь, там, не знаю, время, потому что, я напомню, но сериал Dark, например, он был про путешествия во времени, то есть там, основная идея была в этом, я еще не посмотрел, если что, многие, вот тебе спойлер, а я знаешь, на что обратил внимание, знаешь, на что обратил внимание, когда, в оформлении корабля, и героев, везде, абсолютно везде, используются сраные пирамиды, то есть вообще везде, и в какой-то момент, когда у тебя, если ты не видел постеры к этому сериалу, персонажные постеры, стоит персонаж, да, там написано, как его зовут, написано, что сериал там, такой-то, такой-то, и у персонажа вместо зрачка, в глазах, нарисована пирамидка, да, это просто полигоны, пацаны. Короче, прикол в том, что там, это вплоть до того, что паттерны на кораблях, паттерны на коврах, там пирамиды, на номерных знаках, собственно, кают, тоже пирамиды, висят фотографии пирамид, внутри кают, короче, серьги у женщин в виде пирамид, все вокруг, одни пирамиды, пирамиды, и пирамиды, пирамиды, и в какой-то момент героиня видит маленькую секретную дверь и такая там, блять, на ней же нарисована пирамидка, ну это за такой знак, что бы он мог значить, короче, а там, блять, пирамида, перечеркнутая там, типа, черточка, я думаю, пизда, у тебя, блять, на двери, пирамида такая, у тебя, сука, на ковре такая пирамида, ты чего, блять, охуела, ну это, ну ты понимаешь сразу, что это типа, как бы, логика сна. Сейчас опять Тимур все расскажет, Мур зачем ты все расскажешь? Короче, смотрите, я, это типа, по сути, как бы, я вам рассказываю, как бы, вещь такую, это затравка, потому что на самом деле все намного сложнее, там они навернули сюжет, но, что я хочу сказать, если вы вдруг будете смотреть этот сериал на английском, имейте в виду, что как паневропейский сериал, они это очень любят, в этом сериале разговаривают, по-моему, я насчитал на десяти, что ли, языках? Ну, немецкий, французский и английский в основном, три языка. Немецкий, французский, английский, испанский, португальский, кантонский, сейчас я скажу, ну, каких еще, на польском, на датском, то есть, это, 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 что я с налета вспомнил. Чтобы вы понимали, на корабле плывет 1600 пассажиров, поэтому там много разных. В основном из Европы и из Азии, и они все говорят на разных языках, и если вы начинаете смотреть фильм на субтитрах, то у вас начинает просто взрываться голова от того, на каком количестве языков они говорят, и как они смотрят друг на друга, и типа понимают друг друга, как бы человек говорит на китайском, на кантонском точнее, короче, и в этот момент ему там, типа персонаж на польском отвечает, заебись, да, а другой говорит, типа на португальском, а этот на испанском, а этот на немецком, а этот типа на английском, во, и ты такой, типа, пиздец, вот, но опять же, если будете смотреть на русском, это все нивелируется, как бы, и, ну, смотреть, наверное, может быть даже попроще будет, вот, если что переводы, вот все, которые сейчас есть, они довольно неточные, я бы так сказал, что я смотрел с субтитрами, в итоге, в какой-то момент я переключился на языки, страдал, но смотрел с разными языками, но с субтитрами. Я, знаешь, с чего страдал? Да. Я страдал с того, что в одной из озвучек, в русской версии, Всеволод Кузнецов, от которой голос Геральта, Витчер 3, озвучивает Капитана, и, блядь, я не мог с этого, блядь, абсолютно просто, каждый ебаный раз. Раз, да. Никак они, лера. Никак они, блядь, не научатся. Слушай, давай перейдем к впечатлениям. У тебя еще понравилось? Смотри, я тебе скажу так, короче, я не досмотрел последнюю серию, но он затягивает. И несмотря на то, что очень-очень многие моменты угадываются, и быстро ты такой понимаешь, ага, вот так все понятно, короче, да. Но от многих моментов ты фрустрируешь по сюжету, потому что, как бы, я уверен, что может быть в конце их как-то немножко раскроют, и мне станет полегче, но пока что от некоторых моментов я прям фрустрирую. И многие вещи, когда там персонажи прям тупят пиздец, просто, как бы прям, наверное, может быть, вот эта логика сна, я просто почему говорю про это реально затравка, которая раскрывается буквально во второй серии. Да, она раскрывается в первой, блядь, серии, камон. Но просто я к тому, что типа это типа маленькая вершина айсберга, потому что все намного сложнее на самом деле. Вот. Там есть в первой серии момент, когда тетка в зеленом, это, блядь, первые 10 минут серии, так что это не спойлер, тетка в зеленом разговаривает с другими персонажами и говорит, как вы думаете, что могло привести типа такую разношерстную команду, там типа вот там есть у нас японка, да, которая там с мамой путешествует. Не японка, она кантонка. Ну, насрать японка, гейша типа. У нас есть, значит, два каких-то друзья голубка, явно. Вот. Они типа два брата. Значит, у нас есть там вот такой вот персонаж, всякой вот персонаж. И вот они все сидят в одном помещении и едут все к лучшей жизни в Нью-Йорке. Что могло их сюда привести? Не успел я задуматься над этим вопросом, который она задает другому персонажу. она наливает себе чашку типа какой-то там какой-то напиток, выпивает его и все остальные люди в этом ресторане делают то же самое. Одновременно. Одновременно. В этот момент я понял, а, так вот чем фишка. Я догадался о сюжетном плод-твисте моментально, блядь. А знаешь, почему? Почему я догадался? Потому что я играл в эти ебаные хорроры Dark Pictures. Они все, сука, одинаковые. И вот я пока смотрел этот 18-99, я абсолютно точно понимал, что вот то, что тебе рассказывают, это неправда, а на самом деле все по-другому. Конечно. Ну, я тебе говорю про логику сна, там прям вообще прям вот она прям угадывается с первых же секунд. Просто. И ты такой, бля, все понятно. Но, опять же, все сложнее, все интереснее. Оно, несмотря на то, что огромное количество огрехов, много вещей есть каких-то немножко затянутых, некоторые вещи вообще притянуты за уши. Особенно, я вот это обожаю, конечно, это Netflix, да, короче, если вдруг у вас секс между мужчиной и женщиной, то это будет показано полсекунды, и как бы все одеты, и так далее. если же это гей секс, сука, почти прям порно будет. Да, 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 и самое смешное, что вам не хватало двух геев в фильме, ничего страшного, мы добавим третьего, четвертого, пятого, десятого, двадцать восьмого, и в какой-то момент ты вообще не понимаешь, какое количество людей тут, блядь, осталось, которые геттеры, хоть один-то есть. Да, в 1899 году, где мы знаем. Да, это просто доходит до смешного, Максим, ты смотришь эту историю, ты такой, бля, ну это точно гей, второй такой, ну типа ведет себя точно так же, ты такой, ну это-то не может быть гейм, ну кому, а, да, ёб твою мать. Это просто смешно, короче, произошло. Да, это просто смешно, это знаешь, как грызть сценарий, писал нейросеть в этот раз, потому что это... Чувак, а ты в году фвори, в новую, знаешь, кто персонаж гей? Ты игрок. Ты меня, кстати, поставил в тупик, наверняка кто-то есть. Там очень смешно, что, я просто как играю, короче, я играю с русскими, русским текстом, русскими субтитрами, но соответственно с английским голосом. И в русских субтитрах эту тему эти завяли, короче, а в английском все говорят четко, вот. И... А потом напишешь, мне просто интересно, я в этот момент правофлил абсолютно, я не знаю, смотри, знаешь, не надо, пожалуйста, давай без этого, все, не надо, ползи, я могу засвоилирить, говно это не имеет никакого значения, потому что это третистепенный персонаж, как бы, но забавно. Возвращаясь к 1899, я могу сказать так, вот сравнение с Dark Pictures, которое я сейчас привел, да, оно не случайно, потому что, во-первых, мне не понравилось, а второй момент, насколько же это вторично по отношению ко многим сериалам того же самого, блядь, Netflix'а, и ты смотришь эту историю, ты думаешь, блин, а вот могли же, могли же повернуть классно, потому что у тебя... У тебя есть крутейший сэндмэн и совершенно всратиший вот этот видал. У тебя есть крутой сеттинг, во-первых, у тебя есть корабль, который плывет в неизвестность, да, у тебя 1899 год, то есть у тебя никаких, блядь, мобильников и никаких там, блядь, не знаю, спутниковых телефонов, да, ты вряд ли там, если вдруг корабль попадет в беду, вряд ли ты сможешь подать там сигнал бедствия, который там люди услышат и так далее. У тебя крутейший сеттинг, и ты с ним обращаешься просто как с говном. И я могу сказать так, этот сериал почему-то все хайпят, но мне не понравилось. И в какой-то момент я начал его смотреть, потому что он тянется и тянется и тянется. То есть условно первые пять серий ты будешь смотреть, и тебе будут давать информацию вот такими кусочками, намеками, но между этих намеков нихуя не происходит. Не, ну почему? Происходит как бы. Сейчас объясню, что я имею в виду. Персонажи тянут слова, у них очень длинные сцены, где они подолгу на что-нибудь досмотрят. И ты понимаешь, что эти восемь серий сериала вполне могли оказаться четырьмя сериями сериала. Это типичная история с Нетфликсом. Давайте покажем, как персонаж надевает куртку. Снимает ее, одевает, поправляет, выходит из двери. Экспозиция, персонажа. Экспозиция. Теоретически, кстати, это должно играть на руку сеттингу, потому что здесь такая типа мистическая атмосфера. Но поскольку я догадался о сюжетном твисте в первые десять минут, я понял, что, блядь, это невозможно просто. Я могу так вам сказать, парни, я, конечно, думал посмотреть, и сейчас не буду после вашего этого делать, но, собственно говоря, предыдущий сериал создателей 1899, Dark, Тьма, он ведь тоже переоценен. Я не смотрел Dark, но все говорят, что он крутой. Я смотрел Dark, он клевый, он клевый, но он не настолько клевый, как о нем говорят. И там тоже финальный твист угадывается очень быстро, если вы хотя бы немного читали фантастику. Это правда. Короче, пацаны, в общем, смотрите, сериал получился второ-третьестепенный, нам совершенно не то, чтобы прям супер зашло, но если вам вдруг не хватает жвачечной такой мистической какой-то штуки, идите и посмотрите «Дом с прислугой» «Сервант» на Apple TV. Отличный сериал, вот такой вот охуеть от плод твистов Шьемалана, потому что он в каждом сезоне умудряется проебать твое зрительское внимание, а потом ты такой, ебать, серьезно? Это ж яма, этоGE, никто ничего не говорил. Ладно. Провода на 18-908. Не в коем случае не смотрите просто зажиганчик. Я досмотрю последнюю серию, чтобы понять, что там, к чему мне стало интересно все-таки. Я уже посмотрел все, мне осталось последнюю серию, я досмотрю. Нет еще. Вот досмотрю вас вот. Я досмотрю. У меня просто будет сейчас много поездок, мне придется как бы много смотреть, если что поэтому и мне будет время посмотреть. Тебе спрашивают, кто гей-то в Рагнарёке? Нет, нельзя, всё, тихо, блядь. Слушайте, ну я могу вам сказать, тихо, тихо. Короче, тем временем, можно я, да, тем временем нам занесли, чел медведосвин занялся нам 300 рублей, как у Баряна, кстати, дела, как у Баряна дела. Я, спасибо. Слышите, у Баряна всё хорошо, он считает отца лучшим другом после меня, и, соответственно, он как бы отлично с ним проводит время. Мне постоянно и мать, и отец присылает фотографии, как Барян спит, разложившись на руке у отца, на ноге у отца, на плече, короче, чуть ли не на голове, и, короче, в общем, он прям вообще в тесны целуется, обожает, у него всё хорошо. Котик обрём новый дом. Я ему постоянно заказываю просто огромные тонны деликатной этой еды, чтобы его не поносило, и в целом у него всё хорошо, но мы рассчитываем с женой его забрать, как только у нас как-то более-менее не устаканятся все дела, и мы будем понимать, что да, вот окей, всё нормально. Денис Бондаренко, за нас на 300 рублей. Тимур, ты как-то исследовал тему, как на показ Windows сделать аналог Quick Resume, как на консолях. Что-то с тех пор появилось по этой теме? Нет, всё стало ещё хуже. Это я говорю как человеку, у которого... У меня была пара попыток со своим ноутом, легионом 5, увести комп в гипербнацию в играх. Просто нет. Ну, я не уверен, почему этот вопрос у меня, потому что я никогда такого ничего не исследовал, ничего такого не делал, вот. Но могу сказать, что вот я прямо сейчас смотрю на аптайм моего MacBook, и там 34 дня, 7 часов, 55 минут. С виндой так не работает, Тимур. Слушайте, давайте закончим наш подкаст и впечатление горячим прям советом, очень горячей рекомендацией. Я прошёл Person 5, и я могу сказать... Да, Royal. Что меня играми увлекали так очень давно. Я вот аккуратненько её закончил к выходу Рагнарёка, можно сказать, да? Закончил Person 5, тут уже вышел Рагнарёк, можно с одной охренительной игры переключиться на другую. Я скажу так, все похвалуевые её адрес полностью оправданы. И даже если вам просто насрать на местный геймплей, хотя он, кстати, оказался на удивление простым, рояль в этом плане, в отличие, кстати, от базовой Person 5, сделан таким образом, что его пройти может даже человек, который просто в принципе нажимает на кнопку. А что там поменялось по сравнению с обычным? Ну, они там добавили кучу бафов, они там добавили кучу способностей конфидантов, которые у тебя дают фактически чуть ли не читерские вещи. Вот, они добавили кучу там всяких механик, которые тебе позволяют отыграться и сделать всё хорошо в плане прокачки персонажа и там прокачки конфидантов и так далее, и так далее. Но суть не в этом. Ты говоришь про конфидантов, как будто мы говорим, о чём речь? Это, в общем-то, друзья главного героя, с которыми надо прокачивать отношения, чтобы получать и по сюжету какие-то моменты и какие-то специальные способности, да, в бою. Так это Dating Sim. Типа того, да. Но Person 5 Royal мне понравилась как история. Это очень классное аниме, вот я не стебусь сейчас, с очень классно выписанными персонажами, с очень интересно структурированным сюжетом, с даже вот этот вот хвостик, который добавили в рояле, он как бы добавляет историю ещё больше глубины, и вот когда проходишь хорошую RPG с хорошим сюжетом, с хорошими персонажами, где всё в итоге в финале складывается, у тебя такое тёплое чувство, ну вот, я не знаю, как после Mass Effect'а второго какого-нибудь, да, там, или чего-то такого. Вот от Person Royale это есть. И к тому же рояль, он безумно стильный. Это реально безумно стильная игра. Интерфейс, как сделана там вся история связанная с музыкой, там шикарный саундтрек совершенно. Как сделана... Что у тебя занято в итоге прохождение? Чисто, я её заспидранил за 65 часов где-то, за 70. Я бросил оригинальную Person опять где-то, часов на 14 примерно. Мне просто надоело, блядь, копипасты, подземелья и всё прочее просто вывешивать. Вообще, вообще насрать, я просто бежал вперёд с читами в этом плане и спокойно смотрел на сюжет. Там шикарный, кстати, катсцена, который рисовал, как я потом посмотрел, Production IG, это студия, который рисовал Goals on the Shell. Это действительно крутой, крутая история. И если у вас есть Switch, для Switch это вообще идеальная игра. Ну, кроме шуток. Тебе там пишут, что Person 5 ебучая визуальная новелла вставками хуёвого геймплея. Я абсолютно согласен. Like любая JRPG ever. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Не согласен. Я правильно понимаю, что если смотреть аниму по Person 5, то ничего не путём. Анима говно, которое никакого отношения к игре не имеет. Бля, я читал ровно противоположные отзывы от огромного количества людей. Анима максимально неудачная, не говоря уже про тот факт, что анима поставлена по обычной Person 5, а мы говорим про рояль, где очень многие вещи переписаны и переделаны в сюжете и добавлены новые персонажи. Я всё время думаю, интересно, почему они так делают? Каждый раз каждая персона выпускает игру, а потом её берут, переделывают и выпускают вторую. Интересно, у них стоит в родмэпе, типа, сначала мы делаем хуёвую версию, вот здесь будет такой сюжет, а потом сделаем нормальную версию. Я думаю, всё проще, поскольку студия изначально не очень большая и бюджеты у неё небольшие. На что хватило денег, сделали, игра не провалилась, потратили девушку, чтобы это делать. И так каждый раз, сколько уже, со второй части точно, я помню, так было. Тем не менее, я, короче, с гигантским удовольствием прошёл Person 5, если у вас именно рояль, если у вас есть возможность поиграть в неё на ПК, играйте в неё на ПК, потому что там есть читы, и можно вообще не заморачиваться этими сранными историями с расписанием, этим JRPG-шным типичным геймплеем пошаговым. Но ты можешь спокойно сидеть и наслаждаться всей этой историей. Я понимаю, что ты проебал, лучшую часть игры. Какую? Жизнь обыкновенного японского школьника, где ты ходишь на уроки, общаешься с одноклассниками, прокачиваешь отношеньки, прям как в любимой Тимуром Fire Emblem Treehouse, практически один в один просто. Кстати, на этой неделе выходит замечательная игра под названием как там, XCOM, нет, не XCOM, как там, Midnight Suns у неё очень хорошая цельская. Да, то же самое, абсолютно. У тебя есть XCOM-ная часть, которая пиздатая, есть часть, где ты прокачиваешь отношеньки и разговариваешь с другими супергероями. О, такой геймплей. Прямо, просто обожаю такие видеоигры. Я побомбил, спасибо, спасибо за... как-то Димка, жизнь. Спасибо, спасибо за то, что пришли на мой TED Talk, да. Короче, Persona 5 топ, я взял Persona 4, потом про неё тоже расскажу. Ну ладно. Слушайте, я скажу так, что я в своё время Persona 4 Golden почти прошёл, потому что в какой-то момент, под самый конец, мне так заебали эти копипастные данжи, что в самом последнем данже меня просто так заебало, что я реально бросил игру на последнем данже, потому что я просто, ну то есть вы знаете, узнать, чем закончилась игра, выточнить последний всратый данжен, и ты такой, нет, я просто, я не готов закончить игру ради этого. И в итоге я пошёл, посмотрел на ютубе, чем всё заканчивается, и мне стало похуй. Но Persona 5, на самом деле, все так хвалят, что я думаю, что я всё-таки поиграю, я думаю, я куплю её на свече, а потом подожду, когда на Нарью Джинксе будет хорошо идти и буду играть в 4. Ну, я могу тебе рассказать, зачем, если у тебя есть ПК-версия нативная. Надо посмотреть, хорошо ли она идёт. Она прекрасно будет работать, абсолютно. Да ладно, Макс. Ты ошибаешься, Макс. Огромное количество игр, которые совершенно неожиданно могут очень хуёво работать на Маке, как бы через вот Parallels. А некоторые игры могут работать очень хорошо, но тоже неожиданные совершенно. Поэтому тут вот прям как придётся. Да, и слушайте, в этом контексте логично будет перейти к статьям недели, потому что у нас одна из первых статей, она, собственно, посвящена GPU M1 чипа. Я хотел немножко про неё побольше рассказать сам. Давай, расскажи, расскажи. В каком контексте. Дело в том, что тут написали, есть такой проект, называется Asahi Linux. Это Linux, который сделан под M1. Под Apple Silicon вообще. Да, под Apple Silicon вообще в целом. И там довольно небольшая команда ребят пытается, соответственно, портировать Linux, сделать для него графическое ядро, типа сделать для него все API-шки, чтобы как бы вообще полноценно нормально работал Linux на Mac. И очень интересный был момент с тем, что когда они начали, ну, кроме самого Linux, начали пытаться делать, соответственно, графическое, как бы, графическое API, чтобы оно на Linux хоть как-то вообще нормально работало. Дело в том, что занималось им два человека, две женщины. и они начали с малого, они начали потихонечку как бы реверс-инжинирить, пытаться там смотреть, что как вообще все это работает, выстраивать потихонечку проект, и они всего за полгода вместе с некоторыми ребятами, которыми помогали как бы там, именно в реверс-инжиниринге, они написали дрова под, по сути, как бы процессоры Apple Silicon, чтобы они работали на Linux, и они пришли за полгода от нарисованного треугольничка до того, чтобы запускать там игры, и в том числе запустить даже как бы базовую, ну такую типа обкастрированную версию Vulcana. Вот, они, ну, я поговорил с Юрой TurboGedai, мы сегодня как раз с ним обсуждали эту тему, он говорит, что мало того, что, ну, это просто типа невероятный кейс, потому что, ну, он говорит, я не помню типа такого момента, чтобы тебя на новые вообще процессоры, на новые как бы незнакомые железки писали Linux, который вообще не очень-то хорошо предназначен для работы с графическими API, и там все это обычно с большим скрежетом идет, чтобы взяли и люди такой маленькой командой, и так быстро, и еще и на незнакомом языке, они захуярили эти дрова на Rusty, под Linux, бюксом, две девушки, ну, то есть, он говорит, это что-то, ну, типа, это такой кейс, который люди сейчас разбирают и просто охуевают, как бы, насколько это круто, и статья, которую мы хотим посоветовать, они сидят и разбирают, как они к этому, ко всему пришли, что они делали, с какими проблемами столкнулись, и насколько необычная железка, соответственно, GPU в Apple Silicon. Чтобы вы понимали, дело в том, что в Apple Silicon для того, чтобы менеджерить память, менеджерить, соответственно, работу с power consumption, как это, типа, энергопотреблением, вот, соответственно, со всеми этими вещами, там используется отдельный специальный GPU, который сам все это делает. Такого не используется вообще, ну, ни в одном GPU никогда. И это, ну, по сути, это уникальная такая своя система. У него свой набор команд, вообще все свое полностью. И таким образом, получается, что у тебя, типа, КПУ с GPU и с отдельным КПУ, который работает с GPU, у них свой собственный, там, pipeline работы, свои собственные инструкции, все вообще свое. Но, они, с одной стороны, говорят, это очень сильно усложняет низкоуровневую работу, ну, то есть, типа, прямую работу с GPU. Но, с другой стороны, там просто все работает. Самое. Короче, да, почитайте статью, Тимур ее в интересе полностью перескажет. Я к тому, что обязательно почитайте, это, ну, как бы, если вы вообще этой темой интересуетесь, там, блин, они настолько круто это все рассказывают. И опять же, вот, Юра рассказывал, что, он говорит, там, все сообщество просто в шоке. от того, как они поставили задачу, как они ее решали, как они пришли от малого-большему, как они двигались, какие ставили микрозадачи, как бы, ну, вот этот весь прогресс, это просто совершенно уникальные случаи вот на вообще вот такой программерской сцене, особенно на Linux сцене. Это очень круто. Вот. Такие дела? Почитайте статью. Я вам хотел посоветовать статью, которая гораздо проще. Она просто тупо рассказывает о том, откуда появился жанр под названием First Person Shooter, то есть FPS. И это не Wolfenstein? Нет, это не Wolfenstein, ты будешь смеяться. На самом деле, в ретроспективе там очень много разных игр, которые с натяжкой можно назвать, наверное, FPS-ом, но, тем не менее, здесь вот на хабре чувак просто расписал, какие, в принципе, игры были и что из них можно назвать FPS-ом, а что из них нельзя назвать FPS-ом. И нет, это не Wolfenstein. Почитайте статью с иллюстрациями, она не очень большая, но и понятное дело, что, наверное, на какой-нибудь Википедии можно найти информацию и поинтереснее, но, тем не менее, как краткая история происхождения жанра, это довольно интересно. Тем более, что тот подкаст, который мы пишем сейчас, он записывается 30 ноября, а 30 ноября это якобы международный день создания жанра FPS. Когда вышел в Wolfenstein? Нет, ты почитаешь и статьи пойдешь. Ладно, хорошо, я шучу. Макс, да? Максим. Да, у нас тут вообще очень интересная тема, ее, по-моему, Тимур у нас добавил, но вообще она касается фильма Скорцезе, который Скорцезе не снимал под названием... Прикол в том, что якобы считается, якобы считается, что это фильм, в котором Скорцезе напрямую принимал участие. И якобы считается, что это утерянный фильм Скорцезе, и это фильм про русских мафиози. Да. Очевидно, не русских мафиози, а русских КГБшников. Причем, прикол в том, что это 73-й год, в этом фильме снялось огромное количество супер-пупер-звезд типа Харри Кейтеля, Почина, Софи Лорен, вот, и как бы, ну, то есть, это, типа, действительно супер-крутые звезды, и он, типа, якобы круто снят, этот фильм долгое время находился вообще в полной тени, вот. То есть, на полке бежал. Поэтому, как бы, сейчас про него все вспомнили, сейчас его все хайпят, и тут, как бы, статья на кинопоиске, где рассказывает историю этого фильма, откуда он появился, что с ним было, и так далее. Поэтому, почитайте, довольно прикольно, и из-за одного, может быть, у вас появится как раз шанс его как-то где-то и посмотреть. Вот. Такие дела? Подождите, а это разве... Ч-ч-ч-ч-ч, испуганно. Короче, прикол в том, что, ребят, мы потихонечку заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое, что вы нас смотрели, спасибо большое, что вы нас слушали, и, ну, наверное, самое главное, это то, что, как бы, ребят, у нас конец года, год какой-то был совершенно ебанутый и пиздецовый. На 10 лет просто. Да, мы будем надеяться, что как-то закончится все получше, хотя надежды мало, но все-таки. Вот. И мы всем говорим, держитесь, ребят, мы очень стараемся для вас, очень стараемся держаться, а вы старайтесь держаться для нас, потому что, если, как бы, у вас будут проблемы, нам будет очень грустно. Вот, поэтому старайтесь, держите, будем надеяться, что у вас все будет тоже хорошо. Вот. И, опять же, как бы, мы очень благодарим всем тех, кто нас поддерживает на Патреоне, Бусти, Apple Podcasts. Мы стараемся выпускать потихонечку подкасты, которые, соответственно, эксклюзивно выходят для наших патронов. Вот. Ну и, соответственно, у нас, мы напоминаем, что люди нам заносят намного больше денег специально, чтобы поддержать нас. И мы очень благодарим отдельных, соответственно, патронов на Бусти и на Патреоне, которые, ну, вот опять же, как бы, готовы нас поддерживать. И это, в первую очередь, две черточки, такой от него никнейм, Александр Довыгора, Андрей Извеков, Антон Кузнецов, Антон Зефон, Артем Логинов, Артем Сусак, Донатас, Денис Артюшин, Денис Бондаренко, Дмитрий Коробенков, Евгений Богомолов, Егор Тихомиров, Екатерина Александровна, Женечка Калинин, Зомбаризантелла.it, Ильин Егор, Лед под ногами майора, Глубневский Дима, Мишин Импассибл, Мятная рысь, Неглада на еврей, Никита Бескорсый, Никито Спивной Насос, Олег Кончики, Петр Лаврентьев, Петя Третьяков, Сахалинец, Сергей Рыбачок, Танислав Бартунский, Цареубийца Джейми Корк, Алексей Шелепов, Алексей Пазников, Алекс Колов, Алексей Карпов, Алвокс, Антон Ленский, Дрэган Мастер, Дронтозавр, Юд Ллойдес, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Ферзиздис, Функа Попраша.комфигурки в России, FX4Trader.ru, Гуд Морнинг Морган, Григорий Яфа, Ходорелф, Игорь Богданов, Илья Кузнецов, Иван Даниленко, Джек Ванилла, Джаст Рега, Хелиос, Максим Лебедев, Майкл Кужель, Майло Айла Лу, Монтройгер, Мистер Вайлери, Нексун Су, Никита Стрельников, Никита Стрельников на Патреоне, спасибо тебе, братишка, Александр Даниленко, Павел Петлич, Роман Космодемьянский, Сергей Гычко, Степан Пугачев, Тью Джин, Валерия Неборская, Валерия Неборская на Патреоне, спасибо тебе большое, Влад Лиалин, Вячеслав Шинауров, Вайсберт, Вайзерс, и 4 завтра шейха, 1 на Патреоне, 3 на Бусти, которые посчитали нужным остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны, девчонки, огромнейшее. Спасибо вам большое. Да? Слушайте, ну, ребят, мы с вами потихонечку прощаемся, не забывайте, что, опять же, как бы, вы, ну, как бы, если вы нас слушаете, как бы, ближе к 4 декабря, то приходите к нам на хакатон, который мы будем делать вместе с магнитом, соответственно, не забывайте, что мы будем стараться еще и ДТКД делать, скорее всего, в ближайшую пятницу будет, и мы постараемся 9 декабря сделать праздничные ДТКД, связанные с 7-летием завтра каста, господи, как время быстро летит, еще будем десятилетия отмечать. Будем. И Лев в школу пойдет, завтра каст будет слушать. Да, да, все дела. Слушайте, мне хочется разрыдаться прямо на стриме. Да ничего, Димка, ничего, мы еще, говорит, десятилетия отметим, как бы, я надеюсь, что мы еще где-то на море это сделаем, лучше все, если в Акапульку получится, классно будет, Да, сали в Мексику, кстати, можно поехать, как бы, ты подумай, только там, это-то, картели, значит, опасны, поэтому, поэтому надо выбирать места, где, типа, знаешь, там, вооруженная охрана в отеле, типа, или что-нибудь в этом роде. который охраняет наркотики от наркотиков. Что за стереотипы, я не понимаю. Это же как раз хороший перевод. Дожди, а если я приеду в Мексику, а там будет вот этот вот оранжевый фильтр? Да, конечно, там автоматом просто все оранжевое становится, как только ты в зону залетаешь, понимаешь? Вообще, на самом деле, если честно, я бы съездил, потому что, на самом деле, за последние годы, из-за того, что в Мексику стало ездить больше наших друзей, знакомых и прочее, все говорят, что там на самом-то деле довольно круто. И там классно тусить, и там вообще приятно очень. Естественно, я бы съездил, но мне кажется, довольно дорого в плане того, что перелет, блин, через всю планету летит. Короче, такое. Ладно, подумаем. Ладно, ребят, спасибо большое, что были с нами. Увидимся тогда в ближайшее время. Давайте, все, пока. До следующего.